здравствуй дорогой слушатель у микрофона костя суханов и передо мной очень редкая и очень интересная книга сразу скажу что она понравится всем любителям природы всем любителям приключений на серьезное связано с выживанием людей условиях очень сложных созданных и природой и самими людьми автор книги настоящий сибиряк григорьев анатолий семенович это вторая книга серии которая так и называется я калмык по названию первой книги все произведения этого цикла можно послушать на youtube канале актер костя суханов и других площадках где я официально выкладываю аудиокниги telegram вконтакте одноклассники а книга . орг книга в ухе яндекс дзен рутуб если вы уже слышали первую книгу и она вам понравилась то с удовольствием сообщаю что это будет гораздо интереснее первая книга как я и обещал вызвала большой интерес у любителей природы охоты рыбалки и выживания сибири и вообще тайги и леса эта книга точно понравится тем кто слышал ним тырь моем исполнении но книга ним тырь старая в плохом качестве это будет лучше ничуть не менее интересной тема схожая и уж коли ним тыр набрал миллионы прослушиваний в интернете этой книге как говорится сам бог велел качество я гарантирую будет хорошим это очень редкая книга и мы нашли лишь один экземпляр это в сша специально для меня царинов дава исаевич сделал копию что и позволит всем нам ее послушать именно дави исаевичу цирену я и говорю свое огромное спасибо которому я надеюсь присоединиться каждый в комментариях потому что именно он является меценатом и настоящим патриотом своего народа благодаря ему мы можем послушать все эти аудиокниги абсолютно бесплатно на всех площадках еще раз спасибо давид книга начнется со слов автора и немного об авторе там все подробно и вы все поймете от себя лишь скажу что это сибирь тайга рассмотренная через призму того что называют геноцидом калмыцкого народа сожалению это печальная страница нашей истории но мы от нее не отказываемся сделаем правильные выводы и я лично призываю вас быть братьями если вы хорошие люди все хорошие люди братья на мой субъективный взгляд если вам понятно то чувство когда при воспоминаниях о родине от одного запаха полыни или тюльпанов у человека слезы на глазах тогда вы обязательно поймете почему дава исаевич стал меценатом этого цикла не будем откладывать поехали цикл аудиокниг я калмык книга 2 григорьев анатолий семенович судьба калмыка от автора то что удержала моя память то что я видел своими глазами и слышал от других людей все это я пытался изложить в своей книги неоднократное посещение калмыки уже после реабилитации калмыцкого народа укрепила мне мысль я должен написать о том что знаю и видел сибирь моя родная земля на ней я родился и вырос и мне горько и стыдно что она стала местом невыносимой жизни могилой для тысяч невинных репрессированных граждан ссср разных национальностей том числе и калмыков указом президиума верховного совета ссср от 27 декабря 1943 года утвержденного политбюро цк вкпб калмыцкая ссср была ликвидирована а 28 декабря 1943 года десятки железнодорожных составов под кодовым названием улусы повезли в бескрайнюю холодную сибирь все калмыцкое население республики в основном женщины детей стариков и инвалидов более 40 тысяч воинов калмыков сражавшихся на полях войны были отозваны с фронтов разоружены отправлены в спецлагерь широкстроя система гулаг откуда мало кто вышел живым слово об авторе григорьев анатолий семёнович родился в 1939 году в глухой сибирской деревушке манского района красноярского края его отец семён григорьев коренной сибиряк челдон о нем шла молва народная как об удачливом таежном охотники и следопытия природа щедро наградила его веселым нравом и народной мудростью праздники он брал в руки гармонии играл самозабвенно под хор исполнителю с деревенских частушек он владел ремеслами плотника столяра печника и лесоруба деревне старожилы до сих пор помнят срубы из повозведенных его руками тайге на заимке он держал пасеку и каждый год собирал душистый майский мед его сердце дюжа заполонил озорной взгляд голубоглазый с длинными русами косами и стройным девичьим станом марии дочери кузнеца игната при каждой случайной встрече на деревенских улочках на него смотрели эти голубые девичьи глаза от которых у семена трепетало сердце семен понимал что так долго не может длиться и он решил посылать сватов и просить ее руки мария была единственной дочерью старого кузнеца игната мать умерла в раннем детстве дочери отец больше никого не привел в дом и остался жить бабылем характер у марии был как говорят в народе не сахар с медом она не чуралась никакой домашней работы отцовскую избу содержала в надлежащем порядке каждую субботу топила баню которая располагалась в конце огорода захватив пару ведер и коромысла она отправлялась к речке по воду и натаскивала запас воды для бани набрав воды в речке и воздев коромысла с ведрами на плечи она грациозно вышагивала домой не выплеснув из ведра ни капли воды встречные сельчане любовались ее красивыми движениями каждую субботу мария занималась стиркой грязного белья и половиков на речке в проточной студеной реке зимой и летом мыло полы и крыльцо на улице у входа в избу большим широким половым ножом скоблила грязь с полов накопившуюся за неделю после чего доски полов приобретали первозданный строганный вид после зимней стужи с приходом весны мария с отцом принимались вручную вскапывать огород под посадку картошки картошку сажали с таким расчетом чтобы хватило на всю зиму на питание себе и на прокорм живности для буренки и хрюши в доме мария была полновластной хозяйкой и отец беспрекословно подчинялся воле дочери мать семена по просьбе сына послал сватов к старому кузнецу игнату просить руки его дочери и получила добро свадьбу сыграли зимой стояли трескучие морозы председатель колхоза по такому случаю выделил молодому колхознику и ударнику труда семену григорьеву тройку орловских рысаков темно-серых в яблоках с наряженными санями кашовкой друзья семена запрягли еще несколько саней разукрашенных разноцветными ленточками и колокольчиками с бубенцами свадебный кортеж саней выстроился на улице длинной цепью сани стали заполняться мужиками и бабами наряженными цветастые широкие цыганские шали к ним подсели молодой гармонист с гармони в руках и балалайчник под шум хохота смеха и свиста ездовых вся эта публика понеслась по деревенской улице занесены местами большими снежными сугробами на сугробах часть саней опрокидывалась и из них вываливалась на снег куча людей на потеху зрителям так прошла деревенская свадьба и молодожены семен да марья обрели свое счастье через год после свадьбы в 1939 году у них родился первенец сын счастливый отец семён дал имя сыну анатолий надо полагать в честь летчика героя советского союза анатолия серого погибшего при испытании нового боевого истребителя сыну толи уже исполнилось два года он рос смышленным и здоровым ребенком и родителям семена и марии казалось что в дом пришел мир и покой который будет длиться бесконечно но беда пришла внезапно и неожиданно 22 июня 1941 года фашистская германия напала на нашу страну началась великая отечественная война молодой сибиряк семён григорьев прирожденный охотник и следопыт первый же день начала войны добровольцем ушел на фронт он храбро сражался с врагом в рядах прославленной сибирской дивизии на подступах к москве в один из стадионных зимних дней 1941 года мария получила похоронку на мужа с фронта в ней сообщалось ваш муж семён григорьев пал смертью храбрых боях за родину под городом ржевом командир воинской части потемнело в глазах марии руки судорожно задрожали она упала без сознания двух годовалый сынок толя беспомощно смотрел на мать не понимая что случилось с матерью солдатская вдова мария за одну ночь постарела на густых и пышных локонах проступили седые волосы глаза как-то потускнели и погасли не дожидаясь победы в начале 1945 года мария покинула сей бедный мир и нашла вечный покой на погосте сельского кладбища в березовом бару на крутом берегу тихой сибирской речушки теперь каждую весну над ее могилой шелестят только что распустившиеся листочки молодых листьев березы и нашептывают только им понятные песни за ее вечный покой после смерти матери маленький шестилетний толя остался круглой сиротой но нашлись в деревне сердобольные люди которые приютили его у себя дома а потом определили в государственный детский дом детдоме куда попал толя все было построено на казенный лад распорядок дня одежда и обувь питание и учеба сиротская жизнь многому научила малолетнего толю в житейской коллизии борьбе за выживание и хорошему и плохому все ему пришлось испытать и холод и голод бродяжничество незаслуженные обиды и оскорбления но он прошел все эти испытания и остался человеком его детские сиротские годы по накалу напряжения близки исходно с детскими сиротскими годами известного и великого писателя красноярца виктора оставь его в этом плане они братья-близнецы как бы жизнь не преподносила ему суровые испытания маленький сирота толя не сломался а мужественно выставил и стал уважаемым гражданином великой россии на пути становления гражданина великой державы бывшего детдомовца анатолия семеновича григорьева два высших образования высшее военно-морское и впоследствии службы на тихоокеанском флоте после службы на флоте окончил красноярский горно-металлургический институт и получил диплом инженера металлурга окончании института работал инженером на норильском горно-обогатительном комбинате настоящее время уважаемый анатолий семенович проживает в крыму в городе бахчисарай находится на заслуженном отдыхе идет большую общественную работу по развитию спорта и физической культуры находясь на заслуженном отдыхе анатолий семенович написал книгу судьба калмыка она посвящена депортации калмыцкого народа в сибирь автор сам анатолий семенович является живым свидетелем трагедии калмыцкого народа в сибири в их деревню привезли несколько десятков калмыцких семей и подросток то ли григорьев подружился со сверстниками мальчишками калмыками автор книги проникновенно пишет о внутреннем мире своих героев как калмыков так и сопровождающих эшелон солдат и офицеров внутренних войск мвд ссср книга написано горячим сердцем автора с глубочайшим сочувствием к страданию калмыцкого народа насильно оторванного от родной земли книгу нельзя читать без слез эта книга реквием посвященной страданием калмыцкого народа в депортации от души благодарю автора книги анатолия семеновича григорьева за его честность и благородство с уважением николай илюмжинов член союза российских писателей город и листа 31 ноября 2008 года предисловие книга судьба калмыка повествует о трагической судьбе калмыцкого народа последовавший за 28 декабря 1943 года автор книги анатолий григорьев с изумительной точностью и правдоподобностью описывает жизнь калмыков спецпереселенцев глухой сибирской таежной деревне под неусыпным надзором спецкомендатуры мвд на первых порах деревенский люд встретил калмыков мягко говоря недружелюбно такому отношению местных жителей к калмыкам способствовали различные слухи распространяемые надо полагать органами спецкомендатуры условия жизни спецпереселенцев калмыков насильно оторванных от родной земли в зимнюю стужу вывезенных в телячьих вагонах в суровый край сибирь привели к большим человеческим потерям стариков и детей постепенно характер отношения местных жителей сибиряков к калмыкам стал меняться в лучшую доброжелательную сторону так солдатская вдова сибирячка марина с тремя малыми детишками сочувствовала и опекала трех старушек калмычик занявших заброшенную землянку в конце ее огорода на краю болота эти старушки ходили в болотистые места собирали осоку и вязали из нее корзины обменивали у местных жителей на продукты картошку и молоко дети мариши запросто бегали в гости к старухам калмычиком в землянку детей интересовало как старухи курили с трубки табак они одаривали детей таежными ягодками черемшой а мариша через своих детей передавала старушкам краюху хлеба рынку молока и десятки яиц однажды весной к старухам калмычиком пришла с двумя детьми молодая женщина калмычка из города канского поисках своего мужа который по слухам попал соседний манский район на другой день за ней прибыли уполномоченные спецкомендатуры и арестовали ее вместе с детишками вот как описывает автор книги этот эпизод участковые подталкивая локтем штатского уговаривал не кипятись успокойся сейчас вытянем ее оттуда землянку разрушим а что гражданка по спец переселению цингеляева добровольно пойдешь или понесут тогда подальше на север затолкают будьте вы прокляты разрыдалась женщина и стала будить детей вскоре заспанные испуганные малыши шли с матерью цепляясь за ее фуфайку а мать еле переставляла обмороженные ноги замотанные разным тряпьем стражи порядка шли впереди за ними женщина калмычка с детьми и плачущие старухи которые гладили по головам детишек вся эта процессия шла по тропинке вокруг огорода маришки которая вышла из избы с узелком и пошла по городу на перерез сунув узелок молодой матери она сказала терпи милая и береги детей накорми их чего могу дать спасибо женщина я думаю за эти наши беды когда-нибудь кто-то ответит не разговаривать ряпкнул мордатый конвоир ложечка ты мой да ты по-русски говоришь лучше меня сохрани вас господи крестила мариша удаляющихся калмыков вот этот небольшой эпизод из жизни спец переселенцев калмыков убедительно подтверждает солидарность и сочувствие местных жителей сибиряков бедом калмыков невзирая ни на какие запреты властей тогдашнего тоталитарного режима автору книги удалось раскрыть всю сложность внутреннего мира литературных персонажей которые встречались на его пути во время бродяжничества по сибири старшее поколение калмыков переживших сибирскую депортацию будут вновь сопереживать те страдания которые выпали на их долю николай люмжинов член союза российских писателей аудиокнига судьба калмыка глава 1 товарном вагоне теплушки чуть заметно мерцал керосиновый фонарь подвешенный куском проволоки к потолку по его болтанки можно было определить характер движения всего не очень длинного паровозного состава если паровоз бежал быстро дым в теплушку набивался меньше и фонарь болтался меньше если буксовал на подъемах или уменьшал ход было много рывков все гремело и падала фонарь тоже начинал судорожно мотаться распространяя керосиновую вонь чадил люди уже привыкли к рывкам и дерганям и в основном сидели и лежали прижавшись друг к другу среди узлов и всякого тряпья подстилка из соломы осталось кое-где это ближе к углам вагона да и она была истерта почти в труху в вагоне витал горелый запах если бы не он то от спертого воздуха и испражнений в вагоне дух был бы хуже чем на скотном дворе 80 человек разного пола и возраста начали свой многодневный путь в этой теплушки составе поезда таких вагонов было 15 сейчас паровозик бежал налегке 5 вагонов отцепили где-то под новосибирском осталось 10 да и в каждом вагоне теплушки пассажиров осталось на одну треть меньше каждое утро когда было еще темно и новогодний мороз очевидно только набирал силу паровоз дергаясь и попыхивая паром тянут свой состав куда-то в тупик где на маленькой станции солдаты выволакивали на железнодорожную насыпь умерших в дороге пассажиров и старший пересчитав оставшихся в живых уточнив число мертвых приказывал закрывать наглухо открывшуюся дверь вагона он не обращал внимание на крики и плач оставшихся в вагоне просивших о чем-то и тупо уставившись на из-за индивел и лес махал рукавицей выдавливая из себя одно лишь слово закрывай похрустывая снегом солдаты поспешно задвигали дверь гремели задвижкой заматывая ее петли проволокой на этот раз в вагон не принесли почему-то флягу с водой и хлеб вскоре вагоны задергались и паровозик словно обрадовавшись что освободился от мертвого груза побежал веселее в вагоне озадаченно зашушукались в лодом заморить хотят ну пища кое-какая есть что взяли с собой кто сумел а вода то вода почему не дали воды полу фляги замерзшей воды имелось но как растопить лед и так чуть до пожара не дошло грели ее соломой но что такое солома пых и сгорела устоявший почти посредине железной печурки первые два дня еще можно было как-то обогреть руки но скоро кончились дрова других не дали а труба выводящая дым возьми да оборвись гнилое железо оказалось чуть все не задохнулись от дыма начался пожар несколько человек охрана вынесла на снег так они остались лежать там а печку загасили водой снегом да и выбросили из вагона греха подальше другую не поставили где взять среди сибирской тайги может скоро уж приедем поэтому ничего не дали ведь должен же быть когда-то конец отвада я не виновата я не виновата раскачивалась из стороны в сторону молодая калмычка как в бреду повторяя те слова уже несколько часов подряд прижимая сверток из мешковины груди в ту кошмарную ночь когда случился пожар у нее задохнулся от дыма годовалый сынишка она смутно помнила когда так называемая санитарная бригада из солдат вытаскивала из вагона трупы и прихватили ее ребенка словно тряпичную куклу осветив фонариком безжизненное тело ее сына солдат устало произнес я тут готов и взяв его за ручонку легко приподнял и понес к двери на насыпь мать находясь в угарном оцепенении не могла пошевелить не пальцем не сказать ни единого слова она медленно приходила в себя сквозь раздирающую головную боль и рвоту а когда она поняла что случилось с ее сыном забилась в душераздирающим крики пусть поплачет мудро рассудили старухи никто не стал успокаивать ее большое горе было у каждого и было непонятно кому было лучше тому кто умер или кто умрет вскоре от будущей невыносимой жизни а на прошлой остановке вынесли из вагона ее мать зашептала соседки старая калмычка смотри она собрала сверток и качает его вместо ребенка бедная бедная она сошла с ума ой ях ях какая потеря эй цаган ты жива тормошили старухи прислонившуюся к заиндевелой стенке вагона молодую женщину не проронившую ни звука за последний день вдоволь наплакавшись ее близняшки мальчика девочка укутанные в разное тряпье уткнули свои головенки в ее колени и судорожно всхлипывали во сне платы помогите пить о боже не слились в вагоне разные восклицаем цаган цаган очнись не унимались старухи пропадешь так пропадут твои дети ну-ка очнись и старуха подержав свою ладошку на обледенелом месте стенки стала тереть лицо молодой матери через некоторое время она застанала и задвигала по стене головой мутно повела глазами по вагону все еще едем скривилась она едем едем ответили старухи поешь и старуха на грязной ладони протянула ей две горошина сухого сыра не хочу отвела взгляд от ладони молодая женщина будет и ребятишкам пусть пока спят пососи пока кусочек льда протянула ей другая старуха легче будет она буквально впихнула льдинку в рот цаган женщина задвигала губами слизывая влагу оттаявшего льда во рту потом медленно жевала катышки овечьего сыра вот и хорошо удовлетворенно кивали головами старухи жива будешь большая польза от тебя детям будет жить надо спасибо сложив лодочкой руки у лба поклонилась им цаган ладно тебе помни что у тебя дети да да закивала молодая калмычка это какой мы день едем сейчас скажу и сухонькая старушонка порывшись у себя за пазухой что-то достала на ладошку ну-ка посчитай плохо вижу да и пальцы не держит она высыпала на ладонь молодухи обыкновенные обгорелые спички девять здесь оживилась цаган вот вот значит десятый день едем значит сегодня 6 января 1944 года вот такой у нас новый год вышел так мы его встретили то где же мы задумалась она новосибирск помню когда проезжали а потом все из памяти пропало это где этот новый сибирск допытывались старухи ты грамотно и объясни это очень далеко от наших мест здесь холодно и кругом снега видели видели закивали старухи как ты думаешь зачем так далеко нас везут не знаю думаю что это ошибка тех кто так приказал вагон опять задергался заскрипел тормозами поезд остановился наступившая тишина давила на уши хруст снега под чьими-то ногами был отчетливо слышен хорошо были слышны голоса людей там на свободе дохляков будем вытаскивать или уж до места доедем кому их сдавать вижу глухомань заперли нас сейчас воинский пройдет и нас отправят открывает значит не будем вагоны а на хрена лишний морок потом топить то срать то мертвяков вытаскивает услышав подобные разговоры вагонах зашумели застучали в зарешечные окна стали высовываться руки с кружками воды дайте погибаем слышно русском хорошо говорят там чё и русские ади разбери муж слышь откроем а не входить в контакт с арестованными прекратить разговоры размахивая автоматом пробежал начальник охраны красномордый майор в белом полушубки дергай поезд туда-сюда мать твою кричал он машинисту паровоза дык дрова и уголь кончается посредине центрального пути остановимся я тебя остановлюсь штанами своими тапку топить будешь а ну давай машинист исчез из дверного проема и паровоз запыхтев дернулся вперед майор прытка вскочил на подножку и забравшись на площадку весело командовал машинист а теперь назад трещи дерни чтоб башки у них посрывала до сигналом погуди а то разговорились не христи паровоз ревел гудком дергался туда-сюда лязгал буферами пыхтел натужно выпуская пар так их мать их в их души елился майор прихлебовая из фляжки и отбывался вместе с паровозом охрана вагонов стояла на насыпи и хохотала кто отвернулся от вагонов и хмур рассматривал вековую тайгу накрытую шапками снега рики людей в вагонах постепенно стихли люди обессилели от бесконечных дерганий поезда кто-то затих навсегда кто и прижался к кому сберегая силы для будущей неизвестности там далеко в глухих сопках сибири хорош заканчивай швырнул майор фляжку машинисту держи заслужил сам перегнувшись через поручень площадки шумно блеванул рыжей струей в ослепительно белый снег и шатаясь стал спускаться вниз подскочившие двое из охраны повели его в вагон сопровождения приговаривая сейчас умоемся и спатеньки майор куражился вырывался и все норовил стрельнуть по вагонам эх боляха муха без суда и без следствия так точно товарищ майор перемигивались охранники умело отобрали автоматы втащили его в вагон вдали замахал фонарем и засвистел помощник свидетельствуя что центральный путь свободен паровоз на этот раз взял с места более спокойно охрана повскакивала живо в вагон и шипя и пофыркивая паровоз потащил свой состав на центральную магистраль на самую длинную в мире железную дорогу прорезавшую пол европы и азию от бреста до владивостока никто не считал сколько ж положено как и нет статистики сколько человеческих душ загублено на этом грандиозном сооружении сколько еще будет а в тамбуре последнего вагона часовой солдат молоденький мальчишка согласно уставу не имеющий право покидать свой пост ни при каких обстоятельствах надергался по воле начальника до тошноты закутанный в длиннополый тулуп он гнулся вниз через полустенку тамбура стараясь не испачкать дежурную одежку выворачивая в рвоте желудок наизнанку крики обезумевших в вагонах людей вонь идущая из клозетных дыр и щелей вагона преднамеренное дергание поезда в конец расстроили молодого солдатика он складывался пополам в рвотной судороги краснее от слез с мокрым лицом стану ой мама а за тонкой перегородкой тамбура в вагоне за его спиной на мерзлом полу сидела девочка лет десяти с раскосыми глазами и причитала над мертвой матери ой мама мама плачь деточка плачь больше не будет твоей мамы теперь негде тебе будет спрятать свое лицо от страха и горя как-то бывало прятала на ее груди еще не понимаешь почему ты едешь этой дорогой не знаешь сколько придется выплакать слез от голода холода и унижений а когда выживешь и вернешься назад и будешь рассказывать своим внукам о своей молодости ты не будешь плакать не мигая будешь смотреть куда-то вдаль видя те далекие сибирские горы покрытые льдом и снегами в которых навечно вморожены твои слезы а сейчас колеса на рельсовых стыках торят твоим причитанием ой мама мама ой мама мама проникавший свет сквозь дверные щели крохотная забранная решетка оконца почти у потолка и через дыру бывшую дымоходом начал меркнуть и скоро стало совсем темно заметно похолодало и люди не сговаривая сдвигались плотнее друг другу сама собой образовалась половина вагона живых людей в одной стороне а те кто не подавал признаков жизни остались на другой половине с наступлением сумерек и до позднего вечера в полной темноте каждый вечер сквозь кашель плач и стоны слышались монотонные молитвы монаха гилюнга чиркая спичками он несколько раз в сутки обходил вагон протискиваясь меж взлов лежавших и сидящих людей и всматривался в их лица умерших он оттаскивал к двери ни разу не ошибся хотя родственники были против его действий фонарь давно погас керосина больше не было спичек оставалось мало в вагоне царила полная темнота на этот раз старик монах раньше обычного начал осмотр вагона и обнаружил до десятка неподвижных тел скрючившегося мальчишку лет восьми он долго ощупывал и подняв с промерзшего пола потащил в середину кучки старух и женщин с детьми согреете его он живой а то утром солдаты унесут его на мороз как мертвого и он по-настоящему умрет рядом кто-то недовольно заворчал но люди все-таки разошлись и старик опустил между ними мальчишку через некоторое время мальчишка зашевелился и рядом сидящие довольные таким исходом начали толковать меж собой вот видишь бог все-таки послал нам человека для помощи и подбодрит и молитву почитается таким умирать легче и точно в подтверждение этого из угла где обычно сидел старик гирюнг полилась его заунывная молитва просящая всевышнего принять свою лоно новых пришельцев покинувшихся мир другой частью молитв долгого богослужения была искренняя просьба за людей пока еще живых пребывающих в беде с ним деревянная фигурка будды стоявшая перед стариком на мерзлом полу подрагивала и качалась от тряски вагона и казалось что он слышит звуки исходящие от нее переплетающиеся со стуком колес я слышу я вижу терпите терпите вдохновленный сознанием могущественности божества он запел молитву более торжественно с разными горловыми интонациями утомленные люди почувствовали в себе какое-то успокоение и стали засыпать окончательно смирившись со своим положением такова уж воля божья коль мыкает с ним горе его посланник гирюнг закончив молитву старик долго сидел закрыв глаза прислушиваясь к различным звуком в вагоне слышал сипение пустых трубок во время молитвы никто не курил он слышал тяжелые вздохи и перешедшие в хриплый шепот бормотание умалишенной матери потерявший сына она по-прежнему сидела в стороне от всех и качая сверток прижимала его к себе бормоча я не виновата я не виновата я не виновата он не пытался что-либо объяснить и он понимал рассудок потерян его не вернуть и днем когда в вагон пробился свет он подошел к ней погладив ее по голове прошептал ты не виновата женщина благодарна посмотрела на него прижалась щекой к его руке и радостно затраторила я не виновата я не виновата я не виновата сидящие невдалеке старухи вытирали слезы кивали головами не тоже были не виноваты прошла еще одна ночь не принесшая никаких облегчений поезд довольно долго шел без остановок ранним утром когда еще было довольно темно старик долго стоял у зарешечного окошка подставив какой-то мешок под ноги пытливо вглядывался в мелькающий лес и наконец дождавшись того чего он ждал сказал никому не обращаясь город большой проезжаем здесь нам не остановят и когда колеса загрохотали по рельсам как в пустой бочке он добавил пост железный река большая большая уже вся заморожена многие обитатели вагона прильнули к дверным щелям и видели то о чем говорит старик паровоз бойко бежал по огромному городу среди стоящих составов с пыхтящими паровозами готовыми сорваться с места как только пройдет этот их поезд со специальным литером улус на платформах стоявших составов громоздились зачехленные пушки трактора машины составы с солдатами это очевидно шли на запад на фронт на других составах таких же вагонах как у них мычали коровы ржали лошади эти очевидно шли оттуда с запада с мест боевых действий может это был и их скот и кругом солдаты 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 многие совсем мальчишки наверное мы очень важные люди если нам уступают дорогу воинские эшелоны заключил старик и тяжело опустился вниз потирая замерзшие руки выехав далеко за город их состав затолкали куда-то в тупик но никто из охраны не бегал не кричал к дверям никто не подходил паровоз спешно заправили водой покидали в тендер немного дров и паровоз снова выкатился на центральную магистраль мал-мала немного не дотянули до конца заключил старик и точно часа через три уже ближе к половине дня паровоз стал снижать скорость дергаться и скоро совсем затих сразу забегала охрана послушались приказы крики матерясь и трудно дыша кто-то пытался открыть дверь она не поддавалась низ ее промерз очевидно из-за мочи затекшие сюда от бессильно лежащих людей в граб мать кряхтели охранники пытаясь открыть дверь тщетно ломик сюда тащи зарали за дверью наконец по двери забухли чем-то тяжелым ее нижний конец сорвался с паза и она ухнула вниз косо залетев верхним углом в вагон размажив голову лежащему у дверей вторые сутки мертвому парнишке подпрыгнув от удара пол дверь развернулась и свои ребриная кованный массивным железным уголком рубанула солдата охранника прямо в грудь выпучив глаза он только и успел выдохнуть и завалился на грязный снег накрыты массивной дверью из-под двери была видна голова без шапки плеч солдата кровь булькал из его рта глаза были неподвижно открыты круглого долбанула быстро снимай с него дверь зычно заорал кто-то из охраны быстро приподнялись солдата неимоверно тяжелую дверь но помощь ему уже была не нужна на грязно-сером снегу образовалась лужа крови его глаза не мигая смотрели в небо в метрах 50 от этих вагонов горели костры в разных местах и вокруг них сидели и лежали люди там же стоялась десятка полтора санных повозок за индивилами лошадьми два трактора и одна полуторка закутанные по самые глаза плотками и шалями возщики повозок а это в основном были женщины и подростки кинулись к вагону где произошла трагедия майор охраны с растерянным лицом размахивая автоматом отгонял зевак от места происшествия разойдись кто совершил диверсию на солдата кто толкнул дверь на него с перекошенным от злобы лицом орал майор и потрясал автоматом в сторону открытого вагона с кучей людей неподвижно сидевших на полу люди жмурились от яркого света неожиданно хлынувшего из огромного дверного проема терли глаза и молчали унести потерпевшего солдата при исполнении в вагон охраны четверо солдат взяли за руки за ноги своего товарища и понесли в вагон бабы сморкались вытирали глаза голосили так и наши где-нибудь погибают с такими вот начальниками и косились на майора что ты сказала она марш отсюда пока цела еще надо выяснить зачем вы тут крутитесь а затем сверкнула глазами бабенка если мы уедем отсюда сам будешь их развозить по колхозам или с промхозом и не махай тут на нас оружием и не тычь наши мужья отцы сыновья на фронте кровь за тебя льют подошедшую плотнее к майору бабы теснили его к вагону и кого привез посмотри майор только сейчас трезво глянул в проем вагона и ужаснулся от вида раздавленной размаженной головы парнишки непонятной кучи людей сидящих на полу он вдруг разъярился и заорал редателей привез вот кого она выходить всем из вагона в ответ гробовое молчание грязные сморщенные люди жалясь друг к другу прижимали к себе плачущих детей затравленно смотрели на него и молчали кто тут старший кто говорит по-русски сообразил наконец майор из кучки людей с трудом приподнялся на ноги старик держась за край проема двери поклонился слушаю вас начальник объясни своим бандитам что путешествие закончилось всем выходить из вагонов первую очередь выходят мужики старик повернулся к своим и что-то сказал сидящие заколыхались но не вставали с мест потом он повернулся опять к майору спросил куда мне идти и как сойти на землю лестницу давай мне зубы не заговаривай скажи чтоб мужики выходили вот он я и три такой мальчишка он показал себе на пояс четвертый тут лежит он показал на труп с размозженной головой остальные в дороге померли на насыпь их выбросили одни старые женщины и дети тут и я только сейчас немного протрезвевший майор стал что-то соображать смирнов ломакин осмотреть вагон и доложить здоровенные парни быстро заскочили в вагон и затыкая носы рукавицами осматривали вагоны людей сидящих на полу мужиков не было кроме стоящего старика соскочивший солдат что-то тихонько шептал на ухо майору и тот на глазах стоящих рядом баб вощи с наливался краской все больше и больше ведь люди хотят у нас два дня не был воды напомнил о себе старик люди пить и есть хотят сильно ослабли на удивленно посмотрел на него майор что аж пусть едят и пьют кто им не дает смирнов ломакин освободить от этих вагон а куда их дальше смешался смирнов а местное начальство разберется и он издевательски ткнул автоматом в сторону баб площадь а вам очистить в вагоны от этих зазаикался он и свернув глазами рявкнул ясно точно вытянулись солдаты а майор повесив автомат на плечо дулом вниз зашагал приземистому зданию с огромной шапкой снега на крыше над дверью здания была прибита вывеска которая извещала ссср восточно-сибирская железная дорога отделение красноярского края станция комарчага а стоящие бабы вдруг загалдели стали спорить разве из полумертвых людей могут быть работники как их вести за 30 40 километров на открытом морозе в 40 градусов их надо к кострам отогреть от поесть боже за что на нас свалилось такое горе война и вот тебе еще несчастье эти калмыки рыдающая бабенка наказывала другой моря ты смышлене и вообще меня давай езжай в ту часть который призывников обучает обскажи все доходчиво пусть пригонит сюда полевую кухню чай горячий надо и кашу ефимов там капитан он поймет и поможет а мы тут хоть чем-то поможем людям раскатали губы работников нам привезут взамен наш хага тут спасти их сначала надо потом разберемся кто какой а этот боров красномордый заморил людей в дороге пригрозила кулаком она все лет ушедшему майору майор не успел дойти до здания станции как к нему навстречу вышел хромой с палкой сухой мужик шинели железнодорожника и в нахлобученной по самые глаза мохнатой шапки слышь друг где начальник станции разыскать можно осведомился у него майор а вон он я чего искать может зайдем для разговора кивнул майор на здание а чего заходить потом почаю им а сейчас пошли смотреть чё привез да вот бумаги тут все ясно бери подписывай . он пошевелил планшетом ну не наморозишь писать сам же говоришь посмотрим сверим тут брат дело небыстрое слышь ты бумага и посмотрим сверим дыхнул на железнодорожника перегаром майор вы тут в тылу а мы там где прищурился хромой на фронте вот где замотал он головой на фронте говоришь ощерилась мохнатая шапка а я где был и в награду что за это получил и он задрав штанина обнажил уродливый ботинок с какой-то трубкой идущий колено очевидно это был протез тех времен только сейчас майор заметил что одна нога его была в валенке очевидно здоровая а протезная с уродливым ботинком под москвой оставил сам чуть не лег там да извини брат все равно соблюдение субординации необходимо а что я хвост собачий я тоже майор так что не соль меня под нос свои погоны майор охраны в конец смешался и закашлявшись искал выхода из неловкого положения выручил его сам начальник станции значит так согласно военному времени докладывать должна прибывшая сторона как и подчиняться ясно ясно приложил руку к виску майор разрешить доложить вытянул сон ладно тебе пошли все увидим потом бумаги посмотрим все равно знаю что все перепутано актов о смерти снятых с поезда наверняка нет так так откуда знаешь знаю там наверху сгородили приказ вы копытом рыли землю старались выполнить скотину милый мой к нам лучше возят чем вы людей откуда знаешь побагровил майор я знаю вас кого нквд но и это не ну кай четвертый эшелон за вторые сутки людей хуже скотов привозить из калмыкии охрана одна и сейчас поди трупов 50 привез да поди старики старухи да ребятишки одни нашли врагов и лучше бы всех нквд шников на фронт лишняя дивизия была бы но ты схватился за автомат майора смахнул невесть откуда появившимся в руке пистолетом железнодорожник так они стояли сверлят друг друга гневными глазами первым убрал пистолет хромой из плюнов дурак ты братец похромал к составу потом обернулся к майору и сказал ты можешь со мной не ходить сам разберусь и подпишу любые твои бумаги вы тут навезли людей а зачем вы сами не знаете половину дороге угробили нам расхлябываться во всем а вы щите назад майор нквд понур и поплелся сзади а еще половину гробится пока мы их устроим жилья то нет эвакуированными жителями с областей боевых действий все забито слышь охрана хочешь знать за что этих степняков сюда привезли знаю за измену но это в приказе постановили так на самом деле за то что калмыцкие конные полки это кавалеристы с саблями не смогли противостоять фашистской танковой дивизии смешно слышно вот за эту чью-то глупость расплачиваются они эти люди но ты знаешь нам с тобой так рассуждать нельзя мяло заключил майор охраны не знаю а вон и районный бог приехал махнул на подъезжающую к составу полуторку начальник станции кто-то первый секретарь партии манского района майор охраны серьезно струсил крути не верти я первый секретарь самая малая полковник да и хромой майор люди-то свои а у него столько недочетов при перевозке спецпереселенцев пальцев рук и ног не хватит для перечисления слышь браток ты того извини меня при первом не выясняешь что и как у меня было не вернешь уж того что произошло да и не вам не причина сам понимаешь другой был бы может еще хуже был бы да куда уж хуже дернулся хромой тут второй эшелон улуз пришел ну и капитан охраны его пустился права качать примерно как ты ты хоть что-то понял или прикинулся что понял а тот буквально глотки всем рвал стрельбу открыл на и пол состава людей заморозил знаешь нашли его вчера замерзшего вроде как по пьянке не уехал назад сколько людей живых привез вдруг строго спросил железнодорожник мертвых посчитаем скажу опустив глаза тихо ответил майор слыша куда мертвых девать а вон видишь на отшибе сарай пусть твои молодцы определяют их туда пока а там разберемся но только слышь охрана у тебя будет все в ажуре если мертвых устроите туда и вагоны почистите мне обратно в этих вагонах груз на фронт отправлять идет идет быстро согласился майор охраны и еще коль не догрел людей в дороге теперь обеспечь костры для обогрева людей пока готовится чистка вагонов и ваша отправка ведь назад отправлять вас буду я понял ну значит все пошли к богу партии ведь отсюда растолкать людей по нужным местам головная боль еще больше твоей транспорта нет основная сила и надежда это бабенки на лошаденках сумеют вывести люди отсюда при трескучих морозах хвалой мы честь он видел сколько техники два тракториста чт-з до полуторка вся техника и на фронте если где в леспромхозе и есть в лесосеке какой тракторишка так он за 40 50 километров не доползет сюда район большущий на сотни километров бездорожье снега сплошные сибирская глухомань удивляюсь как ты зарежного катька сюда этот чт-з пригнать умудрилась за мазотом приехала да попутно рабочую силу назад привезет если найдет кого годных из калмыков ведь дорог совсем нет а сейчас снегами все занесено слышь товарищ майор ладно те навеличивать петром савельичем зови вот и говорю савельич а что если мы эту катерину как ее по батюшке попросим помочь нам а потом мы ей поможем катько по батюшке да ей чуть больше 18 смехнулся железнодорожник а фронт сбегал вернулись здесь нужны трактористы лес для фронта заготовлять семь братьев у ней на фронте половину полегло уже ну а чё хотел ты лишь какое дело хранить то людей все равно надо будет так вот где там у вас кладбище или где их хранить будут туда сразу перевезти на тракторных санях только трактор с санями а погрузка разгрузка мое дело и похоронить тоже поможем совесть мучает нквдшник скрипнул зубами опустил глаза ослепили приказы правильно ты сказал рыли землю копытом выполняя их теперь буду рыть могилы мне три дня есть все сделаю о чем катьке то поможешь а вон видишь сани у нее какие два бревна до настил кое-какое бочки еле стоят а мои солдаты сделают на сани высокий кузов ограждения досок вижу в асфалом туда синца или столом накидай саде людей доедут за милую душу дело охрана говоришь скажу об этом первому поможет он тебе снять грех с души хотя грехи дело вечное откуда мысль такая появилась а в воркуте на лес повале работал видел такое одна первый сам идет сюда усталый пожилой мужчина в добротном полушубке каракулевой шапке в галифе и валенках первым протянул руку обоим майором что будем делать петр савельевич мертвых спецперселенцев много что сильно действует на психику людей как прибывших так и местных а вон товарищ майор сопровождающий этот поезд предложил погрузить тех мертвых на тракторные сани и вывести прямо к месту захоронения дельное предложение товарищ только андрей васильич место захоронения надо вам определить а чего определять от ограды кладбища отмерь 200 метров и храни количество человек их фамилии дата ко мне на стол врача надо добавил начальник станции врач есть из моей команды поспешил майор охраны вот и чудесно быстрее готовь этот состав петр савельевич для погрузки кавалерийского полка и первый секретарь глухо кашляя повернулся уходить андрей васильич из дальних лес промхозов и колхозов за спец переселенцами никто не приехал их скопилось здесь уж больше тысячи боюсь люди начнут мерзнуть на мертвые костры не спасут первый секретарь глядя в почерневший снег произнес будем изыскивать возможность для вывоза их отсюда куда и сам не знаю с другими районами будем созвониться может туда возьмут а главное чем вывозить нет техники махнув рукой он пошел к концу состава где еще шла разгрузка людей теперь понял охрана какой подарок вы нам подкинули ну в этом вы я небольшой винтик ладно не оправдывайся ты тут тоже наломал дров хочешь остаться живым слушай меня что савельич что скажешь все сделаю значит так срочно дай команду чтобы из вагонов выгружали только живых людей мертвых оставлять в вагонах как только живых выгрузишь состав отгоним вон туда за поворот вон там и будешь разгружать свои грехи учти когда начнет двигаться эшелон люди побегут за ним не так просто оторвать живых от мертвых всех выгруженных из вагонов сгоняй вон туда к последним кострам дальше от хвоста поездой чтобы охрана не проморгала сдержала толпу потом доставишь охрану на полуторке к месту разгрузки сейчас первому скажу что он трактор с катька отправил туда какая надо ползет по снегам как раз то и время подойдет смотри майор поступи умно при сдерживании толпы объясни своим воякам не вздумая открыть стрельбу трупов здесь будет еще больше больше тысячи народу здесь собралось многие уже поняли что половине из них здесь будет крышка хоть старухи и бабы здесь в основном калмыцки на глотку порвать тебе найдут способ здесь они на воле не запертые в вагоне многие говорят не даром все равно нам умирать так что думай спасибо тебе савельевич учту постараюсь но мне там делать пока нечего пойду к первому объясню ситуацию ведь не зря он тоже переживает за мертвых еще катьку никто не заставит возить мертвяков если только первый секретарь не прикажет она ведь по своему заданию приехала выйди ли там ей в дорогу каких харчишек а то она последний кусок хлеба калмыкам отдаст все сделаю и майор охраны побежал к вагону откуда несся дикий крик двое солдат никак не могли оторвать калмычку средних лет очевидно дочки лет четырех девочка была мертва уже несколько дней назад судя по ее посиневшему лицу и ввалившимся глазам от нее шел нехороший запах обезумевшая мать намертво вцепилась в ребенка и ступленно визжала не надо не надо солдаты нерешительно толпились около нее брезгливо прикасаясь к ребенку из вагона уже вышли все кто мог выйти сам и даже были вынесены плохо ходячие осталось лежать несколько трупов в дальнем углу и вот это калмычка портила всю погоду слышь лёха я сейчас вырублю по затылку ее а ты сразу выдергивай заморыша в угол его ее долой из вагона ты видишь на виду мы в дверях люди смотрят поди знай кто они давай тащи есть дверей долой калмычка продолжала кричать подбежавший майор живо оценил обстановку и зашипел на солдат что отроди блядская совсем отупелят пустите ее пусть кострам идет там десятки таких женщина выходите никто не тронет вашего ребенка калмычка замолчала и подавив рыдание сказала чисто по-русски спасибо выскочил из вагона и скоро затерялась в толпе быстро проверить все вагоны и закрыть их на петли мертвых разгружать будем в другом месте вы двое должны быть в тамбуре последнего вагона и никого больше ясно так точно их гон с первого до последнего вагона все проверить если кто по дурости на нас и мертвых выгрузил погрузить их обратно вагон уезжайте с поездом вон за тот поворот только вы двое остальные сдерживают толпу и не вздумайте стрелять людей в крайнем случае в воздух потом мы догоним вас оповестить всю охрану я к машинисту паровоза и майор побежал к паровозу изредка останавливаясь среди своих солдат и что-то им приказывая первый секретарь со своим помощником забравшись на кучу дров и поворачиваясь ко всем во все стороны громко кричал граждане спец переселенцы слушайте внимательно прошу вас кто хорошо говорит и понимает русскую речь подойти сюда поближе передайте своим кто далеко от меня тысячная толпа заколыхалась в разных местах ее послышалось громкая калмыцкая речь и со всех сторон сюда заспешили в основном молодые средних лет калмычки и старики натужно выбрасывая впереди себя костыль пробивался в солдатской шинели и молодой калмык на шинели была приколота медаль которая неимоверно болталась при его дергающейся ходьбе увидев что к нему подтянулась человек до 50 первый секретарь вытянул вверх руку и потоптавшись на кучу дров развернулся лицом к поезду люди тоже невольно разворачивались к нему лицом но поезду были спиной оглядев собравшихся первый секретарь громко начал свою речь граждане спецпереселенцы мы с вами оказались в одной беде которую народила проклятая война я не буду разбираться по какой причине вы оказались здесь понеся огромные потери точно также мне не объяснить вам какие потери понесли наши сибирские дивизии под сталинградом и москвой и на всех фронтах великой отечественной войны за эти годы с фашистскими гадами весь наш советский народ придет время все будет подсчитано история определит кто был прав кто виноват а сейчас надо жить работать помогать фронту я вижу среди вас нет работоспособных мужчин ваших мужей и сыновей они на боевом или трудовом фронте точно так же и у нас куда бы не прибыли все боеспособные мужчины на фронте многие из них погибли защищая родину развернувшись боком первый секретарь увидел что лязгнув буферами поезд начал тихонько двигаться охрана держа автоматы наперевес сыпанула с насыпи и стягивалась ближе к хвосту поезда толпе послышались крики началось движение многие побежали к поезду навстречу внеслась охрана выставив автоматы с криками назад назад и вдруг как по команде охранники остановились и припав на колено в снег дружно повели автоматами по толпе у первого секретаря засосала под ложечкой до противной тошноты неужели будут стрелять бежавший к поезду также в раз остановились а поезд набирая скорость уходил все дальше и дальше за поворот и вскоре скрылся из виду солдаты поднимались отряхивали снег с колен и повесив автоматы за спину не оглядываясь поспешили к полуторке которая вскоре увезла их в направлении ушедшего поезда выдохнул первые вытирая потныло граждане спец переселенцы ваших сородичей похоронят вон там на том кладбище он указал рукой куда ушел поезд целях соблюдения санитарии прошу не препятствовать выдачи умерших мы постараемся побыстрее определить вас на постоянные места жительства но нет транспорта нет техники все ушло на фронт вы должны помогать нам ближайшие селения человек по 40 50 можете сами дойти пешком только чтобы с вами обязательно были люди говорящие по-русски а сейчас военные привезли полевые кухни где вы можете получить пищу и чай не стремитесь долго оставаться на этой станции у костров надо как-то устраиваться полевые кухни здесь пробудут только два дня и укатят на фронт вновь сформированной частью я первый секретарь кпсс манского района зовут меня андрей васильевич вон там в десяти километрах районный центр село шалинское большое село вокруг которого много совхозов колхозов и леспромхозов поедите двигайтесь в том направлении там везде люди помогут а эта станция комарчага маленькая деревушка здесь вам никто ничем не поможет здесь погрузка разгрузка и до свидания запомните мои слова вам здесь жить с нами назад не уехать сейчас вы безо всякой охраны разойдитесь поселом некоторых из вас отвезут кто приехал за вами там на местах вас возьмут на учет бежать отсюда невозможно снега морозы далеко да и везде на станции охрана патрули всего вам доброго и первый секретарь спрыгнул с кучи дров нему смело подошла средних лет калмычкой на чисто русском представилась здравствуйте я минга манджиева медицинский работник вон там под навесом начались роды у молодой матери чем могу тем помогаю вот и хорошо будет первый новорожденный калмык на сибирской земле за улыбался первый секретарь сейчас я вам выделю полоску и вы прямиком в госпиталь в районный центр попутно возьмите еще того кто поместится и поискав глазами по сторонам он поманил за собой калмычку подойдя к молодой бабенки стоящий около лошадиной повозки он поздоровался и спросил откуда из сосновки хорошо роженицу надо в госпиталь шалинский отвезти вот врач ну и еще кого-то она возьмет а мне работники на свиноферму нужны вот и хорошо отвезешь вернешься наберешь кого хочешь а потом через недельку за роженицей приедешь ее с тобой прихватишь так минга то внимательно посмотрела на женщину-вощицу фельдшерский пункт есть у вас нету милая организуем спасибо вам и калмычка смело подала свою руку первому секретарю тот пытливо поглядел ей в глаза и сняв рукавицу встряхнул и руку ну что поехали и женщины подмяв под себя солому на санях поехали к навесу за что же все-таки их сюда прислали женщин и детей мужиков что неужели расстреляли терзался вопросом районный бог партии померзнет их тут половина слышь иван сергеевич обратился к своему помощнику толстенькому невзрачному человеку картина тебе небось здесь ясно этих азиатов или кто они там надо во что бы ты не стал и растолкать по деревням колхозом или с промхозом рассеять эту толпу по району короче а там уже с местных властей будем спрашивать через два дня чтобы здесь ни одного ни живого ни мертвого не было магистраль железнодорожная центральная проверенных глаз тьма под суд загреметь в одну секунду и уж с нами нянчится как с этими калмыками никто не будет к вышке и . уясняешь себе как точно андрей васильевич ну а по району мы сами боги какие сведения дадим такие будут с рождеством христовым вас раскланилась с ним пожилая возница ё-моё сегодняши правда второй день рождества оглядываясь по странам заключил районный бог партии за что вчера пили на заимки я так и не понял до сих пор не пойму как ты узнал что я там такую бабу пришлось оставить не мог ничего придумать обязательно меня дергать мог бы мог только сегодня бы уже наверно мы с тобой под охраной ехали в красноярск иди ты изумился первый третий день крайком обрывает телефоны доложить обстановку в районе по прибытию эшелонов улуса и расселению их по району кстати и сегодня в 16.00 прямая связь с крайком партии а ты чего им вкатывал ну чё я мог и вкатывать как неправду иван поперхнулся первый да успокойся васильевич еще после первого звонка позавчера сразу позвонил я кузенкову кому кому потирая лоб спросил 1 начальнику комарчаги пески хромому ну и райком звонил и на станцию майор им исправно отвечал что ты в гуще событий по приему лоссовских эшелонов распределению калмыков по району последний раз раз разговаривал я с крайкомом партии они настоятельно попросили приказали чтобы ты в 16.00 сегодня был на проуде так что ты правильно васильевич врубился в события оттуда сверху тоже приказали чтоб через два дня на станции не остался дух калмыцкого а ведь еще будут эшелоны подходить да ты что первый схватился за голову не печалься васильевич расхлебаем эту кашу главное спихнуть их со станции пик него морозить поможет а ну как работается подошел первый на встречу к начальнику станции а вот такие дела развел руками кузенков не тяжело поинтересовался первый секретарь дорожах тяжелее все время на морозе башку могут проломить хорошо что понимаешь петр савельич но я поехал в 16.00 крайком на проуде сам понимаешь люди мы с тобой партийные один воз везем тут иван останется решайте все тут разумно людей на помощь подошлю колхоза пошевелю пригонят повозки никуда не денутся на повозки садить самых немощных здоровые пусть идут пешком главное спихнуть их со станции само собой буркнул майор но все да тебе могут помочь вояки отправляющиеся на фронт прежде чем грузить их в эшелоны с лошадьми и техникой ставим условия отвезти в райцентр 200 300 азиатов военные люди изобретательные сообразят как это сделать ведь площадка под погрузку всего на два-три вагона остальные ждут дурака валяют так доброе дело сделают и погрузиться успеет добро подумаем а что там за шум до кормежка началась люди в драку лезут не столько есть сколько пить чай для калмыков дело важное иван сергеевич что тут у нас по пропитанию спецпереселенцев все нормально андрей васильевич все согласно приказов и указанных сумм первый шелон правда был накормлен с опозданием запоздала информация о прибытии военные запоздали показ полевых учений прибыли а так ефимов вовремя доставляет полевые кухни ну пища скажем не ресторан может и не до пуза на кипяток организованный кузенковым есть день и ночь эти сот литровый котел у дальних костров прямо водокачки бурлит и сено там же сено-то для подстилки не только в основном для чая как а так заварив котел охапку сена соли брось туда и калмыцкий чай будет готов молока говорят еще надо добавить ишь ты непременно попробую на пробуемся еще много чего новые люди много чего нового неизвестно увидим чумы не натащили бы сюда или болезни каких неизвестных вот тогда попляшем ладно бог не выдаст свинья не съест война думаю скоро закончится сейчас сорок четвертый да и фрица уж поперли во многих местах так что только пятки сверкают впереди еще много беды будет ах много вздохнул кузенков ладно не паникуй поехал я работайте первый секретарь распахнул дверку полуторки которая сразу рванула в сторону райцентра мог бы в пустой кузов человек 20 посадить сейчас петенька первый секретарь района это бог района а бог должен иметь авторитет и недоступность глава 2 громадное сибирское село шалинское своими деревянными избами и хозяйственными постройками словно покрывалом шалью было накрыто множеством оврагов и бугров спускающихся почти вплотную болоте старичушки вверх ясауловки непонятно почему но люди упорно строились в неудобьях натаскивая землю на рытвины и промоины село скатывалось вниз от ровных нормальных земельных угодий спеша застроить много километровый уклон изрезанные оврагами и морщинами так и осталось загадкой почему это село оказалось в стране от известного московского кандального тракта и транссибирской железнодорожной магистрали проходящих всего в 10 километрах от него село старинное со времен ермака не каждый знает что из маленькой деревушки а некоторых пор и станции комарчаги есть хоть и трудная но проезжая дорога в саяны проходившая прямо через центр села через болотистую низину речушку по длинному деревянному настилу устроенному на сваях мост был важной артерии связи с далекими таежными селениями куда убегала дорога таежный край богатый край деловой древесиной зверьем пушниной различными рудами не говоришь о кедровом орехи ягодах и грибах старину из этих мест хаживали через саяны и в монголию может быть и скрывало это село собой дорогу в манящие далекие страны кто его знает при советской власти село приобрело статус районного центра до центральных дорог недалеко удобно вывозить зерно скот древесину взамен получать технику необходимой для жизни провианты материалы а главное по реке мани протекающий почти посередине района плавь себе лес из самых глухих уголков тайги района прямо в красноярск удобно прямо в центр края вот и назвали этот район манским по реке мана военные годы как в гражданскую так и в отечественную в шалинском формировались полки для отправки на фронт пешим шагом десяток километров и прямо в эшелоны затаскивалась сюда в мастерские покореженная техника с мест боев приводилась в порядок испытывалась и с новыми солдатскими расчетами уходила назад в бой жизнь здесь бурлила как в водовороте переполненные тыловые госпитали не справлялись с лечением солдат особенно тяжелых куда их а вот в такие места да и легко раненые здесь быстрее лечились вдали от грохота вроде как и дома побывали да и попутно попадали во вновь сформированные части около госпиталя всегда было полно народу крутились вечерами девчата молодость то брала свое чуть подвыздоровев солдатик еле еле ковыляя уже считал себя обязанным познакомиться и погулять с девчонкой сюда приезжали на лошадях с бочками и забирали отходы из столовой для свиноферм из рядом лежащих деревень да и чего греха таить много чего годного находили местные жители в пищевых отходах года то были голодные граммы хлеба 200 ныждивенцы 400 наработающего в сутки были без приварка как глоток воды в пустыне шла война была жесткая карточная система на продукты давалось столько чтобы человек только был живой кто-то терял их кто-то грабил кто мутнейшим взглядом смотрел как малолетние дети собирали со стола хлебные крошки ее дневного пайка и на вопрос а ты ела мама отвечала да детки ешьте ешьте завтра еще будет до завтра не доживала с голодухи все было кто-то жировал и боясь показать свою сытую жизнь и людям скармливал хлеб и другие продукты собакам как же так получилось вот война идет два с половиной года а крупы сахар наглухо исчезли а такая необходимость в хозяйстве как иголки нитки пуговицы гвозди всякая мелочь за что не кинься будто и не производили их никогда а у спекулянтов были в три дорога и лекарств никаких как жить дальше мужиков почти в каждом дворе поубивала или пропал без вести но тут хоть какая-то надежда была хоть и ненадежно поползли слухи попал если в плен враг народа останешься живой или нет неизвестно многих расстреливали вот с такими невеселыми мыслями тянула за веревку санки с грузом молодая бабенка в гору санки тянуть было тяжело и сзади палка их подпирал ее старший сын девяти лет молча сопел хлюпал носом другой семилетний закутанный в большой платок с головы почти до колен семенил рядом то с одной стороны то с другой и постоянно конючил амка есть хочу и ноги замерзли вон только-то везешь ему хорошо ты глухая чоли все молчишь она зачем разбудила залился малыш мать наконец остановилась подошла к санкам отвела в изголовье отдушину и увидев закуржавевший и не вокруг лица и на ресницах младшего четырехлетнего сына укутанного в рединой привязанного к санкам прошептала живой толечек больно мама терпи терпи скоро уж опять бинты отдирать скривился ребенок не ему родной не не дам не давай мамочка задергался в плаче ребенок колик вовик мы не дадим срывать бинты только ты чего мы не дадим тебе обидеть в раз подскочили братья и нагнулись над ним отдыхайте на него и и он успокоится братья шумно задышали в отдушину и меньше захихикал хватит сопли капают но будя и мать из рукава фуфайки достала тряпочку и вытерла личико меньшего мама почему ты белорусска вдруг выпалил средний мальчишки дразнят нас белорусы жопы русы ой маленькие мои обняла на обоих 5 ваш русский а я белорусская все равно мы русские христиане мы не ослухайте вы никого вы себе раки ой мамка когда ты научишься по-русски говорить а вот толечка здоровее ты научилась вы поможете а покуда ходим детки а то замерзнем и закрыв отдушину на сыне она потянула вновь санки дальше идти стало легче подъем закончился мороз пробирал до костей январский трескучий сибирский маришка горе снова вздохнула взглянула на свинцовое небо которое только-только начало светлеть и заспешила хрустя по снегу подшитыми валенками ребятишки ягнятами бежали с обеих сторон она побоялась оставить их в нетопленной избе да и топить уж было нечем вся изгородь огорода была разрублена на дрова лес был не очень далеко но зубами дерево не прогрызешь пилот со двора кто-то утащил топор затупился росшие кусты у речки в ника и черемухи можно было как-то рубить но проклятое болото плохо замерзающие даже в крепкие морозы поглотила безвозвратно ни одну душу и она запретила ребятишкам подходить туда они с гурьбой мальчишек днем ходили в лес за сучьями но что мог принести семи-восьми лет ребенок сквозь глубокие снега что-то несли и обмораживались хорошо если мать была дома или вместе с ними могла помочь растереть ценился гусиный жир меняли на последний кусок хлеба а если матери были на работе обмороженные носы и щеки и уши кровоточили месяцами маришка ходка шла оглядываясь на санки и изредка предупреждала бегущих где-то рядом то сзади ребятишек норовивших подъехать на санках помилуй бог садиться к толику нельзя вафки у него будут крошка пойдет тады точно бинты сорвут все то личик то личик ревниво заныл опять средний пацан ой колик ты колик знал бы твой батька яка беда жизня у нас из-за проклятых фрицев а может где живой он у госпиталя где лежит может ошибка вышла с похоронкой так уже два года как пришла и тихо зарыдав она сморкалась в рукавицу колька щас как дам пинка зачем мамку расстраиваешь дернул его за рукав вовка не даритесь детки скоро доедем расстроенная женщина мучилась воспоминаниями эх синечка ты мой родной как же ты не уберег себя я без тебя деток не могу беречь доченьку манечку в прошлом годе в мерзлую землю закопала не сберегла я ее давила в себе рыдание маришка крошечкой ты я ее оставил и двух лет не прожила детка и кормить нечем работа проклята догляда нету за детками голотошно я задавила манечку о господи ты мой почему ты допустил это а тут и столичком беда стряслась обварился кипятком молец божечка ты мой божечка как теперь оздоровить яга мучаюсь сама мучая деток и яга оглянувшись назад она увидела что сыновья недавно бежавшие рядом изрядно отстали от нее чего это я задумалась ходим детки ходим приостановилась она устали мы мамка недалече уж потерпите голодные усталые ребятишки подошли к ней они уже не спеша похрустели снегом дальше маришка никак не могла выбросить из головы тот день когда произошла трагедия с ее младшим сыном за три дня до нового года она поздно пришла с работы с ночной смены домой во первых смена закончилась почти в восемь утра во вторых домой топать никак не меньше часа и шли на уступки в ночную смену ставили редко но она часто просилась в ночную сама отдохнув часок два после ночной она могла что-то сделать дома днем и дров заготовить и постирать за ребятишками приглядеть накормить как-то тот день придя с работы она первым делом кинулась топить печь изба за ночь выстудилась ребятишки вставать не спешили баловались в постели хотя старший всегда вставая затапливал ее сам она боялась пожара и не настаивала чтобы печь топили дети но потом привыкла да и дети были понимающими рано взрослели из-за голодной жизни ребятишки терпево ждали пока мать варила овсяный кисель в избе стало теплее ребятишки вылезли из постели оделись и толкая друг друга умывались у рукомойника мать вылила в алюминиевую чашку кисель разрезав кусок хлеба на три равные части положила на стол три деревянных ложки съедайтесь не дать детки кисель горячий дуйте то личико не обижайте а ты мам а я я на работе с не дала и маришка взяв ведра пошла к речушке за водой ребятишки хихик или отщипывали крошки хлеба отправляли в рот посасывая их наслаждались лодка на правах старшего заявил о ровну хотите кисель лопать хотим хотим взялись за ложки младшие тогда берите ложки и загораживайте в чашке свою часть сколько сколько ты хочешь тот сузил глаза примериваясь и воткнул ложку в середину жидкого киселя чашки а ты только а я вот столько хочу и он поставил ложку еще дальше середины чашки ого мне совсем мало осталось с напускной обидой сказал володька ну ладно пока горячо ешьте потихоньку хлеб и держите свою дольку киселя перемигиваясь и хихика колька столькой жевали хлеб и закатывались хохоти наблюдая как володька спешно дул на кисели жадно глотал его на его носу выступили капельки пота вернувшуюся с водой мать ребятня увлеченная каждый своим делом не заметила поставив ведра маришка удивленно наблюдал эту картину колик толичек а вы почему не снедайте а мы потом своей доли сидим сейчас вовка свою долю съест ой взвизгнул колька ой пол чашки слопал и трясца твоей матери дрожащими руками маришка сдергивала с гвоздя полотенца мигом оценив обстановку волоска сграбастал свой кусочек хлеба и юркнул под кровать оставшиеся за столом братья молча принялись хлебать кисель которого по оценке колькина двоих осталось меньше чем слопал вовка маришка суетясь и ругаясь заглядывала под кровать пытаясь извлечь оттуда нашкодившего сына но не тут то было маришка разрыдалась и ткнулась на кровать божечка божечка ты мой как мне дальше жить чем кормить детей на чугунной печурке стояла два чугунка с водой один ведерный другой поменьше ведерном чугуне варился щелок просеянная березовая зола кипятившаяся в воде потом с полчаса отстаивалась и пожалуйста слегка мыльная вода годилась как для мытья головы так и для стирки одежды дров у печку положение слух у сонно произнесла мать и отвернувшись к стенке заснула неспокойным тяжелым сном выждав еще минуту другую вовка вылез из-под кровати поглядев на мать подошел к братьям сидевшим еще за столом которые пальцами вылизывали чашку от киселя вытащив из кармана свой кусок хлеба вовка разделил его на три части и поколебавшись немного один сунул себе в рот а два положил на стол перед братьями за вас мне попало дурачи они могли уследить за своей долей зашипел он и тихонько дал обоим по подзатыльнику братьев тянув головы в плечи не опечалились а засунув за щеку по неожиданной удачи за улыбались важно оглядев у их он подошел к печурке и ощериваясь от жара подложил туда несколько поленьев поглядывая на спящую мать он поманил как на кольку кататься на санках пойдем а мамка она спит а только его дежурным оставим он любит дежурить снегиря пообещаем и валенок у него нет давай охотно согласился колька и стал одеваться спросил готовый вот-вот разревется только дурак снегиря от тебя хотим поймать ни у кого нет а у тебя будет хочешь да да запрыгал пацаненок тогда дежурь дома ты старший если что вон ухвату печки ты сильный любого фрица завалишь матери не мешай пусть после смены отдыхает может даже на столе сидеть и смотреть как мы катаемся чтоб поймать снегиря хорошо да да пацаны оделись и тихонько вышли в сене взяв самки они не пошли под окнами на виду только пошли другой стороной где уже гомонила ребятня на горке только походил по избе выискивая что-нибудь интересное но не нашел посидел он и на столе пытаясь разглядеть братьев среди катающиеся пацан вы не разглядел наверное к лесу пошли за снегирями решил он чего-то долго ловят устав сидеть без дела он слез со стола и его взгляд уперся в ухват который мать выхватывала чугунки из русской печки только взял ухват и попробовал кинуться с ним на воображаемого врага это был шестилетний гошка милиционера сын который часто обижал его трудновато но получилось тяжеловат был ухват вообще-то им чугунки таскают а рассуждал про себя пацан и взяв ухват на перевес он решительно подошел к печурке в маленьком чугунки вода еще не кипела так как на лета была недавно а в большом уже пузырилась и пенился потом подняв над головой ухват стал водить им по пузырям интересно зрел лопались и появлялись снова руки мальчонки устали он захотел поднять ухват чтобы вытащить его из чугунка но ухват все тяжелело и неожиданно стал тонуть в щелки мамка заругает подумал растерянный пацаны сквозь слезы и нестерпимый жар от печки он потянул его на себя уже не поднимая вверх ухват своими рогами надежно закрепился засуженную горловину чугуна и выполняя правила рычага стал медленно наклоняться в сторону пацана только буквально повис от испуга на ухвате чем довершил дело чугуна прокидывая слегка плеснул жидкости на печку повалил вонючий пар потом окончательно прокинувшись широким ребром на печку он словно выплюнул пол ведра щелковистого кипятка на пацана остальную часть жидкости плескал на огненную печь душераздирающий детский крик пружиной подбросил маришку с кровати вонючий пар и дым от воды навели ее на мысль что в доме пожар схватив с пола недавно принесенное ведро воды она машинально плеснула его в сторону печки часть воды попала на катающегося на полу мальчонку а часть на печь которая зарыгнулась паром как в бане от пара в избе ничего не было видно только отчаянно кричал пацан мать на ощупь нашла его и спотыкаясь об ухват выскочила с ним на мороз пацан корчился и дергался от боли людей ратуйте пожар кричала маришка осыпая снегом тело сына на удивление стал затихать открыл глаза и всхлипывая спросил мама ухват такой тяжелый маленький ты еще сонок и большеньким станешь и ухват легче станет за скрипел снег его двор без верхней одежды засеменила высоко них а чё стряслось маришка ой бядя бядя баб маня детенок обворился пожар у нас бабка живо протрусила в раскрытой сене избу оттуда еще валил пар поведя носом там также живо выскочила вытаскивай мальца а то простудится нет пожара щелок на печку опрокинулся вытаскивай мальца а то простудишь раздевай легкой простынкой прикрой я щас гусину жиру принесу смажем маришка схватила сына и от снега понесла его в избу мальчонка метался стучал зубами кричал ай больно пришла бабка высоко них и на удивление быстро и легко смазала ошпаренные места тела в основном это были ноги и живот хорошо что он был без обудки а то холодец бы получился в больницу его надо госпиталь там теперь там помогут баб маню он же дотронуться до себя не дает нынче нынче одевать его нельзя обернем в простыню закутаем в одеяло и шубу к саночкам привяжем и с богом остальная армия где катаются поди я ж с ночной уснула проспала зарыдала маришка всего полчаса поспала ничего ничего милая давай-ка собираться будем полдень уже будь не близкий печка уже обсохла пар из избы вышел но запах был сырой банный в синях послышались какие-то шорохи и голоса потом затихли явились старшие братья но почуяв что-то неладное заходить не решились маришка металась по избе собирая нужные вещи в дорогу только закатив глаза и лозил головой по подушке мычал бабка высоко них отчитала молитву стоя на коленях перед кроватью окрестилась и изредка касалась рукой его лба перекрещивая его очевидно дверь закрыта была неплотной ребятишки в синях сообразили что в доме беда и к ней наверняка причастны они дружно заревев они начали потихоньку открывать дверь но в избу не заходили вернулись не слухи увидала маришка сыновей зареванных и сопливых главное они были в мокрых одеждах от катания от кувыркания по сугробам петлю меня загнать хотите вон поглядите спалили детенка мам мы больше не будем бей нас мам не надо умирать а только вылечи мы его любим огорошенная мать сгребла детей в охапку и опустившись на пол зарыдала вместе с ними чего мне с вами делать качалась она из стороны в сторону положив мокрое полотенце на голову только бабка дручанно наблюдала эту сцену немного успокоившись ребятишки стали раздеваться мать помогла развешивать для просушки одежду и вдруг неожиданно средний колька возвестил вам есть хочу видишь дура я картоху не успела сварить потерпи а сейчас толечка надо в госпиталь вести вовик то должен был бы помочь вести до одежда мокрая застынет вон берите картошку нарезайте пластинками да как на печке вот и поджаривайте покуляна топится ой щелки вся печка то она горячая не вымоешь нельзя жарить но захныкал колька ариша не печалься щас я картошечку принесу только что сварила на улицу вот сливать вышла и твой крик слыхала где чугунок бросил и не помню кабы собаки не сожрали бабань ты чё давай бегом за картошкой или я сбегаю заверещал колька ладно ладно армейцы принесу щас и бабка вышла военному она называла мальчишек из-за того что они все были помешаны на военных играх вскоре она пришла на уже одета и с полной чашкой вареной картошки и с валенками подмышкой но чё вояки будете еще ко мне в огород лазить за горохом не 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 будем поспешил заверить колька глядя широко открытыми глазами на картошку ешьте-ка и бабка поставила ее на стол вот что соседка эти валенки этому герою она ткнула на вовку носки и портянки одел и пошел сняв фуфайку она также отдала ее вовке и она маловато а тебе под паяшем и будет как у христа за пазухой штаны подсохнут к тому времени как малыш проснется но мы с тобой коль кто-то останемся домовничать порядок и наводить картошки наварим баба маня кинулась целовать ее маришка чем я отплачивать тебе буду и соседка моя горемычная и так горе свалилось на тебя больше чем нужно вскоре они запеленали мальчонку в теплой одеждой вынесли на саночки молодька подпоясаны как мужичок сзади палкой подталкивал санки еще перед началом поездки мальчонка проснулся и простонал а госпиталь это страшно не милый там помогут а бабка добавила ты ж солдат а там лечат солдат который с войны тогда поехали в госпитале усатый военный доктор расспросил как все это произошло и чем мазали похвалил маришу молодцы что сразу приехали но ты брат как танкист раненый обгорел ошпарился терпишь а мне почти не больно скривился пацан помажем обезболивающее поставим но к сожалению положить ребенка на стационарное лечение не сможем мест нет на полу и на койках по двое раненых лежат нет нет замахал руками мать и на этом спасибо дома дома будем лечить возить будем орал повизжал только когда ему делали уколы мазали какой-то мазью бинтовали живот и ноги потом затих посасывая витаминку которую дал доктор и широко смотрел на пятна крови сквозь бинты у солдат лежащих в коридоре через два дня надо привозить если хочешь чтоб герой выздоровел хорошо буду тысячу раз спасибо поклонилась доктору маришка не надо кланяться твой то на фронте а под москвой сорок втором похоронка опустив глаза ответила маришка прости положил он руку на ее плечо он один кивнул на пацана трое было четверо не сберегла до закашлялся доктор борисов кликнул он проходящего санитара слушаю товарищ майор и вот что тут у нас танкист раненый поступил кормить его кивнул он на малыша ему полагается за геройство живы на кухне полный котелок густой каши с крышкой котелок и три ложки но сам пойми на весь танковый расчет ну и хлеб какой там получится вытянув шею володька прислушивался к разговору заметив его доктор спросил старший старшенький закивала головой женщина солдат санитар принес котелок и что-то завернутое в бумагу он передай тому командиру расчета санитар подошел к волоске и стал отдавать все это ему полоска не брал стадлива отнекивался причем дружок товарищ майор приказала приказа надо выполнять мы тут есть не можем чтоб котелок вернуть и ложки у нас дома еще колька и баб маня а не нужно возвращать у каждого солдата всегда должен быть свой котелок и ложка поблагодарив вовка взял котелок и кулек его распирала радость вот это мало что их назвали танкистами так далее еще настоящий солдатской кашей котелок ни у кого из его друзей такого не было везя брата с матерью на очередную перевязку вовка гордо подталкивал палкой самки на поясе у него болтался зеленого цвета настоящий солдатский котелок знатоки избежавших рядом пацанов утверждали настоящий трофейный с фронта так ведь и медаль только могут дать он наш парень и обгорелый как танкист пацаны знали все военные пацаны росшие без отцов многие из которых уже и погибли этот день как раз был предновогодний и вовка еле тащил полный котелок каши и какие-то консервы в свертке мам давай как-нибудь к тольки привяжем рассыплется ведь сейчас все не выдержал он хоть только ныл и охал но дома за обе щеки уплетал принесенные из госпиталя да и с работы выделили кое-какие продукты тольки выделили новые валенки радости было выше головы так как одевать их было ему нельзя из-за ран он часами любовался ими одевая на руки первый день рождества доктор бегло осмотрел малыша и быстро ушел переложив дальнейшую процедуру перевязки на чернявого фельдшера или у фельдшера не было той чуткости к больным особенно к детям или только не взлюбил его но перевязка прошла с диким детским криком до судорог маришка видела как с мест где были оторваны присохшие бинты выступила кровь и когда она заметила что не надо торопиться мол дайте я отмочу бинты фельдшер буркнул все согласно инструкции смазывая раны и бинтуя их он не обращал внимания на крики пацана быстро наложил повязки сунул маришке в руки баночку смазью бинт и жидкость бутылочки если что сами сможете ну вот еще про запас и добавил баночку и два бинта рожащими руками маришка быстро рассовывала все по карманам спасибо спасибо бесперестанно твердила на не попадет вам не попадет устало ответил он на фронт мать уезжаем разинула рот она как на фронт война мать война а сюда и нам теперь когда так сегодня 7 января давай десятого до десятого за три денька у него должны подсохнуть раны ты милый прости меня не люба на тебе глянула я ничего мать ничего доктор тоже уезжает не доктор останется без него здесь толку не будет только прошу тебя денька три не тревожь его сына у него убили танкист сгорел боже ты мой присела на корточки от помутнения в голове маришка пошатываясь она вынесла сына в коридор и в прихожую где ожидал ее вовка с болтающимся котелком у пояса она не помнила как укутала малыша в одежды и привязала к санкам но все натыкалось взглядом на вовкин котелок который он готов был отдать любому санитару для наполнения но те почему-то не обращали на них никакого внимания в голове как молотком стучало танкиста убили сгорел всю дорогу они молчали с вовкой и только дома рассказывая об этом бабмане она дала волю слеза какой он человек доктор сына убили а и он чужих должен лечить спасать аж почернел весь мрачный вовка помыл несколько штук картошин положил их в котелок залил водой поставил варить на чугунную печку сынок картоха вареная вон в чугунке есть солдатский сварю мам докторского сына помянем танкиста мать покачала головой залилась слезами на работу она выходила через день соседка приглядывал за детьми и вот уже восьмого по селу поползли тревожные слухи на станцию комарчагу привезли не один эшелон предателей который хуже бандитов что теперь надо держать ухо востро так как они будут определены на жительство в манском районе а уж вы их шалинском всех быстрее потому что рядом расстреливать их надо ерились люди лишь ты наши мужья и сыны головы сложили этих мордоворотов на жительство к нам о чем думают власти ты погоди шибко то не ори осаживали крикунов еще надо узнать да увидеть что да как то за властей самому загреметь недолго вот 10 числа как и было сказано фельдшером маришка с сыновьями рано утром подходила к госпиталю какая-то тревога закралась в ее душу и уже почти перед госпиталем она нерешительно остановилась вовик они заблукали мы чё мам в англии госпиталь а костров там на коле напалили подходя они увидели множество людей у костров и так без костров сидящих и лежащих прямо на снегу в каких-то чудных расшитых шубах и меховых шапочках в разной одежде женщин и детей в рванье цыгане мам цыгане зашептал вовка колька уцепился за фуфайку матери нет деточки это не цыгане а кто не знаю люди были темнолицые широкоскулые узкоглазые говор не русский непонятный у многих лица почерневшие мам а чё они на снегу лежат им не холодно наверное им уже все равно двор госпиталя также был забит людьми до отказа у выхода в корпус где обычно перевязывали толика стоял часовой с автоматом и никого туда не пускал переполнена входа нет нам на перевязку к доктору сынок ошпаренный просилась маришка всем на перевязку все обожжены маришка с ужасом подумала что ей не пробиться сквозь эту толпу что-то случилось ее сыном заниматься никто не будет уже совсем рассвело кто эти люди обратилась она к солдату предатели калмыки как женщина освободите дорогу сейчас будут выносить мертвых не мешать и вдруг она увидела растрепанную молодую калмычку которая подходила к ним качая на руках сверток из мешковины и улыбаясь что-то приговаривала чего я наговорит начисто забыв русский язык спросила маришку стоящей рядом старухи не виновата я говорит сплюнула старуха кровью на снег мама пойдем отсюда почти в голос заныли ребятишки от уличек мам не пустят нас сюда здесь страшно давай отсюда женщина пока тиф не подхватила ой божечки ты мой ходим детки отсюда убаюканной дорогой только ничего не видел и не слышал и когда дома братья рассказали ему про страшных предателей калмыков он философски рассуждал хорошо что их навезли в госпиталь зато бинты с меня не срывали а мать обмачивала ему бинты желтой жидкостью и благодарила фельдшера что он ей дал мази и бинты впрок и молилась своему божечке чтобы ян спас яга на войне с этого дня жизнь в райцентре забурлила резко увеличилось население калмыки заполнили все пустые избы сарае маломальски пригодные для житья даже с дырявыми крышами резко увеличилось воровство не калмыками под их марку вылезло разное жилье а указывали все на калмыков запрет варьё быка или корову прирежет а требуху калмыкам отдаст или возле жилья бросит калмыкии махан варят радуются а тут милиция нагрянет хватает кого захотят и один бог знал куда их увозили никто их больше не видел раньше неделями костенела на морозе выстиранное белье пока не высыхало и нет ничего приятнее запахов в русской избе как запах свежевыпеченного хлеба и занесенного с мороза высохшего белья но запахом хлеба в войну и после нее приходилось встречаться редко обидно но и запахами промороженного белья приходилось прощаться из-за варья сушили дома в те годы повальная вшивость частично уничтожалось именно сушкой белья на морозе что доступно было для всех в разных местах неожиданно обнаруживались трупы калмыков бродивших поисках пищи местные жители были недовольны если вначале относились к ним враждебно то через некоторое время разобрались что произошла страшная ошибка из-за которой им и местным коренным жителям сибири стало жить хуже работоспособные калмыцкие женщины и подростки еще на станции были разобраны посланцами из колхозов и леспромхозов и увезены на работу тем повезло больше труду не привыкать хотя он был адский на эти люди были как-то обеспечены жильем и пищей они числились в рабочих списках с них спрашивали за них отвечали а безродные непригодные к труду дети старики и старухи оказались никому не нужны и в этой мешанине они просто не существовали хотя и были живыми вот и заботились они о себе сами как могли и гибли без учета без фамилий небольшими кучками они ходили по селу от двора к двору и молча стояли под избами пока хозяева не догадывались подать что-нибудь съестное если такое у них было у самих чаще они уходили ни с чем и в заколках улиц находили мертвых старух и детей нквдшники сбились с ног увозя на черных воронках трупы куда неизвестно потом стали просто обязывать приехавших на лошадиных повозках возчиков в райцентр по разным делам увозить и расселять спецпереселенцев свою деревню черные воронки отлавливали бродячей кучи беспризорных калмыков и возили в соседние деревни выгружать усельсовета примерно год понадобился районным властям чтобы хоть как-то определить калмыков спихнуть с глаз давай концу войны стали привозить на поселение латышей и литовцев те приезжали красномордые здравые с большими запасами продуктов что интересно среди них было много мужиков и они приезжали с семьями чинно раскланиваясь с местными но где были мужики у калмыков расстреляны погибли на войне определены в спец зоны оказалось это и другое и третье но оказалось больше всего в спец зонах так сказать на великих стройках концу войны в шалинском появилось несколько солдат калмыков что удивительно с наградами вот вздыхали бабы предатели не предатели оживы а наши головы сложили за что за родину за сталина подсказывали всю душ ныряв шинка выдашники в штатском маришка тоже горестно вздыхала что они сеней совершили большую ошибку переехав в райцентр перед самой войной жили они громадной семьей у родителей семена у троих старших братьев были дети бурлила семья тятенька с маменькой управлялись да и неженатые братовья и сестры подрастали все работали и были при деле на финскую сенью угодил но целостался с орденом пришел да еще и старшим сержантом ну и понравился он военкому затаскали его военкомат давай молодежь призывной обучать будешь а ведь до шалинского 45 километров и пешком приходилось топать переезжай в райцентр жилье дадим совесть и уговаривал военком когда отец громадного семейства узнал что его семен кузнец наипервейшей марки собирается уезжать в шалинской не стерпел схватил со стены ременные вожжи потрясая ими петушком забегал вокруг него эх стервец ты доморощенный я тебя уеду я тебя делюсь широкоплечий крепыш семен хмурился косясь на хихикующих братьев и сестру забравшихся на русскую печку и наблюдающих за сценой 5 ну стыдно же тихо выдавил семен а ехать все равно надо ух колыхалась на лавке рыхлая тучная бабка она жена старика артем романович охолонись причитала она я вам не слухи дед гневно уставился на старуху будет вам неожиданно вышла из-за занавески пышно-волосая шестнадцатилетняя красавица катька единственная сестра семерых братьев григорьевых почти в голос выдохнули четверо невесток в том числе и маришка старик уже заносил в сторону руку с вожжами чтобы ударить сына но дочка ласково улыбаясь и глядя на отца спросила дядь а ты чё и вправду меня за ваньку полоумного сосватать хочешь и катька ловким движением вынула из рук отца вожжи и кинула на лавку ты чё моя милая ты у меня свет в окошке мать ваньку в дом не пущать приказал он бабки анне а то я его вожжами перетяну и он рассеянно посмотрел на руки и засмеялся засмеялись и все обитатели избы на столе уже пыхтел самовар и невестки елой носились от печки к столу расставляя еду и посуду с утра завтра пусть едут дети наши посидим по-людски чаю попьем поговорим семён подхватил сухонького старика и закружил по избе остепенись я вот те сейчас накладу слабо сопротивлялся старик хохотала ребятня вытирали слезы невестки и бабка анна потом долго пили чай с пирогами замолкали когда что-нибудь говорил дед обучать молодежь будешь шибко ты не расслабляй маришку не забежать дробненькая она трое вон орлов доглядывать надо да и на сносях четвертым те ну разве я могу обидеть и послушай-ка пока еще ей среди нового люда не шибко ладно будет говор то нашего сибирского нет маришка ты мне есть чё телеграмму стукни я мигом соберусь погляну как он тебя и внуков моих содержит тать ну ты чё да вот чё родительское слово исполняй буду тать буду а то то рано утром вел семён под узцы лошадь с телегой в которой была наложена утварь и поклажа на узлах сидела сонная тройка ребятишек маришка вытирая слезы ладошкой все глядела назад на избу где прожила семь лет у широких ворот стояла тряся сия свекровь помахивая рукой прижимая платок глазам а у столба стоял свекор молча смотря им вслед в маришкиной голове застряли слова свекрови которая сквозь слезы говорила милые вы мои дети доведется ли нам свидеться не довелось умерла бабка анна не выдержав горя всех семерых сыновей забрали на фронт и двух старших внуков погибли пятеро пошел добровольцем и дед артём удалой охотник был белку в глаз стрелял не взяли старый горевала сынах а внуки а бабки да и сам слег навечно рядом с ней не знала еще этого маришка шагая в окружении старших невесток но сердцем чувствовала ой как чувствовала иди что-то будет страшно и точно приехали они в шалинское определили их маленькую избенку временно погоди и хором тебя подберу со временем лопал семяна по плечо военком молодец и блудливым глазом поглядывал на маришку весь вечер устраивались устали до смерти а утром услышали какие-то крики маришка выскочил во двор и услыхала страшное слово война внимание говорит москва передаем важное правительственное сообщение граждане и гражданки советского союза сегодня в четыре часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы советского союза началась великая отечественной война советского народа против немецко-фашистских захватчиков наше дело правое враг будет разбит победа будет за нами она обомлела и прислонилась к крыльцу подошедший семён крепко обнял ее и прижал к себе а за забором стояла их соседка бабка лысакониха которая скорбно смотрела на них и повторяла война детки война это было утро 22 июня 1941 года глава 3 а через три дня срочно сформированный полк из старослужащих бойцов бодро шагал на станцию комарчага для погрузки воинский эшелон был там и семён и после короткого обучения в красноярске с одной винтовкой на пятерых а перед боем получим были брошены быстрыми темпами в москву на самый тяжелый рубеж обороны жесткое направление сибиряки выдержат им хоть огонь хоть мороз везде выстоят все с надеждой смотрели на них плохо вооруженные сибирские полки отчаянно дрались но против танковых полчищ и мотопехоты до зубов вооруженных фашистов выставить было невозможно навечно легли сибиряки заслоняя собой россию и москву среди них геройски погиб и старший сержант семён григорьев 22 января 1942 года так значилось в похоронке извещений которую маришка не смогла ни разу прочитать сама из-за пеленые слезы в глазах похоронку всегда читал старшенький вовка годы лишения тяжелого труда во время войны не сравнить ни с чем люди жили росли дети как-то учились выкарабкался после тяжелых мучительных перевязок и маришкин толичек война облизилась к концу на лицо были видны ее горестные результаты появилось много инвалидов безногих безруких и с изродовными лицами народ уже не обращал внимание на приезжих переселенцев разных национальностей война наделала неразберихи это понимали все она ожесточила людей попасть под страшную статью враг народа мог любой скажи слова не так и загремел о калмыках как-то забыли хотя в этой многонациональной мешанине на глаза не все-таки попадались и уровень их существования был явно ниже всех катька приезжавшая в райцентр за горючим или мукой для респромхоза каждый раз увозила в орешное несколько человек калмыков заставляли нквдшники она смеялась с глаз дал и спихивайте райцентр так сказать зачищался от них окончательно их выселяли из землянок сараев и заставляли переезжать вглубь района каждый раз когда она приезжала в райцентр обязательно останавливалась у маришки на избы заходила проведать ее с ребятишками для них был настоящий праздник во первых она всегда привозила что-нибудь съестное то молока то яиц то орехи то ягоды во вторых ни у кого из пацанов не было такой симпатичной тети трактористки она позволяла набиваться пацанам на тракторные сани сколько бы их ни было сани были летом и зимой и прокатиться на них было делом очень соблазнительным каждый раз по приезду оглядывая крошечную избенку она звала их перевести в орешное покачивала головой маришка отказывалась в очередной раз а вдруг сенечка придеть не катенька пакуль так поживем так армейцы живем ничего вторили есть сыновья а катка обнявшись с маришкой плакали на взрыв убили на фронте и каткиного жениха наплакавшись вдоволь катка отвела взгляд в сторону и известила маленькую то схоронили два дня назад долго приказала всем жить тихо опустилась на кровать маришка божечка ты мой божечка куда теперь нам прислонить свою головушку тихо загласила она сидели девки бабы поплакали и засобирались по своим делам катька поехала с аравой ребятни на нефтебазу маришка на работу сыновья подросли стали серьезнее и хотя старшему было уже десять лет среднему восемь а младшему шесть душа за них все равно болела была последняя военная весна апрель выдался солнечный и уже в середине месяца снегу как не бывало набухающие почки деревьев и кустарников казалось вот-вот лопнуты выбросят клейки морщинистые листочки ребятишки бегали раздеты и босиком к бы концу месяца не заморозила грезь под солнцем на заваленке шамкала бабка лысокониха известие о гибели сына и дочери уже в последние месяцы войны сильно подкосила старуха она согнулась и непрестанно кашляла посылая сухонькими кулачками проклятие гитлеру ребятишки участливо относились к ее горю помогали и приносить сучья на дрова и воду с реки привычно бежали играть за огороды где перед болотом был заброшенный ничейный низенький сарай землянка построена когда-то рабочими артели для заготовки и сушки осоки резучая была эта трава осторожно надо было ее рвать или срезать на особенное ее качество быть годной для побелочных кисти всегда привлекала к ней внимание этот сарай землянка находился как раз за огородом моришки огороженного жердями как-то поздней осенью прошлого года она заметила что из землянки вьется дымок это было вечером а может это и не дым из болота туман близость болота всегда настораживала моришку и угнетала зайдя в избу она глядела мальчишек и спросила жгли костер за болотом землянки не ман там калмыки живут а костер у них всегда горит а чаго жиен и там живут мам кисти из осоки делает корзинки из прутьев плетут живут потонуть юны в проклятом болоте не знамше забеспокоилась моришка не мама не смело по болот ходят особенно эта старуха как я сморщился вовка а минга минга вдруг выпалил он как это ходит заинтересовалась мать а на ноги одевать такие плетеные из прутьев но такие широкие как лыжи идут прутья и осоку режут здорово одна их не калмычка летом пошла без этих лыж и утонула но эти старухи все приходили сидели смотрели трубки курили потом пели чего-то а потом глядим через несколько дней у них костер землянки горит на они плетут корзинки и кисть из осоки вяжут а потом и по болоту ходить стали страшно сначала было ведьмы мы думали черные оборванные они а потом увидели на чем они ходят смеялись а вовка тоже ходил по болоту брал у них эти лыжи высунулся с кровати только предатель кинулся к нему вовка божечка ты мой закрыла рот в испуге маришка утонешь соночек не утону а этому твоему толичеку точно щелбана дам мама а вовка тоже умеет корзинки плести не унимался только а колька уже две выменял на четыре яйца мы три съели одно тебе оставили вон на окошке лежит милые вы мои детки голодуха уж на болото вас загнала прошу христом богом вас не ходите к болоту и кто знает какие эти калмыки как бы худо не накликали милиция затаскает а чё мам милиция милиция давно знают что там калмыки живут приедут заберут кисти и корзинки покричат сунут какую-то бумажку и уедут а чё вы и накричат а нельзя здесь жить не положено спекуляцию разводите ну старухи соглашаются выйдут из землянки сядут в сторонке и ждут пока не уедут милиция уедет они опять назад приходят за кисти за корзинки они хоть картошки или чё нить выименюют а так у них все отберут вы бедные люди вырвалось у маришки ходим к ним отнесем ген картошин хоть пять не мама не сегодня хорошо выменили картошку и лук нас даже угощали опять выкрикнул только и вы ели не заразно мам это такие же люди а картошка печеная в костре у всех одинаковые маришка чем-то думая осматривала избу а спят они на чем холодно ведь ударе спят на сене травы надергали насушили вот спят она нашла старенькую дерюгу смотала в комок и глядя на ребятишек сказала ходим отнесем им пошли давно было бы надо им дать чего-нибудь из тряпья да все боялся тебе сказать что заругаешь они старухи хитрые стали наплетут корзинки истинно вяжут и на болоте в кустах спрячут когда надо отнесут обменяют милиция приедет а у них землянки ничего нет поругаются и уедут маришка с ребятишками пошла через огород к землянке кто-то вижу тропинка через огород прям к землянке ведет часто тут бывайте бываем 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 затраторили мальчишки вовка снял верхнюю жердину из изгороди для матери подойдя к землянке они увидели небольшой костер над которым висело помятое закопченное ведро с деревянной крышкой в задней стенке виднелись очертания полулежащих людей вход землянку наполовину от низа был завешан мешковиной минга байса миндоть несколько раз произнес вовка полог зашевелился и откинулся с одной стороны и показалось небольшого росточка сухонькая старуха в меховой шапочке с трубкой во рту вечер был лунный и она под слеповато щурясь оглядывала пришельцев а-а-а лучисто засветилось лицо старухи миндоть здрасьта вовика и ты че пальцем в каждого пацана она перечисляла колика толика потом ткнула в себя трубкой вынутой из без зуба ворота засмеялась ха хе 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 ребятишки тоже радостно засмеялись потом старуха указала на маришку ага это наша мама мама маришка выпалила старуха и все весело засмеялись откуда она меня знает знает — Нет, рассказывал, — ответил Вовка. — А ты по-ихнему понимаешь? — спросила мать. — Немного понимаю. — А ничего это? — настороженно спросила она. — Мам, ты за это не переживай. Минга, а чё бойса не идёт сюда? — Бойса, пух-пух. И старуха закрыла глаза и запухала впавшими щеками. — Спит? — осведомился Вовка. — Сопит, сопит, — закивала Минга. Пацаны дружно засмеялись. Маришка протянула ей свёрнутую дерюгу, сказала. — Спать холодно, укроешься. Старуха вопросительно посмотрела на Вовку. — Бери, бери! — кивнул он. Старуха сунула трубку в рот и, прижав свёрток к груди, наклонилась. Сказал что-то по-калмыцки. — Чего она говорит? — обратилась Маришка к сыну. — Благодарит за подарок. — Какой же это подарок, бедные люди? Маришка с жалостью смотрела на старуху, потом тронула её за плечо. — Мои детки, Коля и Ктоличек, ещё маленькие. И она показала на ребятишка на болото. — Утонуть могут. Посмотри за ними. Болото, буль-буль. И Маришка прижала руки к вискам. — Бичке, буль-буль. — Толика, Колика, Вовика, бичке. Гладила она Маришку по локтю. Потом выхватила из кучки пруд и пригрозила пацанам. — Бичке, буль-буль. Те живо отскочили от неё, удивлённо смеялись и сразу засобирались домой. — Нельзя тонуть, — говорит она, — переводил Вовка. — Поди ж ты, совсем не русские, такие же жалостливые, — удивлялась Маришка. — Ну, пойдём до дому, до свидания. И она помахала рукой. Последним пошёл Вовка. — Здравствуй, свидание, — махала в ответ старуха. До самых больших снегов жили старухи в землянке. Маришка часто приносила им то супа, то щей, хоть без мяса. Потом к большим морозам землянка опустела. Говорили, что приходил участковый и сильно ругался, узнав, что старухи прятали в болотные кустарники свои изделия и выгнал их из землянки. Маришка загрустила, — где ж зимуют бедные старухи? Морозы-то страшные. А может, померли уж где? — Не-е-е, — утверждали пацаны. — Они дюжны, отсиживаются где-нибудь в кочегарке в тепле. — Ну и слава бы божечке, — крестилась Маринка. — Свои-то матери старухи померли, нет у вас бабушек. А старые люди в избе — польза большая, особенно для деток малых. Это как икона в переднем углу у христиан в избе, как без хозяина, дом сирота. Влажнели глаза у Маришки. Будут живы бабки эти, ей-богу, пущу их на следующую зиму к себе, места всем хватит. — Ну ты, мам, даешь, они же эти, как их, не христи, да и черные, грязные. — Эх, детки мои милые, заставь вас по собачьей жить, али на цепь привяжи. Не ток мы грязные будете, как это под себя будете. — А Роска у нас чистая, она никогда даже во дворе у нас не какает. — Роска-то у нас хорошая собачка, на свободе она у нас, детки. — Так и старухи свободные, куда хоть отходят, спорили пацаны. — Нет, милые мои, не свободные они. Малые вы еще не понимаете, а грязные они. Отмыть их в баньке, одеть в хорошую одежду, бабы еще красавицами будут. — Ой, бабки-красавицы, смеялись ребятишки. — А мне нравится, как они трубки курят. Вырасту, большую трубку себе куплю и буду курить. Пых-пых. — Как паровоз, пых, теть, дурачился только. — Я с теть Катей ездил в Комарчагу, там много паровозов видел, и калмыков тоже много, и даже девчонок их них. — Да, бедуют, и их дети, за какие грехи, не понимаю. Маришка налаживала постель и укладывала ребятишек спать, грустно покачивая головой. Последняя военная зима, голодная, с сильными морозами, уже не казалась такой страшной, как предыдущая. Успешные действия наших солдат на фронтах Великой Отечественной, несмотря на сильные потери, грели душу людей, что их сыновья и отцы гибнут не зря, и что их тяжелый тыловой труд приносит ощутимые результаты. Война облизилась к концу, и даже рвущие душу рыдания матерей и жен, получивших похоронки о гибели близких, переносились легче. Люди понимали, во имя чего идет многолетняя смертная война. Во имя мирной будущей жизни. А главное, понимали, с кем воевали. С оголтелым врагом, зараженным коричневой чумой. Его надо было уничтожить. Уничтожали. Погибали сами во имя оставшихся в живых. Пришедшая весна обновила души и сознание людей, что еще немножко, еще чуть-чуть дотерпеть и войне конец. Неутешное горе, свалившееся от войны почти в каждую семью, неожиданно осветилось ласковым ярким солнцем апреля 1945 года. Отрогревая замерзшие осиротелые души за долгое время войны, солнце в волю питало теплом, искореженную взрывами и морозами землю. И благодарная земля, вбирая в себя тепло, отсветила вселенной, тут же старалась выбросить на всеобщее обозрение зеленые побеги растений, цвета, мира и жизни. И первым таковым испокон веков бывают подснежники и черемша. Подснежник – радость для души и глаза, черемша – пища для живота. Еще маленькие побеги черемши и этого природного гибрида лука с чесноком, чуть побольше длины пальца, толщиной уже почти с карандаш. Неожиданно несколько пучков оказались у Маришки на крыльце. Пока их нюхали и пробовали на вкус, гадая, откуда взялось это добро, с дальнего конца огорода услышали смешливые голоса старух. Они стояли у забора, покуривая трубки, наблюдали за пацанами и изредка покрикивали. «Эй, Маришка, Вовика, Колика, Толика, живы бабки! Почти хором закричали пацаны и кинулись бежать к ним по еще не совсем просохшему после снега огороду. Маришка пришла с ночной смены, увидела детей, разговаривающих с калмычками и очень обрадовалась. «Слава Божечки, Йоны живы!» Она отрезала два кусочка хлеба, примерно по спичечному коробку каждый, и пошла к ним. Сыновья увидели ее, кинулись навстречу. Ну, у каждого в руке был зажат пучок черемши, которую они аппетитно жевали. «Мам, мам!» — наперебой кричали пацаны. «Минга и бойца живы! Черемши нам принесли!» «А я им хлебцы немножко дам!» «Конечно, да, и они добрые!» «Ну, здравствуйте!» «А мы уж думали, не свидимся!» Обняла Маришка каждую старуху. «Живы?» «Живой, живой маленько!» Смеялась Минга. «По-русски говорить научились!» «О, слава богу!» Перекрестилась Маришка, а старухи вынули трубки изо рта, положили их в карманы и, сложив руки лодочкой, поднесли их к колбу. И что-то тихо запели по-своему. «Мам, это они по-своему молятся!» — сказал Колька. Старухи помолились, покланились в разные стороны и, получив от Маришки по кусочку хлеба, стали медленно посасывать отщипнутые крошки. Они что-то бормотали и кланились. «Не надо кланяться!» — расстроенно шептала Маришка. «Божечка, слава тебе, что сохранил их! Спасибо вам за черемшу!» И Маришка указала на пучки в руках у сыновей. «А, черемш много в болот!» И бойца махнула туда рукой. «А вы не боитесь ходить туда? Там утонуть можно!» «Минга, нельзя, боль-боль!» И, поманив Маришку, они откинули полок землянки. Оттуда пахнуло тепло ум от порогоревшего костра. В углу спала молодая женщина, калмычка, в фуфайке и в ватных штанах. Ноги ее были обмотаны какими-то тряпками. Рядом с ней также крепко спало еще двое детей, лет по шесть-семь. Очевидно, одна была девочка, судя по выбившейся косичке из-под шапки. «Эй, Сканск, Сканск, шал!» — шептала Минга. «Свой мужик отец-мать ищет. Тут манская». И она от нехватки слов повела вокруг рукой. «Милиция нельзя, хорошо?» И старухи сложили руки лодочкой и вопросительно замотали головами. «Хорошо, хорошо, мы не скажем». Во дворе вдруг яростно залаяла собачонка, и все повернулись к избе, от которой по огороду шли двое. Один в милицейской форме, другой в штатском. Моришка в ужасе прикрыла рот ладошкой, потом быстро приказала ребятишкам. «А ну быстро утекайте от сюль!» Повторять не пришлось. Ребятишки побежали вокруг огорода. Старухи рухнули на колени и, сложив руки, к голове шептали молитвы. Мордатый в штатском сходу напустился на Моришку. «За укрывательство преступников! Знаешь, че будет?» «Не знаю!» Смело глядя ему в глаза, ответила Моришка. «А вот статья за номером!» И он полез в кожаный планшет. «Не трудись, любезный, а то я тебе тоже покажу бумажку за номером, какая оставила меня без мужа, а их без батьки!» И она ткнула на своих сыновей, оставшихся невдалеке. Мордатый смешался и что-то невнятно промычал. «Гражданка Григорьева, я давно предупреждал ваших детей, чтобы они не водились со спецпереселенцами, которым не разрешено здесь бывать и заниматься запрещенным промыслом». «А ты им хлебные карточки дал?» Кивнула она на старуху. «Это не в моей компетенции», — закипятился участковый. «Пусть идут в райсовет!» «Мои хатуль гонят!» «Вот и лезут, бедные люди, по болоту за Черемшуа или еще зачем!» Милиционер перешагнул изгородь и заглянув в землянку, поманил к себе штатского. Тот, вертя головой, оглядел землянку и буркнул. «Ориентировки они?» «Тогда забирай», — развел руками участковый. «Гражданка, понятой будете», — приказал он Маришке. «А никем мне не буду! Никого я тут очки не видела!» Огрызнулся она и пошла по городу к избе. А участковый устал махнул рукой. «А ну ее! Слышь, они живые-то! Че лежат-то, не двигаются?» «Спят?» «Шли ведь в основном ночью!» «Сейчас шевельнем!» Участковый взял палку и осторожно стал дотрагиваться ею до ступней женщины. Она не реагировала. «Эй вы, болотные жители!» Обратился он к молящимся старухам. Старухи невозмутимо продолжали молиться. «Слушай, может, бросим все это, а?» «Установили, где она, и ладно, сделай отписку!» «Нельзя!» «Зарегистрирована она в Канском районе, обязана жить там!» «Это вот эти болотные шушеры!» «Указал он на старуху!» «Пока никуда не привязаны!» «Вот и шастают, где хотят!» «А что с этой делать?» «А что делать с ней?» «Проще, если бы она была мертвая!» «Протокол составил бы, да и все!» «Та беглянка!» «Да и сейчас с детьми ему уже ей подавай!» «Морда калмыцкая!» «Заспанное лицо она ответила на чистейшем русском!» «Пожалуйста, можно потише и повежливее?» «Детей разбудите!» «Вот те на!» «Переглянулись стражи порядка!» «Путешествие закончено!» «Пора назад!» «Побыстрее собирайтесь!» «Никуда я не пойду!» «До тех пор, пока не узнаю, где мой муж и отец с матерью!» «Я знаю, они где-то в Манском районе!» «Меня почему-то затолкали в Каннский район!» «Районы по названию созвучны!» «Кто-то из ваших ослов все перепутал, а мы должны страдать?» «Это кто осел!» «Ощерился штатский!» «А возможно и вы!» «Неужели трудно посмотреть картотеку и ответить мне, где мои родственники?» «Буду тогда спокойно жить и работать!» «Обращаться куда надо о соединении семьи!» «Обезоруженный мордатый молчал!» «Потом, налившись краской, зашипел!» «Отделение пойдем, там и получим сведения, а у меня ничего нет!» «Давай вставай, буди своих щенят, и по-хорошему пошли!» «Вон машина стоит!» «Не пойдешь сейчас, солдат, подыму отнесут и швырнут воронок!» «Разговорилась Мэри!» «Прошу повежливее!» «Дети мои тоже понимают русскую речь, иначе я постараюсь, чтобы вам было не очень хорошо!» «Ну что, стерба узкоглазая, ну выметайся отсюда, по-хорошему прошу!» Участковый подталкивал локтем штатского уговариваю. «Да не кипятись, успокойся, сейчас вытянем ее оттуда, а землянку разрушим. Вон взвод с полевых учений идет, у каждого по лопате. Пять минут сравняют с землей. «Ну что, гражданка по спецпереселению, как там?» «Сенгеляева!» «Добровольно пойдешь, аль понесут!» «Тогда подальше на север затолкают!» «Будьте вы прокляты!» Разрыдалась женщина и стала будить детей. Вскоре заспанные, испуганные малыши шли с матерью, цепляясь за ее фухайку, а мать еле переставляла обмороженные ноги, замотанные разным тряпьем. Стражи порядка шли впереди, изредка останавливаясь и поджидая идущих за ними женщину с детьми и плачущих старух, которые гладили по головам малышей. Вся процессия шла по тропинке вокруг огорода Моришки, которая вышла из избы с узелком и пошла к ним по огороду наперерез. Сунув узелок молодой матери, она, не скрывая слез, сказала, «Терпи, милая, и береги детей, накорми их, чего могу дать». «Спасибо, женщина, а я думаю, за эти наши беды когда-нибудь кто-то ответит». «Не разговаривай!» — рявкнул мордатый. «Божечка ты мой, да ты по-русски говоришь лучше меня! Сохрани вас, Господи!» — крестила она удаляющихся калмыков. Апрель прошел незаметно, солнечный, ласковый. Не сбылись опасения бабки Лосоконихи, заморозков не было. Люди занимались огородами, готовясь к посадке картошки и разной мелочи. Огороды копались не как попало, а с большим вниманием. Оставшиеся картошины в земле после осенней уборки тщательно выкапывались, промывались, сушились и растирались в кашицу. Картошка-то была мороженая и на воздухе растертая вмиг чернела, но крахмал в ней оставался. Вот из этого черного месива и пекли оладьи. Хорошо, если у кого-то было что добавить, чуточку жира, яйцо или молока, но в основном пекли так, без всего. Вот эти сизо-черные оладьи и были весенней пищей с черемшой. Спасали от холода. Запахи мерзлой гниющей картошки были, конечно, не из приятных. Калмыки очень быстро и хорошо освоили добычу мерзлой картошки на огородах и прилегающих полях колхоза. Буквально каждый из них ходил с заплеченным мешком, с тяпкой или с обыкновенным загнутым железным прутом на манер к черги. Разгребая землю, они искали картошины, из которых потом лепили разные колобки и пекли оладьи. Люди выживали как могли. Перед самым первым мая к Маришке пришла старшая невестка Мавра. Старший брат Семена, Николай, также погиб в 42-м под Москвой. Вскоре пришла похоронка и на их грешуху, старшего сына. Так бедная Мавра в один год потеряла мужа и сына. Остался младшенький, Федюха, за которого она дрожала, как осенний лист. Как бы его не взяли на фронт. Не взяли. Малбал. Уставшая женщина с котомкой за плечами облокотилась о забор огорода и наблюдала, как Маришка с детьми возилась в огороде. Они собирали прошлогоднюю ботву, дергали бурьян и сжигали на костре. Густой дым валил то в одну, то в другую сторону. Ребятня кричала, смеялась, подбрасывая в костер все новые охапки сухой ботвы. Глядываясь уже в который раз, Маришка наконец узнала родственницу. Сплеснув руками, она закричала, «Божечка ты мой, Мавруша приехала! Дети, гости дорогая у нас из Орешного!» Ребятишки мигом побежали к забору. Старшие пацаны хорошо знали и помнили тетю Мавру. Один только сторонился и искоса поглядывал на нее. Но когда она стала уже в избе развязывать котомку и вытаскивать оттуда съестные подарки, и он был тут как тут. На радостях женщины смеялись и плакали, вспоминали, как жили вместе. Жили умершую свекровь бабушку Анну. Ребятишки вовсю плетали принесенные гостей лепешки, макали их в варенье из черники. Лучшего кушания не было на свете. «И скажу тебе, Мариша, без утайки. Остались мы совсем сиротами. Тятю на прошлой неделе схоронили. Умер ваш дедушка Артем. Не выдержал горя. Велел перед смертью тятя тебе, Мариша, детей беречь. Просил внуков сберегите, фамилию сохраните». Маришка сидела на лавке, качалась из стороны в сторону, сжав виски ладонями и обливаясь слезами, тихо повторяла. «Божечка ты мой, чем же мы прогневали тебя?» Потом Мавра достала из котомки четвертинку водки, которая была наполнена лишь наполовину и поставила на стол. «Вот, вспоминального стола специально тебе и оставили. Давай стопки». «Ой, Маврушка, нету у нас водкружки. Давай кружки». Мавра осторожно налила в них немного водки и на донышке оставила чуть-чуть в бутылке, заткнув ее корочкой хлеба. Взяв в руки кружки, бабы словно по команде перекрестились, заливаясь слезами. Маришка смотрела на Мавру, та, тяжело вздохнув, сказала. «Помянем помершего тятю нашего Артема Романовича, маму нашу Анну Егоровну, сыновей их сгибших на войне, мужей наших Николая, Семена, братьев их Илью и Петра. Сыночка, малого грешутку родненького». Захлебываясь и стуча зубами по алюминиевой кружке, она все-таки выпила содержимое ее. Зажмурившись, выпила и Маришка. И было непонятно, что бежало у нее по щекам и по подбородку. Слезы или водка? С разинутыми ртами, подсиневшими черничным вареньем, смотрели на них пацаны, готовые сорваться на рев. Только скривился и заревел, и зарылся в материн подол. Долго в этот вечер велись разговоры. Польши горестные и уже без слез. Ребятишки, сморенные сытой едой, заснули первыми. А женщины, накинув пуфайки на плечи, долго сидели на крыльце, вспоминая прошлую жизнь в большой семье до войны. Кляня тяжелую военную настоящую жизнь, тревожить за будущее послевоенное. Все разрушено, мужей нет, как жить, как детей растить. Катерину-то нашу медалькой наградили за ударный труд. День и ночь на тракторе девка не надорвалась бы. Какие где грузы везти? Катька! В лесосеках лес везти? Катька! Калмыков, наверное, с полтыщи перевезла она. Вот какая доля выпала девке за погибших братьев ворочать в лесу, горюнилась Мавра. Степу с Володей увидим ли живыми? Тревожилась Маришка за младших мужниных братьев. Пишут ли когда? Нет, молчат, может и вернутся. Санечка младший, прошлой-то зимой, когда забирали его на фронт, из колонны прям выскочил, к нам забежал, всех ребятишек перецеловал и бегом пустился догонять своих. Ну, Сашка-то, может, и уцелеет. На восток его взяли, там войны нет. Задумчиво вздохнула Мавра. Зря вы тогда уехали, отделились. Может, Маша жива была бы. Вместе все-таки. Ох, не знаю. Ну что, пойдем-ка спать. Мне ведь завтра еще до свету надо выйти. Сорок пять километров отшлепать пешком. К вечеру дойду. На работу надо, сама знаешь. За прогулу можно и отсидку схлопотать. Ох, Маврушка, хоть и горе, я такая радая, что ты пришла. Сто пудов с души свалилась. Обнимала ее Маришка. Когда теперь свидимся? Свидимся. Даст Бог живу Боди. А ты, вижу, совсем научилась по-нашему говорить. Помучься всему, научься. Среди разных людей работаю. Все Сенечку жду, надеюсь. А я жду Николая и Гришу. Не верится мне, что больше не увижу. Ох, горе ты, горькая. Может, придут еще, а? Не пришли мужики. Легли навечно. И 9 мая победа. Сколько народу вывалило на улицу. Обнимались, плакали, пели, плясали. Центральная площадь у парка в райцентре бурлила. Играл духовой оркестр. Невообразимая давка у буфетов, где, вопреки продуктовой карточной системе, за деньги можно было купить кое-что съестное. Больше, конечно, водку. Звеня орденами и медалями, вне очереди шли инвалиды. Кто без рук, кто без ног, а кто и с руками, и ногами, да еле держался на костылях с развороченной грудью и животом. А те, кто завершили эту кровавую победоносную войну, еще были там, на последних рубежах. И домой еще придут не скоро. А здесь уцелевшие фронтовики, подвыпив на радостях за победу, пьяно осознав свое горькое положение, сначала тихо поскрипев зубами, потом все громче и громче выясняли отношения с сытой тыловой крысой, или с блудливой женой, не сдержавшей верность. Пластались в клочья рубахи, горохом сыпались с гимнастерок пуговицы, хряско влипали масластые кулаки в свороченные носы, поплевывались зубы. Победа! Она всегда доставалась через боль и кровь, через искалеченные судьбы, через смерть. И не приведи Господь в те дни празднования Дня Победы, даже через несколько лет после войны, встретиться искалеченному, подвыпившему фронтовику с так называемыми спецпереселенцами, многие из которых носили этот ярлык неизвестно за что. А некоторые из них заслуживали большего наказания, да отсиделись за спинами невинных страдальцев. А побывавший в пекле войны коллега без разбор укрыл матом, определяя всех в предателей. Маришка с ребятишками также была на площади. После громких речей руководства района, под духовой оркестром многочисленной гармошки, на площади и в парке началась повальная гулянка. К буфетам было не добраться, да и лишних денег не было. А ребятишки ныли. «Мам, купи че-нибудь!» Волоська сколько и шныряли в толпе, подбегая через некоторое время то с конфеткой, то с пирожками. «Вон, там дядька с медалями задаром нас угостил!» «Не воруйте вы, детки!» тревожилась мать. «Мам, ты чего?» Наконец повезло и Тольке. Солдат с костылями без одной ноги держал в руке бумажный кулек и время от времени доставал оттуда конфеты, подушечки и кидал в рот. Мать разговаривала с какой-то теткой, только завороженно смотрел на солдата и удивлялся, как точно солдат швырял в рот конфеты. «Пожует, пожует и проглотит, и снова кинет!» Встретившись взглядом с Толькой, солдат подмигнул ему и поманил пальцем к себе, только отрицательно мотнул головой. Солдат удивленно усмехнулся и поковылял к нему. «Поможешь?» Пацан заговорщически шептал. «Мамка заругает!» «А мы отвернем в сторону, отойдем!» «Давай смелее, я там ни одному уж надоело!» «Как это может надоесть? Они ж вкусные!» Еле ворочал языком пацан, засунув в рот сразу несколько конфет. «Ну, действуй!» И он отдал весь кулек Тольке, который обомлел от радости. Маришка всполошилась, не увидев сына около себя, и растерянно оглядывалась по сторонам. Только перестал жевать и, вылупив глазенки, уставился на мать. Наконец она увидела его и замахала рукой. «Толичик, ходи сюда!» «Ух ты!» — выдохнул солдат. «Это кто?» «Мамка моя!» «Спасивая брата тебя, мать!» «Лучше всех!» — подтвердил пацан. «А где ж ты взял конфеты?» — затревожилась Маришка. «Здравствуйте!» «С праздничком!» — подошел на выручку солдат и протянул ей руку. «Иван, чуть-чуть не царевич!» «Ха-ха-ха!» Засмеялся он. «Здравствуйте!» «С праздником!» — смутилась Маришка, но руку подала. «Вот с другом фронтовой паек уничтожаем. Ничего?» «Можно!» — засмеялась Маришка. «Тут подбежали Вовка сколько и увидев брата. И такое богатство в руках!» «Опустились на него!» «Только они честно! Делиться надо!» «Мои сыночки!» «Отец-то не дождался дня победы!» «Еще в сорок втором похоронка пришла!» «Люди-то дожили, а Йен нет!» «А может, где в госпитале лечится?» Глаза Маришки наполнились слезами. «Все случается, все случается!» «Торопливо ответил солдат!» «Ты не из Орешного, случайно?» «А туль!» «А теперь здесь живу, работаю!» «Он она что! Семена жена!» «Да, Семена Артемича! Это его детки!» «Вот она что!» «Протянул Иван, потирая лоб и отдуваясь!» «Слухай, не видал ты его!» «А-а-а! Нет!» «Как-то странно протянул он бледнее лицом!» «Зашатался на своих костылях!» «Тобе плохо!» «Забеспокоилась Маришка!» «Жизнь мне спас твой Семен под Ржевом!» «Вместе воевали!» «Слухай, милый солдатик! Расскажи, как же Йен?» «Прости, мать, ничего не знаю!» «Помнил я пока в сознании был, когда тащил он меня из-под обстрела!» «Ногу вот оторвало!» «Крови много потерял!» «Очнулся уж в госпитале!» «А про него больше ничего не знаю!» «Потом госпиталь эвакуировали на Урал в Челябинск!» «Где только не лежал!» «Энтузия корежит!» «К ноге-то уж привык!» «Ну как же ты ничего не знаешь про него, а?» «Корила она солдата!» «Может, не хочешь че сказать?» «Да прости ты, мать, ничего не знаю!» «Хотел его семью разыскать!» «И вот тебе на, встретились!» «Шо ж ты такой ничего не расскажешь!» «Рыдала Маришка, дергая его за костыли!» «Дядь, а папка наш смелый был!» «Дливо глядел на него Вовка!» «Смелый дружок, смелый!» «Из пулемета до последнего патрона строчил!» «Потом меня еще сумел вытащить!» «Хотя раненый сам был!» «Варил я тебе, что папка наш смертью храбрых погиб!» «Даже в похоронке так написано!» «А ты не веришь!» «Доказывал Вовка какому-то пацану, готовый сразиться с ним, толкая его плечом!» «Сгиб, значит, мой сенечка!» «А ты не хочешь сказать!» «Ты-то живой!» Рыдал Маришка, прижимая к себе младших сыновей. «Прости, мать ей-богу, ничего не знаю!» И заскрипев зубами, замотав головой, он медленно ушел в толпу. «Ты че, мамка, зачем кричал на дяденьку? Он мне конфет дал, и, видишь, у него даже одной ноги нет!» «Ой, горе мое, горе!» Рыдала Маришка. «Глубенький, вы еще ничего не понимаете!» «Ну ладно, успокойся, хватит!» Подошла к ней соседка по работе. «У меня тоже двое сироток осталось, почти вместе похоронки получили!» «Жить надо, детей растить!» «А ну пошли концерт смотреть!» «А чего рты разинули, доблестные армейцы?» «Вон очередь стоит, булочки детям бесплатно дают!» «Там вон и мои девочки, разыщите их, и к ним, к ним в очередь!» «Манка, кончай плакать, праздник же!» И мальчишки умчались к очереди. Матери смотрели им вслед, вытирая слезы. «Мараишка, Маришка, праздника!» Послышалось рядом, поискав глазами, Маришка увидела знакомых старух-калмычек, окруженных подростками-калмычатами, возраста, как ее дети. Тут же стояли и две молодые женщины, держа за руки детей двух-трех лет. «Твои друзья?» Как-то странно посмотрела на нее соседка. «Да, Валя, это я про них рассказывала!» Женщины подошли ближе к кучке калмыков. «С праздником вас!» «Праздника, праздника!» Закланились старухи, калмыцкие дети шептались и внимательно смотрели в одну сторону, часто показывая туда вытянутыми руками. Валентина сообразила первой и весело, властно приказала ребятишкам. А на быстро в очередь старухи в раз закачали головами. «Нельзя!» И затараторили. «Нету, нету!» Валентина переглянулась с Маришкой. «Вы что?» «Можно?» «Давайте быстрее в очередь!» И стали подталкивать ребятишек. Те не смело упирались, оглядывались на своих, потом старухи решительно махнули руками, и калмыцкие детвора, путаясь в своих немыслимых и рваных одеждах, пустилась бежать в очередь. Следом пошли и Валентина с Маришкой. «Выгонят их, вот посмотришь, вон литовцы-греки, хохлы стоят, хоть бы что, а этих выгонят». И точно. Не успели калмычата добежать до хвоста в очереди, как несколько крайних пацанов обернулись к ним с возгласами «Куда?» Калмычата остановились, как вкопаны. Рослый литовский пацан из компании растопырил длинные руки и по-клоунски согнувшись, нагло заулыбался. «Добрый день!» «Булочка кушать без вас!» И победоносно оглядывался, ища поддержки в очереди. Куча литовских пацанов радостно гоготала. «Вон, зырь!» «Калмычат в очереди литовцы не пускают». В очереди произошло движение. Из середины очереди вышли несколько местных пацанов, среди них был и Вовка, и пошли в хвост в очереди, в раз засунув руки в карманы штанов. Белобрысый пацан, чуть выше ростом Вовки, в надвинутой кепке на самые глаза боком подошел к литовскому пацану, свыкнул сквозь зубы на землю и небрежно спросил. «В рывах, аж марда!» «Ты уже третий раз со своей равой становишься в очередь!» «Не, я, пожалуйста!» Залепетал литовец. «Мы просто стоим». «Но тогда и не мешать другим». «Точно!» «Загалдели остальные». «Налопались уже, другим не дают». Куча литовских пацанов тут же исчезла в толпе. Белобрысый сдвинул кепку на затылок, пацаны как по команде вынули руки из карманов и побежали в очередь на свои места. Белобрысый пацан важно оглядел калмычат и весело покрикивал. «Давай, давай, смелее подходи!» Калмычата повеселели и также кучкой пристроились к хвосту очереди. Довольный Вовка, заглядывая ему в глаза, хихикал. «А то куда там?» «Лабазди нас!» И они оба убежали к пацанам, которые уже неторопливо им кричали. «Давай, очередь подходит!» Счастливые ребятишки, получив по румяной булочке, оглядывали ее со всех сторон, нюхали. «Вот это вкуснятина!» Девчонки Валентины подошли к ней и протянули ей свои булки. «Мама, на!» «Да ешьте! Это вам! Праздник же!» Девчонки, отщипнув по кусочку, остальное сунули матери и убежали. Вовка, сколько держа свои булочки на виду, что-то разбирались с младшим Толькой, который, слушая их, жадно вгрызался в булочку. Ребятишки оглядывались на мать, дергали брата за рубаху, но тот спешно поедал праздничное угощение. Видя бесполезность своих увечеваний, братья, наконец, отстали от него и подошли к матери. «Мам, вот мы получили, а только сожрал свою булку!» «Да ян же еще маленький, ешьте и вы!» Потупив глаза, мальчишки протягивали ей свои булки. Маришка, отщипнув по крошке от каждой булочки, сунула себе в рот, вкусно зачмокала. «А это ешьте сами, праздник все дни!» Довольные сыновья куснули по доброму куску. Старший Вовка отломил половину булки и сунул в карман. И тут прибежали девчонки Валентины. «Все, булочки кончились, калмычатам не хватило!» «Дожечка ты мой, и тут бедным людям не повезло!» Куча калмычат возвращалась к своим, как с похоронной процессии. Они сгрудились вокруг одного своего счастливчика, который прижал к груди последнюю булочку, которой закончилась бесплатная раздача. Ребятишки что-то галдели, нюхали аромат булочки, младшие терли глаза и ныли. «Гын-гын, як-як!» Первым среагировал Вовка. Он вынул из кармана свою половинку, оглядел ее со всех сторон и, отломив кусочек, протянул калмычонку. Тот глядел на него и не брал. Тогда он снял с него шапочку, положил туда свой кусочек и, с вызовом оглядывая пацанов, жующих булки, громко сказал. «О, камыл слабо!» Ребятишки нехотя отламывали по кусочку и бросали в шапку. Отломила и Валентина от каждой булочки и тоже бросила в шапку. Вокруг калмычат образовалась целая толпа из ребятишек и взрослых. Скоро шапочка была полна булочных кусочков. Глаза калмычат светились радостью, и они пошли к старухам, где высыпали кусочки в подол юбки Минги и разделили поровну, посасывая лакомство. А Минга, усевшись на землю и растопырив по сторонам свою юбку, восседала, как квочка с цыплятами. И кричала. «А Раишка, хан Женав, праздника, победа!» А Валентина с Маришкой и еще несколько женщин смотрели в их сторону и рассуждали. «Ну, мы мучаемся. Убивала наших на войне. Живем-то хоть дома. А их-то за что на такие мучения? Сколько их померло? Ну, какие из них предатели? Старухи да дети. Нет, бабы, тут что-то не то. Но натворили дел. Женщины, не омрачайте праздник победы ненужными разговорами». Неожиданно вынырнула перед ними прилизанная личность в пиджаке и галстуке. «А ну, пошел отсюда! Наши мужики головы сложили ради этой победы, а ты сытый да гладкий, будешь тут вынюхивать, да учить нас, о чем говорить!» Зашумели и остальные бабы и двинулись в его сторону. Личность в галстуке смутилась, замахала руками. «Женщины, я с праздником хотел вас поздравить! Иди-иди, поздравить хотел! Праздник этот, горе и слезы наши!» Личности как не бывало. «Ну что, бабы, жить будем! Жить! Детей растить!» Глава четвертая Отгремели победные салюты, охрипли от громких речей высокие руководители, приходили в себя оглохшие музыканты духовых оркестров от непрерывной игры. Продолжились будни, люди подсчитывали потери, внимательно и с ужасом оглядывали искореженную войной землю, разрушенные города и села. Продолжали работать, жить. Кончилась война, но военный маховик продолжал крутиться, не ослабляя ритма. Также в военном режиме работали все военные и гражданские объекты. Также работая, выбивались люди из сил. Такая же была голодуха. Также каждый день в шесть утра из репродукторов на площадях, а у кого радио было и дома, начинался словами известного на весь мир диктора Левитана. «Внимание! Говорит Москва!» И лилась душераздирающая песня. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Песня скоро прекратилась, а тяжелая жизнь осталась. И эшелоны, катившиеся раньше на запад на кровавую войну с Германией, покатили в обратную сторону, на восток. Готовилась война с Японией. А люди продолжили гибнуть от заминированных полей, от широкомасштабного мародерства, порожденного войной. В лесах Закарпатья засели недобитые банды эсэсовцев и бендеровцев. По всему Союзу гуляла малолетняя шпана, которую надо было укоротить и обезвредить. У населения с полей сражений осталось очень много огнестрельного оружия. Война кончилась, но война продолжалась. Официальный конец войны ничем не облегчил жизни бездоленных сирот, вдов и матерей, потерявших своих кормильцев. На фоне счастливчиков, не понесших урона от войны, душевные муки были еще сильнее. Психика у людей не выдерживала. Глядя на своих сыновей, которые по своему детскому возрасту не понимали всей сущности беды, которую принесла их семье война, Маришка все чаще и чаще плакала. Дети быстрее забывают боль и приспосабливаются к любым условиям жизни. Маришка видела несправедливость на работе, хотя утверждалось, что по закону все равны. Нет, не равны. Кому война, а кому мать родна. Работая на хлебзаводе, на подкате вагонеток с дровами для печей, которые круглые сутки не переставая топились, она видела, как уходили мешки с хлебом налево. Как с вагонов разгружалась мука, и тоже мешки уплывали в сторону. Ведь хлебзавод, поставщик сухарей на фронт, охранялся так, что мыши проскочить было негде. Кругом автоматчики. Сколько пересадили за решетку народу за украденный с голодухи кусок хлеба. За булку хлеба пять лет тюрьмы. Многое видела она. Знала, а знающих либо высоко поднимают, либо с землей равняют. Огромные штабеля метровых поленьев и чурок нема выселись во дворе завода, призывая молчать работников. Кто-то молчал, кто-то нет. И как-то ночью вдруг заполыхал пожар внутри цеха на складе дров. А за забором патронный цех. Не открой кран цистерны с водой, высунувшейся над дровами. Быть большой беде. Взлетит все на воздух. Уже обожженная дотянулась моришка до крана. Открыла. Но сама оказалась подрухнувшим штабелем дров. Патронный цех остался невредим, как и штабель дров, залитый водой. Сгорел хлебный цех, и люди, отдыхавшие тут же на часок-другой. Говорят, что скрыть следы преступлений умеют лучше всего вода и огонь. Точно. Десятки обожженных и сгоревших людей не смогли помочь следствию. Огонь и вода скрыли следы преступления. Может, и смогла бы помочь следствию моришка. Да в недолгий срок ее жизни, отпущенной после трагедии, она была без сознания. И лишь в редкие минутные проблески сознания сквозь боль она в первую очередь справлялась о детях, и больше о младшеньком. «Божечка, помоги ему, ведь ян же такой малый еще». Она наглухо забыла русскую речь и, впадая в беспамятство, выкрикивала по-белорусски свои суждения по поводу пожара на хлебзаводе. Дежуривший в ее палате следователь, как ни напрягался, ничего не смог понять. Он поощрительно поглаживал по плечу шестилетнего Тольку, который ждал обеда. «Мамка, все равно ист не будет». И часто тормошил его. «Ну, переведи, дружок, что она сказала?» Только вслушивался в бредовую речь матери, широко открытыми глазами смотрел на следователя, который не выдерживал его взгляда и лез в карман за конфеткой. Получив конфетку, пацан долго разворачивал ее и заключал. «Муки и хлеба много там воровали, морды какие-то». «Ну, Толя, яснее. Конкретней надо. Кто?» «Она не говорит. Может, потом скажет. Может, и я потом скажу». Загадочно отвечал пацан, откровенно поглядывая на карман сыщика. Вовка с Колькой на контакт с сыщиком не шли. Забегали редко, мотаясь по базарам со шпаной, добывая себе кормежку, как могли. В начале июня, когда цветала черемуха, моришки не стало. Раснувшись поздно утром, только, как обычно, не обнаруживал дома своих старших братьев, как и не обнаруживал ничего съестного на столе и в чугунках. Взъерошенный и неумытый он долго плелся к госпиталю, к матери. По пути гонял чужих собак и кошек. От более яростных собак приходилось обходить по более дальним дорогам. Видеть что-то незнакомое, на что тоже уходило немало времени. Да и мало ли каких дел может быть в такой длинной дороге у шестилетнего любопытного пацана. Перед входом в палату его встретила пожилая медсестра и сказала, что к матери пока нельзя. Не пряча от него глаза, повела в какую-то подсобку, зашептав. — Пойдем-ка, я накормлю тебя, двойную порцию каши дам, хочешь? — Конечно, вот если б маслицем полить, здорово был бы. Шепеля вил он без передних зубов. — Полью, полью, милый, а наверх не ходи. Сегодня главный врач сердитый. Увидит, уши надерет и пообедать не даст. А маму, может, вечером сегодня, может, завтра утром привезут домой. Так что сейчас покушаешь и иди домой. Братьям скажи, старшему, чтоб пришел, хорошо? А я тебе хлебца на завтра дам, чтоб ты зря сюда не ходил. И медсестра вытащила два хороших пласта белого хлеба. Ух ты, отсевной, белый, как в праздник! Восторгался пацан и усердно работал ложкой. Медсестра закашлялась и вышла в коридор. Пообедав, он сунул хлеб за пазуху и размышляя, где же он найдет старших братьев, побрел назад. Братьев он не нашел и домой попал поздно вечером и удивился. У их двора была привязана лошадь с телегой, и во дворе были какие-то люди. Некоторых он знал, они работали на хлебозаводе вместе с матерью. Только смело зашел в избу, и первое, что он увидел, на столе лежало два кирпича хлеба. «У меня тоже есть», — радостно заявил он. «Отсевной белый, а тут черный». И, доставая из-за пазухи общипанные пласты хлеба, осекся, увидев на лавке лежащую мать с заостренным лицом. «А чего она такая неживая?» Вдруг скривился он, и мухи по ней ползают. Заревел пацан и выскочил на улицу. Из избы неслись рыдания женщин. Ночевать дома только побоялся и забрался на сеновал к бабке Лосоконихи. Туда же пришли братья, объявив, что будут охранять Тольку. Выспавшись, ребятишки вернулись домой, и тут обнаружилось, что из Орешнего родня пришла. Тетка Мавра, узнав о беде. «Ей, чером поздно сообщили, спасибо людям, так сразу и наладилась к вам пешей. Вот орешков кедровых принесла, да пяток яичек. А Катерину-то не удалось разыскать, далеко в лесосеке на тракторе работает. Ох, жалковать-то будет!» Любила она Маришку. «Господи, как же теперь будет-то?» «Жить будем!» — повторяя материные слова, сурово заявил Вовка. «Да-да», — горестно качало головой Мавра. «А дядя ваш, старший Николай, и брательник сродной Гришуха так и не вернулись. Остались с отцом вашим в чужой земле». В обед на той же лошади и той же телеге привезли гроб. Хромой мужик распоряжался похоронами. Усадил ребятишек на телегу и рассказывал бабам, что кому делать. Володька заорт тачился, на телегу не сел и, одев синюю отцовскую косоворотку, которая ему чуть не допят, подпоясался ремешком и молча шел держать за телегу. На вопрос тетки Мавры, зачем он надел рубаху отца, он вразумительно ответил. «Пусть мамка думает, что ее и папка провожает». Бабы молча кивали головами. На кладбище Тольку пришлось вытаскивать из могилы, куда он спрыгнул, ревел и не соглашался, чтобы засыпали гроб с матерью и землей. Когда закончилось погребение, обессиленных пацанов усадили на телегу, чтобы отвезти домой. К ребятишкам подошел следователь и, протягивая им по конфетке, тихо спросил. «Сказала вам что-нибудь перед смертью, мама?» Старший отрицательно качнули головами, а только ощерился, как маленький зверек, и завизжал. «Сказала мне, да тебе не скажу! Пожалел тогда конфетку, а я ее мамке хотел дать! Может, она жива была бы! А теперь твои конфеты не нужны!» Сыщик смутился, а бабы участливо посоветовали ему. «Не вовремя вы, оставьте детей в покое!» «Да-да, извините!» И он пошел в сторону. Ребятишки тихо сидели на телеге, изредка всхлипывая, плакать уже не было сил. Они безучастно ждали и смотрели, как бабы и хромой мужик доравнивали бугорок над могилой. Укрепляли крест. Из-за кустов и соседних могил показалась кучка людей с обилием цветов, подснежников и черемуховых веток. «Мараишка! Мараишка!» Твердила одна женщина, и пацаны признали в ней старуху Мингу с большой охапкой черемухи. Была здесь и Айса, и еще какие-то женщины-калмычки. «Хорошая, хорошая Мараишка! Ой, ях-ях!» Заохали, запричитали старухи, положили цветы рядом с могилой и, присев на корточки, приложили сложенные лодочкой руки к колбу. Что-то тихонько жалостливо запели. Все присутствующие торопели и внимательно смотрели на них. Вот ведь как, нехристи, а цветов догадались нарвать. Они что, знали Маришку? «Они у нас за огородом живут. Мамка их иногда супом угощала, от милиции спасала!» Хмурый ответил Вовка. «Видишь, люди помнят добро!» Заключил хромой мужик. Калмычки очень обрадовались, когда их цветы рассыпали по бугорку могилы. «Сипаси, сипаси, ханженов, ханженов, Маришка!» Низко кланялись они могиле. «Погодите, не уходите!» Сказал им хромой мужик и засунул руку в сумку, привязанную к передку телеги. Достал полкирпича хлеба. «Лад, помяните покойную Маришку!» «Не надо, не надо!» Замахали руками старухи, прикладывая руки к колбу и сердцу. «Они не побираться пришли!» Рассерженно сказал Вовка. «Они уважают мамку!» «Ойте, стойте!» Замахал руками хромой. Он отломил кусочек хлеба от куска, сунул его в рот и, перекрестившись, поклонился могиле. Старухи догадались, что от них хотят. Они также отламывали кусочки хлеба, клали в рот, приставляли руки к колбу, кланились в могиле шепча. «Сэн, сэн, Маришка!» И отходили в сторону. «Оставшийся кусок хлеба хромой молча просто сунул в карман старухи. Жаркое солнце, тряская дорога, смерть и похороны матери в конец обессилили пацанов, и они отупелые сонно сидели на телеге, прижавшись друг к другу. Тетка Мавра, прижав их головы к себе, молча обливалась слезами. Подъехав к избе, хромой мужик завел лошадь с телегой под тень черемухи и тихонько сказал «Посиди так, пусть поспят, успокоятся». «Вспоминать-то нечем», — удрученно сказала Мавра. «Ничего», — успокоил ее мужик. «Одну булку хлеба разрежем, сколько тут?» «Человек десять будет, а вторую булку ребятишкам оставим, да себе ломать в дорогу возьмешь». «Че с детьми-то делать?» — качала головой Мавра. «Туда к нам в орешное взять?» «Голодно тоже, лишнего грамма хлеба нет. Картошка в прошлом году не родила, а ныне вон, на огороды толком не посадили, семян нет». «Попробую что-то через правком заводу придумать. Хотя, честно тебе скажу, вот эти две булки хлеба с горем пополам добыл». «Сгорело все начисто, и семей попавших в беду много. Просто не знаю, детдомы переполнены, да и там кормяшки нужны нет». «Что придумать?» — горевал и мужик. «Ничего придумывать не надо, дома будем жить, папку с войны ждать». Привстал Вовка, потирая глаза. «Вон сколько солдат уже вернулись, да и из нашего госпиталя многие разъезжаются, и наш папка тоже раненый был. Говорил же дядя Ваня, который воевал с ним, вылечится и приедет. Мамка-то все ждала его и нам приказала, а то вернется, а нас нету. «Где искать-то будет?» Опешившие взрослые молча поддакивали ему, горестно качая головами. «Да если так, то ладно было бы». Первые дни после похорон соседи заглядывали к ребятишкам, приносили то чашку супа, то три-четыре картошины. Калмыцкие старухи, у которых в землянке были и другие женщины с детьми, снова наладили изготовление корзин. Увидя ребятишек во дворе, они дружно кричали их и звали к себе. «Вовика, Колика, Толика, приходите сюда, есть, есть!» И угощали лепешками из саранок, испеченными на камнях костра. Трудолюбивые старухи весь световой день бродили по болоту, лесам и полям, выискивая пищу. Выкапывали на полях остатки мерзлой картошки. Пошла весной черемша. Выискивались крахмалистые клубни ранней саранки. Пошел и щавель немыслимого, темного цвета лепешки из саранок, мерзлой картошки и разной съедобной зелени выглядели экзотической пищей, испеченной на камнях. Это надо уметь. Угощали калмыцким наваристым чаем жамбой из разных душистых трав. Иногда варили душистый махан, мясной бульон, из требухи или овечьих голов. Тогда по округе разносились аппетитные до одери запахи. Местные бабы завистливо поглядывали в сторону болота, плевались и судачили. Смотри, что из дохлятины варят, а как вкусно пахнет. Взглатывали они слюни. А главное, живые ни черта с ними не делаются. А вон и Мариюшкина, ребята у них ошиваются, тоже едят с ними ничего. А наш чуча не так съели, дрисняр, вот а. А вон Рябков, пацан, чего-то наелся и богу душу отдал. Вот-вот, душу, шамкала бабка лосокониха. Сначала душу калмыцкой пище надо сготовить, тадена на пользу пойдет. Вот к нам старшие пацаны приходят, сусликов и сурков ловят по полям. А шкурят, шкурку сдадут, а тушку на костре подпалят и в котел. А суслики да сурки зернышки грызут, хлебные звери. Вот тебе, Махан, варится, с ума сойдешь, будто из быка только что забитого. Тьфу ты! Плевались бабы. Да крыс скоро дойдет. Встречая Мариюшкиных ребятишек, бабы с отвращением смотрели на них. Не ходите к нашим ребятишкам, дохлятину жрете. Не слушайте их, мальцы, заступалась бабка высокониха. Принимает ваше нутро иху пищу, ешьте. Это от зависти они говорят, ихи-то пацаны при матерях растут, а вам хоть как вырасти надо. А вырастите, в ресторанах обедать будете. Вон, а я слепо вижу, но вижу, как вся ребятня и калмыцкая наша босиком шлепает. А бывки-то нет, ясно дело. А к чему я? А-а-а! Вон, у калмычонков и у Мариюшкиных деток столько цыпок на ногах нету, как у ваших. А у ваших все ноги и руки в корыстах расчесаны. А верно ведь, бабы, мыла-то ни у кого нет, а у тех и подавно. Они поди и не знают, что оно есть на свете. Эй, только поди-ка сюда. Ага, к маньке играть ходить не разрешаешь, а теперь иди сюда. Настороженно огрызнулся пацан, но ближе все-таки подошел. Надержался на расстоянии. Бабы внимательно разглядывали тыльные стороны его рук и ступни ног. Конечно, руки и ноги были достаточно грязные, как и полагается у настоящего пацана, но трещины-корост не было. Так, кое-где царапины, ведь носило его где нужно и не нужно. А между пальцами не чешется? Спросил его соседка, живущая через дорогу. Это твоя манька пусть чешет, у нее чесатка и болячки на губах, выпалил пацан. Я сам к ней ходить не буду. И засунув руки в карманы штанишек на одной лямке, он повернулся и пошел к своему двору. Ах ты, сучонок! Задохнулась от злости маньки на мать. Ишь, говнюк! Ладно тебе, дюська, пацан-то умыл тебя, выдал семейные секреты, смеялись бабы. Если хочешь быстро вылечить маньку, иди к калмычкам. Спроси, чем они мажут руки и ноги пацанам. Маришкинам тоже, видать, мажут. А так, я слышала вроде с сурчиным жиром. Тьфу ты, сплюнула дюська и с навернувшимися слезами на глазах закричала. Сдохну! Крысятину и дохлятину жрать не буду. Дора ты, дюська, вон как у нас у русских. Жить ведь надо, выжить. А я вот пойду к калмычкам, махан попробуем. И бабка лысокониха поковыляла к болоту за моришкин огород, откуда ветерок тянул варившимся мясным бульоном. А бабы, глядя вслед старухи, стали вспоминать, что у калмыков тоже можно кое-чему поучиться. Ведь ничего у них нет, а поди что живут. Вон и по болоту шастают, как у себя дома. Режут там ассоку, лазу для корзинок, собирают клюкву, травы разные до черемшу. Додумались на ноги сплести лыжи решетки. Хотя тоже вначале и засасывала в трясину. А наши дураломы попрут по болоту, или пан, или пропал. А вон лепешки с мерзлой картошки да с саранок. Оказывается, не винись, главное, живой будешь. А ты, дысканно, моришкиных пацанов зря кричишь, что дохлятину жрут. Тебе завидно, что их калмыцким маханом угощают. А махан-то из чего? У шелихи. Бык овцу запорол, кишки выпустил. Ладно. Овечка кровью за ночь и стекла. Дохла она? Нет. Шелиха освежевала с помощью калмычек. Тушу и шкуру забрала себе. Три дорого потом мясо продавала. Я б купила, да денег не было. А требуху голову и ноги калмыкам отдала. Все бегом на речку, кишки прополоскали, выскоблили, мелко нарезали и в котел. Голову и ноги осмолили, выскоблили до желта и тоже в котел. Вот откуда маханы, вкусно тянет, аж слюнь текут. Специально ходил на речку дирюгу полоскать, хотя она чистая была. Наблюдал за ними. А у нас руки в жопе. Жрать хотим, а пошевелиться не никуда, а там кишки обрабатывать. Обблюемся, обворотимся, на форс держим, из графьев мы. Суслики-сурки, да они чище свинью-мо много раз. Свинья любую падаль жрет, во всяком говне роется. Суслик-зернышки, травку, да орешки только ест. Расчистюля, фу, а может и ты на сусликов перешла? Подозрительно отодвинулась от собеседницы Дуська. Перейти не перешла, а мой генка их ловит, с голоду не сдохнет. Хрен я теперь требуху выброшу собакам, а чай ихний калмыцкий от любой простуды годен. Так любой жир, застывший или топленый, есть не будешь рвотно. А в калмыцком чае с разными травмами, солью и молоком, да ж вкусно. Сама пробовала. У них хором почти вскрикнули бабы. Да нет, дома сама варила целую неделю, генку выхаживала. Помнишь, весной чуть не утонул в ледоход? Я за рецептом к калмыкам ходила, таком, чтобы вы, блядя, не узнали. А то ведь заплеете, засудите. А ты, Клавка, сучка порядочная, знала ведь против простуды средства, а не сказала мне. Насупилась на соседку Дуська. Зимой Манька с Витькой целый месяц пластом лежали, думала уж не подыму их. Мне благодарна эта Евдокия, не зря люди говорят. А кто твоих ребятишек мазью на ночь натирал? Ты в ночную, а я к тебе. Все ты нос вратил от этой мази, а ты чем их лечила? Одним поглаживанием да сесюкиванием? Так знай, чаем я их не поила, это верно, выгнула б ты меня. А вот сурчинным жиром и еще там чем-то натирала. И поднялись твои ребятишки. Ты, сурчинным задохнулась Дуська. Да-да, знай. Ох-ох-ох-ох-ох, затряслись смехи бабы. Вот тебе и на, вот тебе и калмыки. А вон у засохиных корову совсем прирезать собирались. Вы ими раздолы, не притронутся. Орал ребятишек, одно спасение было молоко. Все испробовали, не помогает. Корова тащает, ничего не ест. Случайно калмычки проходили мимо или побирались. Услышали рев коровы, ну и предложили свои услуги. По-русски не бенеме, а за два дня вылечили корову. Ты бы догадалась теплую овчину с мазью на вымя коровье положить? Нет, куда и там. Они догадались. А мерли бедные поначалу, как привезли их. Ужас просто. Пустые избы и сарай забивались и замерзали там. А какие выжили весной, выползли черные, как тени. Уж в пустых избах и на отшибах не жили, как не загоняли их туда-обратно. К людям ближе пришли. Вон меня под забором два раза шалаши ставили. Каждый раз то старуха мёртвая оставалась после их ухода, то дитя малое. Кормила оставшихся в живых, чем могла. Шлуху картофельную сырьём ели. Сейчас вон немного обжились, растолкали их по разным местам. А то поставят к забору несколько палаток, накидают сверху травы веток и живут. А дожди-то всё равно мочат. А чё там за шалаш? Что к себе? Солнце тень даёт, да и только. А потом ведь и мы перестали им разрешать жить у своих заборов. Гнали просто-напросто. Боялись, что холеру какую-нибудь от них подцепим. Да и мёртвых у своих дворов никто не хотел видеть. Хранить-то у них сил не было, еле двигались. Ничего, выжили, разбрелись кто куда. Хотя помирает их ещё много. А наши не помирают, заспорили бабы. Помирают, слов нет, но не так. Так, мы дома, не забывай этого. У них ни кола, ни двора. Пожалела. А про своих сирот забыла? Может, из-за них наших мужиков поубивала? Э-э-э, если дура, так дура. Где наши мужики погибли? Под Москвой, то-то. А Калмычня откуда? Из-под Сталинграда. Москва вон где, Сталинград чуть не на юге. Тысячи километров между ними. Вон, Пискарихин Васька под Сталинградом воевал. Живой остался, хоть и дёргает его. Контозил сильно. Спрашиваем мы его про калмыков. Глаза он их там не видел. Тут чё-то накрутили, напутали. Может, какой и был подлец у них. Недаром ведь говорят, в каждом народе есть курва и злодей. У нас сколько хош подлецов. Что теперь? Стариков и детей за решётку садить за них? Нет бабы. Тут чё-то не то. Говорят, уже и мужиков калмыцких видели. Своих разыскивают. Все в медалях говорят. Вот те и калмыки. А на пацана ты доська зря накричала. Чем не накормят его калмычки? Жив ведь? Правду говорит лосокониха. От зависти зубами ляскаем. Мы им ничем не помогаем. Работа проклятая. Свои ребятишки самим жрать нечего. Они, глядишь, и приглядят ещё за ним. Он ведь ещё сопливый. Всё один да один. Старшие братья-то вон, всё где-то болтаются. Не глядят за ним. Да чё уж греха таить. Старших сколь уж раз на базарах ловили. Как бы в колонии не загремели. Связались со взрослым жильём. Вот те и командуют ими. О-хо-хо, горе-то горе. Без хозяина дом-сирота, точно говорят. Сама сколь раз видела, как стемнеет. Какие-то большие парни к ним в избу заходят, несут что-то. Уж Генке своему уши сколь раз драла, чтоб к ним близко не подходил. Жильё, оно и есть жильё. Собьют с понтолыку ребятишек, а в колонию попадут. Ай, это всё. Глава пятая Противоположная часть райцентра, от речушки и болота, вплотную примыкала своими постройками к деревушке. На другом конце этой деревушки находилась колхозная свиноферма. Длинные приземистые сараи свинофермы повветшали за годы войны. Но необходимое по плану поголовье свиней сохранялось, несмотря ни на что. Хотя свиньи стали сплошь беспородными, неухоженными. Руководившая свинофермой дородная женщина особенно следила за поголовьем свиней. Качество её не волновало. Ибо недочёт в количестве в те годы грозил расстрелом. А то, что вместо упитанного полуторацентнерного кабанчика взамен появлялся на ферме горбатый щетинистый поросёнок, вдвое меньше весом, знали немногие. Но молчали. Все работающие на ферме были не без греха. Была возможность утащить с фермы картошку, турнепс, жмы, хотруби. Тяжёлое военное голодное время – это были ценные продукты питания. С полей растаскивали корма для свиней, так что жирку нагулять свиньям особенно было не на чем. Людей наказывали, сажая в тюрьмы. Но голод брал своё. Охранять поля было некому. А вот свиноферма охранялась по ночам вооружённой охраной. Мясо поставлялось на фронт и в расположенный в райцентре госпиталь. С военкоматом была договорённость, и выздоравливающие в госпитале бойцы считали за счастье побыть в ночном дозоре на ферме при оружии. В одну из ночей любители свининки из городского варья задумали уменьшить число поголовья свиней на ферме. Подъехав на телеги, угнанные из соседней деревни, они смело подошли к курившему у забора солдату. Слышь, служивая, а правда у тебя автомат заряженный? Криво усмехаясь спросил щербатый парень с прилизанной чёлкой на лбу, поигрывая финкой. — Какой там заряженный? — Учебный. — Так, дураков пугать. — Приклад со стволом. Весело глянул на них солдат. — Ну так ладно. Ты жди дураков, а нам некогда. И блатная троица смело шагнула в свинарник. — Эй, вы куда? — повернулся к ним солдат. — Ты вот что, заглохни, служивый, а то схлопочешь пулю. И бандит вытащил из-под рубахи пистолет. — Ё-моё, да вы чё, ребят? — развёл руками солдат. Из свинарника послышался визг свиньи. Обладатель пистолета сунул голову за дверь, любопытствуя, как там идут дела, и тут же упал, как подкошенный, сбитый с ног увесистым берёзовым колом. Его пистолет валялся у ног, а он сам корчился, лёжа в проёме двери. Подобрав пистолет, солдат передёрнул его, увидел, что он заряжен, удивился и сунул его к себе за ремень. Из-за пазухи достал автоматный диск, укрепил его на автомате и, взяв за ноги лежащего, оттащил его от двери, которую запер на засов. Сняв с лежащего на земле охающего бандюги ремень, он связал ему сзади руки. Тут же послышался сильный грохот в двери. — Бих, ты чё, сдурел? Открывай дверь, а то свиньи разорвут нас! Орали изнутри. — Ха-ха-ха! Вот и хорошо! Навек запомните дармовую свинину! — загоготал солдат. За дверью творилось невероятное. Лиск свиней. Один особенно истошный. Крики людей, грохот в двери. — Ха-ха-ха! — Яйца, яйца берегите, оторвут! Ха-ха-ха-ха! Весело смеялся солдат, наступив ногой на бандита, пытающегося встать. — Ну ты, сука, служивая, вытащи нас, иначе в куски порежем! Заорали за дверью. — Ха-ха-ха! Ага, сейчас! Солдат весело загоготал и выпустил автоматную очередь в небо. — Это мой учебник боевыми строчит, — добавил он. Как ни странно, в свинарнике все замерло. — Вот так, чтобы сидели тихо-мирно! Уже яростней заорал солдат, дергаясь от перенапряжения и заваливаясь на бок. Связанный бандит в страхе зажмурил глаза. Солдата швыряло по сторонам. Он вставал, падал, но автомат из рук не выпускал. — Пристреле, так, припадок у него! Мелькнуло в голове у бандюги, и, изловчившись, он сбрыкнул ногами и попал каблуком в лицо солдата. Солдат ошеломленно остановился на секунду. Из носа у него хлынула кровь, к нему вернулось сознание. Быстро глянув на бандюгу с задранными вверх ногами, он резко выставил перед собой автомат, держа его за приклад и ствол. Упал на него. — Задавлю, сволочь! Давил он автоматом поперек шеи. — Ха-ха-ха-ха-ха! Ворюга захрипел, засучил ногами. — Погоди, Петь! Убьёшь! Отвечать придётся! Вывернулся из кустов второй солдат, застёгивая на ходу свой галифе, без гимнастёрки в нижней рубахе. Сзади него испуганно выглядывала с растрёпанными волосами девка. Прибежавший солдат был здоровенный детина, но никак не мог оторвать своего товарища от лежащего внизу пришельца. Наконец это ему удалось, и, видя застекленелый взгляд с раскинутыми руками ночного гостя, с каплями крови на лице и шее, он обречённо изрёк. — Ну всё, Петька, попали под трибунал! Почиркав спичками, он внимательно оглядывал лежащего и хлопая его по щекам приговаривал. — Очнись, дура ты эткая! Потом вскочил, метнулся к углу сарая, зачерпнул в свои огромные пригоршни дождевой воды из большущей бочки и вылил на лицо лежащего. Тот захрипел и вдруг чихнул. — Ну то-то! — ободряюще молвил Дитина. — А то вздумал кометь мёртвую ломать. На другом конце сарая вдруг зазвенели стёкла разбитого окна, которые длинными рамами-лентами были устроены почти под крышей свинарника. — Бля, уйдут, а я ногу подвернул! — как-то буднично заявил Петька, успевший раззутся и перематывающий портянки. — О, там ещё! — выдохнул Дитина. — Да двое ещё в свинарник заскочили свиней резать. — Этого-то я уговорил колом по хребту, а тех запер в свинарники. — Выйдут! — вот тогда точно под трибунал. — А стрелял кто? — Да я в воздух пальнул для стресски. — Мать твою за ногу! Не менее, от самого интересного дела оторвал. Ругнулся Дитина и рванул в сторону звеневшего стекла. Петька подгрёб ближе свой автомат и вертел головой, слушая крики и треск ломающихся досок или палок в яростной борьбе у дальнего края свинарника. Он также внимательно поглядывал на лежащего бандюгу, который что-то бормотал. Вдруг из-за изгороди метнулся по кустам сноп света и вскоре послышал сверчание машины. Наконец, пучки света фар нащупали Петьку, одевающего сапог и вдалеке согнутую фигуру с усилием, волочащую что-то по земле каждой рукой. Свет уже не метался, а устойчиво высвечивал всю эту картину. Петька поспешно взял в руки автомат и начал подниматься. — Сидеть! Брось оружие! Безгливо донеслось из кустов. Петька снова сел на автомат и с рук не выпустил. — Стоять! Руки вверх! Зарали где-то на другом конце сарая. — Брось на землю, чего несешь! Солдат Дитина, поймавший двух остальных варюк и не думал выполнять чью-то команду. Сипло дыша, он продолжал тащить свою поклажу, изредка поддавая коленями то одному, то другому бандюге, цеплявшимся за его ноги. Положение их было незавидное. С разбитыми мордами их тащили за шиворот волоком по земле, как щенят. — Стоять! Руки вверх! Стрелять буду! Вновь заорали сзади Дитины. Солдат остановился, повернулся назад и, хрипло дыша, заорал в ответ. — И что, дурак! Подниму руки вверх, они ж убегут! И, поддав коленями направо-налево, вновь потащил свой груз дальше. А Петька спокойно сидел и вел переговоры, не выпуская из рук автомата. — Милиция, говоришь? А покажись на свет, пистолет убери. — Не-е-е, не знаю вас. Не могу сдать оружие пост. — Да вон, одного бандюгу взяли, двоих мой начальник тащит. — Свининки друзья захотели, поранули там, свинюшники, свинью-другую. — Да вот мы тут-то для чего? — Задержали? — Так, стал быть. И, в подтверждение Дитина, шумно дыша и харкаясь, брякнул на землю метрах в двух от Петьки свою поклажу. — Приезжайте, суки, а то каблуком в землю втовчу. И он пошел к бочке с водой, где шумно умылся. При горшнях он принес воды и спокойно сказал. — Умось, Петь, а то весь в крови. Петька одной рукой зачерпывал из его рук, другой крепко держал автомат. Милиционеров, очевидно, было трое-четверо. Одного Петька видел, другие не показывались, прячась в кустах. — На чё, ребят, делать-то будем? Задержанных надо сдавать органам. — Ага, сдай. А вы, может, вместе с ними за свининой приехали? Точно, Гоша? — Всё, может быть. Пахтел Дитина, скручивая руки ремнём второму бандюге. — Вот что, ребят, мы у вас на виду под прицелом. Вы нас можете перестрелять. Но оружие бандитов мы вам не отдадим, пока не привезёте сюда нашего начальника охраны госпиталя. Есть такой капитан Кулагин или возместитель. — Ну-ка, Гоша, трофей. И Петька сунул ему в руки пистолет. У машины в темноте совещались. — Слышь, ребят, пока светло от фар, разложите костёр. Рядом с вами будет светло, вас будет видно, вы будете под прицелом. А наш человек смотается за вашим начальником. — Смотри, варит башка у мусоров. Прошипелявил кто-то из лежащих бандитов. — Ща, Петь, я мигом костёрчик разведу. Гоша метнулся к поленнице и принёс огромную охапку дров. Надрав бересты с поленьев, он умело разжёг костёр, и когда он ярко запылал, машина попятилась назад и уехала. Без света фар стало темнее. Из кустов с разных сторон доносились голоса. — Ребята, мы здесь, не балуйте. Не шалите, вы друзья. Петька из всей дивизии был наипервейший стрелок. Стреляет и на ощупь, и на звук, без промаха. — Своишь, мужики, развяжите руки, свидимся, хорошо заплатим. Нельзя нам к мусорам попадать, вышка будет. — А ты вскочи и бегом, может, они и промажут, мы-то стрелять не будем. Пыхтел самокруткой Гошка. — Да руки связаны, не убежишь. — Стол быть, лежи, не дёргайся. И Гошка деловито подкладывал дров в костёр. — Да жарко! Еллазили по земле ворюги. — Ничего, грейся, на севере холоднее будет. — Успокаивал их Петька. — Слышь, Петя, ну попались мы, ваша взяла. Колыма нам за радость будет. — Об одном прошу, не говори, что дура у меня отнял. — Кого-кого? — Не понял Петька. — Ах, забыл, что ты не по фене. — Ну пушку, пистолет, не говори, что у меня забрал. — Мокрушный он, за мусором числится. Петька озадаченно уставился на Гошку. — Всё очень просто. Каждая вещь должна находиться у хозяина. И Гошка быстро, не церемонии, ссунул пистолет бандюги за воротник рубахи между лопаток. Тот закрутился по земле, змеёй заверещал. — Не надо, вытащи, суки, убьё вас! — Ага, щас. И Гошка так ляпнулся и ручищей по его пояснице, что тот взвыл диким рёвом. — А-а-а-а! По кустам замелькали блики света, и скоро подъехала машина, хорошо высветив обитателей у костра. Из машины вываливалось много людей. Петька кошкой кувыркнулся в тень от костра и скомандовал. — Всем стоять! Капитана Кулагина к костру! Уберите пистолет в кобуру, товарищ капитан! — Ну ты даешь, сынок! Возмутился капитан и стал засовывать пистолет в кобуру. — Вот теперь я узнал вас, товарищ капитан. Не надо убирать пистолет. — Ах ты, сукин сын! Возмутился у ссаты небольшого росточка толстенький капитан. — А вот мы с кем войну выиграли! И растопырив руки, он пошёл к костру. — Где ты, Гусаков? — Да тут я! Совершенно с другой стороны выкатился Петька, и похромовая пошёл к капитана. — Люди-то эти из органов! — осведомился он. — Из органов! Проверил удостоверение, и за подмогой в райотдел милиции позвонили. Вторая машина идёт. — Напарник-то твой жив? — Да тут я! — пробосил Гошка. — А чё они по форме? Где гимнастёрка? — Да жарко! Вон, на кусту висит. — Ммм... — Жив, значит. Ну и ладненько. — Рассказывайте, чё тут у вас стряслось? — Да вон, на охраняемый пост напали, свиней резали, хотели увезти. На чём только не знаем. — А вон, за бугром лошадь с телега в дерево. — Наверное, их транспорт, — сказал капитан. — А при задержании оружие применяли? — Нет. — Одного колом похребтал, а двоих вон Гошка кулаком отходил. — Ну, я в воздух три патрона выпустил. Было. Можно было и не стрелять. Так созерничал. — Вон те, Гусаков, на бандитов патронов жалеет. Сам бы мог погибнуть, это точно. Вон у того за шиворотом полная бойма. — Пистолет? — вытянулся лицом капитан. — Точно, — подтвердил Гошка. — Знаю разведку. Каждая вещь должна быть у своего хозяина. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Засмеялся капитан. — Молодцы, что вот так. И он жестом показал на пистолет под рубах и бандюги. — Ну чё, зовём милицию? — Зовём. И капитан жестом поманил к себе стоящих у машины. Не только от машины, но и из кустов. К ним с оружием в руках стали подходить милиционеры. Свинарник был оцеплен. Расспросив, что и как здесь произошло, майор милиции долго светил фонариком в лицо первого бандюги, что-то выискивая ни то в его лице, ни то в своей памяти. Ощупывая на его хребте очертания пистолета, он шумно вздохнул и заключил. — Вот и встретились, булыга. Как ты от меня не убегал? А вот тебе и конец будет. — Не мой это пистолет! Подкинули мне его! — заверещал и задёргался бандюга. — Ужил, значит. Ну и хорошо. — Уберите его. Ноги связать. Дёргаться начнёт. Актёр он хороший. — А вот за шиворотом пистолет оставьте. — Не мой это пистолет! Уберите! — верещал бандит. Задержанных быстренько утащили в воронок, покидали на пол. Попросили и солдат с капитаном проехать в отделение. Капитан махнул рукой. — Ладно, съездим, благо смену часовых я захватил. Тут и прибежала запыхавшаяся заведующая свинарником. Охая-яхая, она цеплялась за китель майора и выспрашивала, сколько свиней украли. — Да целы твои свиньи, может, какую зарезали, завтра утром выясним. А сейчас его охрана да моя останутся до утра. — Нет, я посмотрю, — наставил завхозша. — А я говорю, до утра туда ни шагу ногой. — Ой, да что ж это такое! — заголосила она и пошла прочь. На следующий день только было разговоров про нападение на свинарник. Со временем разговоры утихли, но для всех было ясно. Ночью с военной охраной лучше не шутить. Днем на свинарнике в основном работали бабы и подростки деревушки. Пришедшие с войны немногие мужики пока отсиживались по домам, на законных основаниях отдыхали и до мертвецкого состояния упивались самогоном. Отдохнув недельку-другую, пора бы, честь знать, браться за работу, но мужики собирались в кучки, нажравшись вдрызг, сначала обнявшись, пели жалостные песни. Потом, выявляя, кто лучше из них воевал и что тут без них делали их жены, хватали друг друга за грудки и молотили по сапаткам. Проигравшие в этой свалке являлись домой, расхристанные, с разбитыми мордами, и вот тут-то начинался настоящий мужнин спрос. Где ж это была его зазноба, да и что ж она делала тут без него во время войны? А его верная зазноба, облапив малолетнюю свору четверых-пятерых детишек, в рев кричащих от страха перед грозным родителем, преданно смотрела ему в глаза, не уставая повторять. — Тише, тише, мы сейчас тебя обмоем, тише, родной, мы так тебя ждали, другого нам и делать было нечего. А бескураженный мужик бревном падал на пол, бился полголовой, приговаривая. — Да чего ж я, дурак такой? — Ничего, ничего, — вытирала, умывала его жена. — Старшенькие-то при тебе родились, вон четверо их, ты ж так любил их, четверо сыновей, ну-ка скажи, у кого такие есть? Нет ни у кого. — То-то, только у тебя. — Ну а Настенька, она через месяц без тебя, через месяц родилась, как тебя на фронт взяли. Ты ж видел, что я вот-вот родить должна была, ты ж так дочку ждал, вот тут мы все есть, а ну-ка посчитай нас. — Все, мать, простите меня, завтра же иду на работу. — Ну и ладненько, а сейчас поспи, родимый. И мать незаметным движением выпровоживала детей на улицу. — Тихо, тихо, все хорошо. В другой семье, где отец-воин-победитель по пьянке пытался учинить подобный спрос, жена покорно остановилась перед мужем на колени, закрыв лицо ладонями, хрипло-шепча. — Виновато, бей. — А, стерва, пока я кровь проливал, ты тут миловалась, наслаждалась? И мощные пинки и удары кулаками опрокидывали женщину на пол. Со скаженным лицом от злобы и ревности муж-победитель топтал, таскал за волосы свою половину, мать его детей, изощряясь в побоях и уже не знающий, как же еще можно выместить на ней всю злобу. За войну, за нищую жизнь, за ее измену. Детей в таких семьях, как правило, прятали заранее, в соседях, на сеновалах, в подполе до прихода отца. И среди старших, рожденных при отце, в серединке был крепко зажатый малолетний, из-за которого шел сыр-бор. Приятный малыш, рожденный без отца, и не дай бог от другого, хлопал глазенками и никак не мог понять, почему все родились, а он не должен был рождаться. Так нечестно. И он страшно обижался, когда ему кто-то говорил «Ванька, ты нам родной, но не совсем». «А почему вы мне тогда совсем родные? Вон, папка из-за тебя видишь, что творит». «Ничего, он привыкнет, это он потому, что меня раньше не видел, а вас видел». «Вот увидите, привыкнет, совсем родным станет. Я-то его родным считаю, а это главное». На детскую логику и убежденность возражений не хватало ни у кого. Жизнь продолжалась, многое забывалось, многое переоценивалось. Постепенно деревенские мужики стали выходить на работу, но на свинарник из них никто не ногой. «Мы че, кровь проливали, чтоб свином гавы не возиться?» «По Европам заря шастали, нету вольте, должность серьезную давай». «Ну, еще на конном дворе с лошадьми, ну, куда ни шло». Верховодил мужиками хромой лупоглазой кости, а звеня медальми тыкая на грудь. «Вот моя история и отчет за то время. У вас че, как лопата и вилы были в руках, так и остались. И сами засохли, как кочерги. Я бывало, в Чехии таких королей видывал». И я накуражился он перед кучей баб на утреннем наряде. Эх, сочувственно смотрели на него бабы, понимая поломанную психику человека, прошедшего войну и оставшегося коллегой. «Пошли бабы на работу, а он пусть болтается, выискивает министерскую должность. Вон наши тринадцати-пятнадцатилетние пацаны надрываются на свинарники. Ждали вас победители домой, думали полегчать жизнь. А вам только хмельно нажраться. Ну, не все ж такие». Парировали некоторые бабы. «Да, тебе повезло, так хоть ты помалкивай. Пошли в кормцех, а то вся свинарня ходуном ходит». Две сотни с лишним свиней, запертые в общем свинарнике, грозили сорвать огромные ворота с запоров и петель и вырваться в огромный загон, огороженный крепким забором, с вкопанными в землю понизу бревнами. Свиней держали общим гуртом, перегородки, сделанные еще до войны, для индивидуального содержания были разбиты в пух и прах. Для свиноматок еще как-то родильное отделение сохранилось, там и выхаживали малышей поросят. Кормежка взрослых свиней и подросшего молодняка производилась два раза в день, утром и вечером. Для этого посреди загона лежало несколько огромных корыт, выдолбленных из длинных толстых листвяжных бревен. Чтобы наполнить эти корыта кормом, приходилось начинать работу в 4-5 часов утра. Для этого были определены две лошадиные повозки с огромной бочкой на каждой. И вот наполненные бочки с кормом из нарубленного турнепса, картошки, залитые болтушкой из-за трубей из кормоцеха, несколько раз отвозились в загон и огромными черпаками выливались в корыта. Возчиками повозок были трое пацанов 14-16 лет. Колька, Витька и Сашка. На правах старшего был более рослый Колька, указания которого выполнялись беспрекословно. Он знал, куда и сколько наливать корма и командовал выпуском свиней в загон. Еще прошлым годом, пытаясь облегчить раннюю утреннюю работу, он несколько раз после вечерней кормежки свиней, заперев их на ночь в сарай, завозил в корыта корма. Но к утру, на удивление всех, корыта оказывались почти пустые. Корм за ночь растаскивали. Приходили за кормом в основном ребятишки из райцентра. Солдаты, охранявшие свинарник по ночам, подходили к этому с состраданием и пониманием. Взрослым здесь появляться не разрешали, а детей просто не замечали. Среди местных ребятишек было много калмычат, которые из наполненных корыт ели все подряд, напихивая за пазухи и в карманы куски картошки и турнепса. От вечернего завоза корма отказались. Утром, пока возили корм в корыта, часам к семье на забор загона подтягивались ватаги пацанов, которых голод гнал из мест ночлега. Как только повозки выезжали из загона, пацаны словно воробьи срывались с забора и бежали к корытам, выискивая нужную пищу. Особенно ценились отходы из столовой госпиталя. Там можно было найти кусочки хлеба. Утопая по колено в грязной навозной жиже, ребятишки неслись на перегонки к корытам. Увидев подъезжающие повозки, они снова карабкались на забор, залезть на который можно было только в определенных местах. Там обычно была свалка. Зная это, возщики делали крюк и поощрительно похлёстывали кнутами зазевавшихся. Больше пацанов на заборе было на вечерней кормёжке, так как многие приходили сюда и для зрелища. Вечерняя кормёжка была интереснее. Закончив подвоз кормов и распределив их по корытам, повозки выгонялись из загона, ворота запирались. Ворота же свинарника продолжали сотрясаться от напора запертых свиней. Виск и грохот стоял несусветный. Животные чувствовали запахи корма и надсадно визжали. Возчики выпускать их не торопились. Ображая взрослым, нещадно матерясь едыми махорочными самокрутками, ездовые Колька и Витька шли вокруг загона с внешней стороны и деловито похлёстывали кнутами по задам и пяткам пацанов, сидящих на заборах. Надо сказать к их чести, что каждого хлестали только один раз. Если он выдерживал эту экзекуцию, то волен был делать что угодно. Бежать на полных правах к корыту или сидеть просто для зрелища. Многие не выдерживали, срывались с забора, падали в крапиву, усугубляя своё положение. Намертво, вцепившись в забор и зажмурившись, эту порку кормычата выдерживали и, шмякнувшись в загон, бежали к корыту. Третий вождик Сашка никого не трогал, растопырив руки, как циркач шёл, балансировал по верхнему бревну забора. Ловко перескакивая через сидящих пацанов, смеялся. Не прошедшие экзекуцию кормычата плотнее припадали к забору, пропуская его через себя, и было непонятно, наступал он на них или нет. Потому как и после удара кнутом, и после его прохода через них, кормычата открывали узенькие щёлочки своих глаз, подражая Сашке, смеялись своими круглыми лицами подсолнухами. Кольке и Витьке нравилось мужество кормычата, со временем они к ним чуть прикасались к кнутом. У остальных пацанов это вызывало большое негодование, они часто спихивали кормычат с забора в отместку. Закончив обход, Колька и Витька всхакивали на забор с разных его концов. Сашка в это время уже стоял на нижней палке, запоре ворот свинарника, содрогаясь вместе с воротами от напора свиней. Он всегда ездил на одной повозке с Витькой и охотно помогал ему. Витька был более покладистый, Колька был грубоват. Как полководец оглядывает свое войско перед битвой, так и Колька глядел кругом в загон, рябитнюка, пашащуюся у корыт, и несколько человек, оставшихся на заборе. «Эш ты, сытые!» Разозлился он на пацанов, сидящих на заборе. «Ничего, зато эти ножи рутся сейчас вдоволь!» И в конец разозлившись, он яростно щелкнул кнутом по брюну забора и, затянувшись до одри самокруткой, заорал Сашке. «Чего рот разявил? Выпускай!» Сашка, внимательно следивший за двумя палками запорами, ходуном ходившими в скобах, весело мотнул головой и мельком глянул на пацанов у коры. Некоторые из них поглядывали на него, готовые в любую секунду дать стрякача на забор, а некоторые не обращали внимания ни на кого, рылись в корытах. Сашке стало нехорошо, и он медленно стал вынимать верхнюю запоренную из скоб. Сразу образовалась большая щель, через которую свиньи высовывали свои рыла. Ворота затрещали. Колька, уставшая от работы и одурманиной сильной махорочной затяжкой, тупело сидел верхом на заборе, пощелкивал кнутом и похорюкивал на свиной манер. Услышав треск ворот, он дернулся, глянул на Сашку, увидел высунувшееся рыло нескольких свиней, зарал. «Ты че, бля?» «По башке захотел?» «Пускай!» У Сашки не хватало сил выдернуть вверх запоренную из скобы. Она плотно была прижата к воротине напором свиней. «Порылым их бей!» И стошно орал Колька. Наконец, Сашка улучил момент и, подпрыгнув на другом конце запорины, шарнирно укрепленной на створке воротины, выбил зажатый конец палки из скобы. Визжащая масса свиней отшвырнула воротины в разные стороны, кинулась наперегонки к корытам. На одной из воротин, уцепившись руками за верхнюю скобу, отъезжал Сашка. А громадное стадо щетинистых, худых, длиннорылых свиней, отшвыривая в обе стороны более слабых, неслось вперед. Завидев несущееся грозное стадо, пацаны кинулись к забору. Быстро бежать мешала топкая навозная жижа. Замешкавшийся калмычонок от страха присел за корытом, но тут же был отброшен в сторону клыкастым хряком. Пацан еле поднялся и почти на четвереньках пополз к забору, где пацаны, забыв про обиды, помогли ему забраться на забор. На заборе калмычонок усидеть не смог, держась за бок окровавленными руками, он кубарем слетел вниз на другую сторону. Пацаны участливо оттащили его под куст и вновь влезли на забор, наблюдать за драками кормящихся свиней. Скоро корыта опустили, свиньи стали разбредаться по загону. Только у одного корыта творилось что-то непонятное. Они рыли что-то у корыта, дрались подобно собакам, вставая на задние ноги, вырывали друг у друга длинные грязно-кровавые куски ленты тряпья. «Маленького поросенка разорвали», предположил один пацан. «Рак!» запротестовал другой. «Кормычонка разорвали, он не успел убежать, за корытом спрятался. Сначала его затоптали, потом разодрали». «Ты чё, врёшь?» «Да не вру, сам видел», надувался жилами на шее пацан. «Вон, смотри, кормычат видели. Ишь, плачут, жалкуют о своём друге». Сгрудившись на заборе в одном месте, кормычата показывали пальцами надерущихся свиней, хватались за голову, жмурились, размазывая слёзы по лицам грязными ручонками вопили. «Ой, ях, ях, ака, ой, ях, ях, видишь, их него друга звали, Валька», доказывал пацан. «Вон они и ревод». Скоро драка свиней прекратилась, они ещё порыли в грязи немного, оставив после себя внушительную яму и разбрелись. А не веривший в неожиданную новость пацан не унимался. «Как-то спросить». «А чё спрашивать?» «Сожрали его свиньи, вон и тот пацан видел». «Я тебя, бля, сожру!» хлестанул кнутом пацана Колька, неизвестно как оказавшийся здесь. «Сейчас толкану туда к свиньям, тогда узнаешь как жрут свиньи». «Ой, Колька, не надо!» взвыл пацан и к кубарем скатившись с забора побежал в кусты. «И больше, чтоб я тебя здесь не видел!» кричал он ему вдогонку. «А вы чего тут расселись, морды калмыцкие?» И он защелкал кнутом по забору, но их пока не трогал. Калмычета горохом сцепанули с забора и плотной кучкой сгрудились в отдалении, заглядывая за его спину и показывая туда жестами. Колька оглянулся, увидев Витьку и Сашку, согнувшихся у куста и что-то разглядывающих. «Чё там?» закашлялся он от дыма самокрутки. А вот неопределенно развел руками Витька и отодвинулся в сторону. Под кустом скрючившись лежал маленький калмычонок, грязный с окровавленными руками прижатыми к боку. Зелёные большие мухи деловито ползали по всему его телу. У Кольки в раз отвисла челюсть, выпавшая самокрутка оставила пепел на его кисти, держащий кнут, но он этого не заметил. Побелев лицом он присвистнул. Вот это да! Но тут же справился с секундной своей слабостью и досадой на то, что все видели его растерянность. Его Кольки, которому всё нипочём, он расцверепел. Таким его Витька с Сашкой ещё не видели. А тут ещё в секундную его малахольность напомнили о себе калмычата своими всхлипываниями и вздохами. Мать вашу врыла! Предатели узкоглазые! Чё узнаете! Дохните тут с голодухи, а я отвечаю! И он яростно замахал кнутом по забору и кустам. Толпа пацанов, слезшая с забора, поглядеть на мёртвого калмычёнка и разбежалась в стороны. Чтоб я не видел здесь вас больше! Никого! Свиньи сожрали! А кто докажет? Ты! 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 Наконец силы оставили его и он опустился на утоптанный бугорок земли. Коль, так мы чё? Толтал, так ты его проучил. Пацаны начали подтягиваться к нему, правильно поняв стратегию поведения. Вам пожрать даёшь, а вы туда же свиньи, калмычёнок! Коль, ну мы ж всегда за тебя ничего не выдадим. А тут мы ничего не видели, ну можно мы будем приходить, а? Ты ж знаешь, у меня мамка давно уж лежит болеет. Лебезил вихрестый пацан. Ладно, совсем маленьких, чтоб здесь не было. Они ж ходить толком не умеют, не то, что бегать. Милость его разрешил Колька, подобрал свою самокрутку и с хрипом затянулся. Выпустив табачный дым через ноздри, а потом ещё и колечками изо рта, что считалось высшим пилотажем, он окончательно успокоился. Поднявшись с земли, он щёлкнул кнутом почти у самых босых ног пацанов, но не задел никого, чем привёл их восторг. Потом махнул кнутом поверх голов с озвучным щелчком, так же никого не задеть. Пацан Лау годливо хихикала. Подает, колян! Мир был восстановлен. Оглянувшись на мёртвого калмычонка, где жужжали над ним распуганные мухи, Колька сказал, а этот дохляк с забора упал на ту корягу и пропорол себе брюхо. И он ткнул кнутом на остро торчащую и подержали пацаны. А чё тут эти торчат? Накинулся он на калмычат. А ну марш отсюда! Его забирайте отсюда! Показывал он на лежащего калмычонка. Четверо более старших калмычат из-под лобья глядя на Кольку, не смело подошли к своему товарищу и взяв его за руки и ноги пошли прочь от загона. Остальные младшие побоялись пройти около Кольки и через кусты пошли вскоре к ним. Отойдя немного калмычата остановились, положили на землю своего друга и что-то начали обсуждать. Колька вышел из-за кустов и закричал «Давай, давай отсюда!» и он махал рукой в сторону громадного оврага, где жители его деревни райцентра брали глину и куда валили всякий мусор. Непрестанно оглядываясь куча калмычат побрела к оврагу, неся горестную видели, как самый маленький калмычонок, бредущий сзади своих, что-то закричал и начал грозить кулачком. Печальная процессия остановилась и повернулась в сторону загона. Все стояли молча, и только малыш что-то кричал и грозил кулачками. — Коль, догнать, поддать им! — заглядывали ему в глаза пацаны. — Не надо! — угрюмо мотнул он головой. — Они ведь тоже люди! Пошли их по воскам! Свыркнув слюной сквозь зубы, он кивнул Витьке. — Поехали на речку, за водой жара наступает. Разок съездим, в корыто нальем, потом бабам в кормцех. Скупнемся! Повозки, облепленные со всех сторон ребятней, забывшие моментально о случае в загоне, загромыхали к речке. Пацаны весело болтали, кричали, накидавшихся им вслед собак, продолжали жить. Каждодневные смерти из-за голодной жизни стали привычным явлением для того времени. Дети быстро переключаются на другой ритм жизни, хотя их цепкая память удерживает многое на всю жизнь. Подъехав к речке и загнав полоски в воду, Колька приказал пацанам. — Так, по очереди наливайте бочки, а мы с Витькой пока скупнемся. — Вы он! Тоже можете здесь побулькаться? — и ушел на сто метров выше, откуда слышались веселые крики купающихся и детворы. Вдоволь накупавшись, они разреглись на траве среди ребятни, утомленно вытянув руки. Пацан, сидящий рядом с Колькой, перекидывая камешки в руке, спросил. — О, Таплинца, видел? — Где? — испуганно подскочил Колька. — Хе-хе. — Да вон, за поворотом, недалеко от ваших водовозок, — рассмеялся пацан. Прихватив одежду, они с Витькой пошли назад и увидели своих пацанов на противоположном берегу реки. Сразу за изгибом реки, прибитое течением к берегу, на мелководье лежала ногишом утопленница. Судя по небольшому размеру тела, это была девчонка, лет 13-14, худющая, с остренькими торчащими в сторону грудями. Зацепившиеся за кус черные волосы в косичках удерживали ее голову подсвешивающейся травой с берега, так что лица ее не было видно. На смуглом ее теле были видны кровоподтеки и царапины, особенно на плечах и бедрах. Дошедшая баба с коромыслом и ведрами, полными мокрого белья, поставила ведра на землю. С ней было несколько девчонок с мокрыми волосами. Они, очевидно, купались где-то дальше. — Чего взял, кипялите? — напустилась она на пацанов. — Травой бы хоть прикрыли несчастную. Пацаны живо стали рвать траву и кидать на утопленницу, но трава в основном падала в воду и уносилась течением. — Не надо в воду кидать! Вытащить ее надо на берег! Баба смело вошла в воду и стала отцеплять волосы девчонки от куста. Отцепив волосы, она повернула ее лицо вверх, и все ахнули. — Калмычка! Баба закачала головой. — Она горемычная! Изнасильничали ее бедную, а потом утопили. — Да ну! — вытаращили глаза девчонки. — Вот ты ну! Сколь, говорю, не шастайте одни по кустам, жилья полно всякого! И эта за ягодками, очевидно, пошла. Вот и нашла себе конец. А может, и сама кинулась с горя в воду? — Да ничего! Она же калмычка, не наш же! — Заржал какой-то пацан. — Ах ты, сучонок, вражий! — взъярилась баба. — Ее мать рожала, как и тебя, скотину! Только ты живешь, а ее в чужбину привезли, неизвестно за что, и жизни лишили. Я тебя сейчас сама в лужу утоплю и задницу прежде нахлещу! И, схватив застрявшую в воде ветку, она кинулась к кучке пацанов. — Ты че, теть? В страхе зарал масластый подросток и, резво перескочив речку, скрылся в кустах. — Ха-ха! Жидковат, Кузя! Ну, вожил в штаны! — смеялись пацаны. — Сволочи! Гады! Что бы у вас все подсыхало на свете? Дочка ж это чья-то! Ах ты, господи! — сморкалась и плакала баба, возвращаясь по мелководью от неудавшейся погони. — Чего стоите? Вытаскивать ее на берег надо! — заорала она на всех стоящих. — Давай, бери ее за руки! — кивнула на Кольке. — Незаразная она! Часа два назад живую еще видела! — Ой, грех на моей душе! Засмущавшийся Колька нерешительно подошел, но брать руки девочки утопленницы никак не хотел. — Да ты бери, что ли! — закричала опять баба. И они, наконец, вытащили девчонку на берег. Причитающая баба вместе с девчонками укрыли травой бедра и грудь утопленницы, а Колька, щеревшись, растопырив руки, долго глядела на них. Потом долго полоскал их в воде, а баба скомандовала девчонкам. — Быстро добежите до милиции! Скажите, что утопленница лежит тут! — Да не говорите, что калмычка она, а то могут не приехать. Она, бедная, будет лежать тут гнить. — Жара! Мухаты! Вон, скок! А остальное, мол, не знаем, что и как! При упоминании о милиции Колька с Витькой засобирались к своим повозкам. Быстро, долив бочки с водой, заспешили назад к ферме, сопровождаемой толпой пацанов, которые на подъемах дружно подталкивали повозки. Уже въехав на основной подъем дороги, встретились с милицейским Бобиком. Притормозив у самой повозки, милиционер, сидевший на заднем сидении, спросил. — Э, мужики, кто там на речке утонул? — А мы не видели! Почти хором ответили пацаны. — Понятно. Даже если знают, хрен скажут. Толкнул он в спину водителя. — Давай, давай, двигай, только время теряем! И машина запылила вниз к речке. Глава шестая Пассажирский поезд «Москва-Чита» никогда не останавливался на маленьких станциях, подобных комарчаге. Разве только в экстренных случаях, когда надо было добавить в паровоз воды и угля. Но подобного на комарчаге не бывало. Захолустье. И такие поезда, весело оставляя густой шлейф дыма, обычно прокатывались мимо, вызывая восхищение и зависть у людей сельского вида, в кое века выбравшихся к станции, для поездки в город, ждущих пригородный поезд. На этот раз приближающийся поезд еще издали начал притормаживать и, заскрежетав тормозами, почти остановился и потом, пробуксовывая, начал набирать скорость. Выскочивший дежурный суетливо вертел головой направо-налево, пытаясь определить, что ж случилось. Но смог лишь определить, что кроме нескольких человек, спрыгнувших с разных вагонов и разбежавшихся в разные стороны, из-за густого пара он больше ничего не увидел. Он побежал к паровозу, высоко держав лажок, чтобы его увидел машинист, чтобы потом не было обвинений в его адрес, что проморгал такое событие. Ну, куда там. Паровоз еще сильнее запыхтел, навалял пару дыма, еще больше. И скрылся из вида. Дежурный еще долго стоял с поднятым флажком и, наконец, в последнем вагоне увидел расстроенного проводника в разорванной рубахе, что-то кричавшего ему из раскрытой двери. Проводник часто прикладывал кулак к уху, и когда дежурный сообразил, что надо куда-то о чем-то звонить, поезд уже ушел далеко, и подтвердить свои соображения он не успел. А-а-а, стоп-кран сорвали, осенило его. Вот сволочи. Оглянувшись назад, он увидел, как далеко на путях спешно удаляются к лесу какие-то люди. А со станции к ним бегут четверо штатских, потрясая пистолетами с криками «Стой! Стой, стрелять буду!» Уходившие нырнули в лес, а догонявшие разделились подвое, побежали к лесу окруженным путем. Народ с интересом наблюдал эту картину, а шнырявшая всюду шпана без призорники радостно разъясняла. «Их догонят!» «Хорошую пенку сняла братва, раз стопорнула поезд». И тут же раздался истошный визг бабы. «Держи их! Корзину сперли!» Толпа самотошно засуетилась, проверяя свои вещи. «Да где? У кого?» «Да вон! Два барванца через пути тащат корзину! Ох ты, мать их!» И тут же предостерегающе раздался гудок приближающегося поезда. На всех парах груженный товарняк зафыркал, загрохотал мимо растерянной толпы. «Стой! Куда ты лезешь? Тащи назад бабу!» А дурело кричали вокруг, хромой мужик и высокая девка с трудом удерживали оборванную бабу, рвавшуюся на другую сторону поезда. Наконец поезд прошел, толпа устала, выдохнула. Фу ты, чуть под колеса не попала! На другой стороне пути, словно в насмешку, сиротливо лежала опрокинутая корзинка. Валялись какие-то тряпки и бумага. «У меня ж там было все! Больше у меня ничего нет!» — голосила баба, обхватив голову руками и побрела к корзине. В толпе жарко обсуждали, что беспризорников надо бы сажать в тюрьмы, куда власть смотрит. И тут кто-то насмешливо воскликнул. «А где ж они?» Все оглядывались. Беспризорной шпаны нигде ни одного не было. «Вот террас! Умело действует!» — восхищалась толпа, которая тут же переключилась на новое событие. А бабе забыли. Еще когда аварийно останавливался пассажирский поезд, многие видели, как почти у станции из вагона выпрыгнул нерусский солдат с легким вещмешком за спиной. Одной рукой он придерживал многочисленные медали на груди, чтобы не оборвались. Некоторые бабы-вдовы вытянулись туда, но нет, это не мой. И, закаменев лицами, отвернулись в другую сторону, наблюдая за другими событиями. А солдат, поправив гимнастерку и пилотку, рассеянно улыбался и смотрел по сторонам. «Здрасте!» — Белозуба поприветствовал он проходившего угрюмого дежурного. «Здорово, здорово!» — машинально ответил тот. «Это Каннский район?» — спросил, улыбаясь солдат. «Каннский, Манский!» — пробурчал дежурный. «Он, смотри, если читать умеешь. Станция Комарчага Манского района. До Каннской и его района несколько часов поездом. Рано вышел. Стоп-кран не ты сорвал!» Пытливо смотрел на него дежурный. Солдат словно не слышал его вопроса, зажмурился, оскалил свои белые зубы и застонал. «Че худо, че ли?» Осведомился дежурный, рассеянно глядя за его спину, откуда показывал ему знаками отойти от солдата, хорошо выбритый мужик в светлой рубашке. «Да сколько ж у вас тут?» — засосало под ложечкой у дежурного, и он, поворачиваясь в другую сторону, сказал солдату. «Сейчас тебе все объяснят». И отошел от него. К солдату тотчас подошли двое штатских, один высокий ростом, другой пониже. Что случилось? Обратился высокий к солдату. Солдат открыл глаза и молча смотрел на них. Те также молча показывали ему красное удостоверение. Солдат в ответ полез в нагрудные карманы, достал довольно много документов, разных бумаг. «Ого!» — повеселил высокий. «Дай сначала справку, откуда ты». И читая ее, шептал. «Широкострой...» «Угу...» «Печать наша, НКВД...» «А на награды документы есть?» «Вот здесь все». И солдат хлопнул по другому на грудному карману гимнастерки. «Ну, хорошо, молодец, что приехал. Кадры нам нужны, поехали». «Куда?» — заволновался солдат. «Я к семье, еду в Каннский район. Ошибочно вышел здесь. Обманули меня на похожем названии». «Да не переживай ты, Ценгеляев, будет у тебя и семья. А сейчас в райотдел. Тут недалеко, десяток километров на машине. На нашем участке ты появился, за тебя отвечаем мы». «Тебя же не спрашивали, кто сорвал стоп-кран?» «А вы что?» — развел руками солдат. «Ну вот, тем более», — засмеялся Высокий. «У нас тебе лучше будет, и своих разыщешь быстрее. У нас, брат, как в военном деле, все налажено. Ты оставайся здесь и жди возвращения группы из леса. Мы поехали», — сказал Высокий своему напарнику, садясь в кабину черного вранка. «Меня не арестовали?» «Не решаясь заходить вовнутрь кузова», — спросил солдат. «Да ты что, ну просто другого транспорта нет. А если не поеду, увезем, дорогой, все равно». Уверенно мотнул головой Высокий. «Ладно, поехали». И солдат влез в утробу уранка. Дверь захлопнулась, замкнулась. Пока ехали, солдат снял с груди половину медали и, достав к нему документы, растолкал за голенищами сапог. Приехав в райцентр, НКВДшник завел солдата в комнату, где были разные военные чины. Тут оказался и военком, и начальник милиции. Просмотрели внимательно все документы. «Ну что ж, хорошо. Баджейский леспромхоз давно просит шоферов и трактористов. Как раз туда и направим в село Орешное». «Помилуйте», — воскликнул солдат. «У меня же направление в Каннский район, в Самканск. Семья у меня там. И с семьей разберемся. Работать и жить будешь в Орешном. Давай туда направление», — кивнул начальник помощнику. Тот, поглядывая в документы солдата, заполнил какой-то бланк, поставил печать. Начальник расписался и протянул солдату. Военком, рассматривая наградные удостоверения, попросил для проверки снять медали и ордена, чтобы сличить номера. Волнуясь, солдат снял. «Ну, в общем, сходится. Только когда ты все это успел получить?» «Странно. Проверим, вернем». И военком сгреб медали и ордена в кулек, и туда же сунул наградные бумаги. «А пока все это полежит у нас, а тебе дадим опись хранящихся у нас наград и документов. Надежней будет». «Да вы что?» В ужасе прошептал солдат помертвевшими губами. «Второй раз отбираете завоеванное кровью риском для жизни?» «Ну вот что, спецпереселенец Цингеляев, вернули же тебе награды после Ширакстроя. Придет время, вернем и мы, если это твои». «Да как вы смеете?» Задохнулся солдат. «Смеем, смеем, не усугубляй свое положение». «А как же семья? Здесь же черным по белому написано, направлено в соединение с семьей. Размазано написано. Восстановишься у нас. Но для этого надо жить и работать там, где тебе мы определили». «А как же это?» Кивнул солдат на остальные бумаги и удостоверения шофера-тракториста. «Тоже пока полежит у нас. Вот твои главные бумаги». Кивнул он на анкету и опись. «А там на месте определят тебе, куда надо. Все, до свидания». «Да как же это?» Выходил из райотдела расстроенный солдат. «Вот тебе и приехал». Вышедший все лет за ним высокий НКВДшник, который привез его сюда, видя расстроенность солдата, ободрил его. «Не внывая служба. Хуже ведь было, точно?» «Да всякое было». Промямлил тот. «А как добраться до этого как-то теперешней моей новой родины?» И заглянув в анкету, прочитал. «Ворешное». «А просто вот центральная дорога через сорок пять километров Орешное. Но будь здоров». И высокий вскочив, воронок уехал. Наверное, опять на станцию за очередной жертвой. Ему повезло. Ехавшая на тракторе с санями, загруженными бочками с горючим, подобрала его веселая девка. И сверкая белыми зубами, захохотала. «Ха-ха, ну давай знакомиться!» И протянула ему мазутную руку. «Катерина!» «А я Мукубен». В ответ засмеялся солдат. «Ты знаешь, Максимом проще тебя у нас будет». «Почему?» «А поживешь узнаешь». Так с Катькиной подачей Мукубен Ценгеляев стал в народе Максимом. «А ты знаешь, среди русских меня уже называли так. Погибший друг так меня звал на фронте. Но вот видишь, я многое умею отгадывать». Посерьезнее, в глядя куда-то далеко-далеко за горизонт, молвила девка. И изучающая, оглядев его, она спросила. «Ты воевал?» «Угу», — буркнул солдат. «А чего награды снял?» «Откуда знаешь». «Такие, как ты, должны иметь, да и дырок на гимнастерке тьма». «Глаза остыты». И Максим, поплевывая на пальцы, стал затирать дыры. «Да ты лучше одень их». «Не, не время», — покачал он головой. «В орешное приедем одень», — пытливо посмотрела она на него. «Почему?» «А товары лицом показывают, и еще пока встречают по одежке». «Ты калмык?» «Калмык», — широко заулыбался Максим. «Тем более, пусть все знают, какой ты. Всего себя показывай. Или нечего». «Ну, Катерина, обижаешь». И Максим стал выгребать из-за голенища свои награды, а к ним бумаги. «Эти бы отобрали, если б не спрятал». И он коротко рассказал, как все это случилось. «И правильно сделал, что спрятал». «А калмыки у вас в Орешном есть?» — поинтересовался Макубин. «Есть, есть. Знаешь, сколько я их сюда отвозила к нам?» «Лучше многих бы и не возила, если б знала». «А что, плохие люди оказались?» — собеспокоился он. «Нет, что ты. Муху не обидят. Многих на смерть привезла. Сколько их поумирало». «А почему?» — насторожился Максим. «Ваши плохо приняли». «Знаешь, может, и наша вина в этом есть. Ты ведь ничего не знаешь. Видеть это надо». Привезли в морозы тысячи людей, стариков, женщин да детей. Вывалили из вагонов, и они сутками на морозе у костров. Ели как попало. Война ведь была. Всем худо. А их привезли под клеймом предателей. Отношения презрительные и тюремные. Кто что знал про них? Это сейчас немножко яснее стало. Да хоть война закончилась. Да растолкали их по району с горем пополам. В разные сарай да землянки поселились. Кормежка беда, одежды нет. Мёрли как мухи. Мы как могли помогали. Русского языка не знают. К нашим условиям непривыкшие. А тут разруха военная. Сейчас вроде чуть налаживаться всё стало. Техники больше стало хлеба, но всё равно голодно. Короче, приедешь, увидишь. Семья-то есть? У нас в Орешном? Семья-то есть, да где-то в Патканском. И не знаю, живы ли они. Ну, не горюй, это всё-таки не так далеко. Со временем всё прояснится. Надеюсь. Вижу, ты грамотный. Кем работал? До войны зоотехником. На фронте разведчиком. В спецлагерях шофёром, трактористом. Э-э-э, да ты мой собрат! Захлопала по плечу его Катерина. А что мы стоим? Да вот, остановились. Да боюсь даже узнавать, что с моими племянниками. И она коротко рассказала о трагедии их большой семьи. Вот так, Максим. Не думай, что калмыкам только плохо живётся. Так что как тут рассудишь эту беду? Нашу и вашу? К остановившемуся трактору стали подходить соседки ребятишек покойной Маришки. Катьку тут все хорошо знали. Бывало, что по пути она привозила им брёвна на дрова. Что, Катюх, не выходишь? Окликнула её одна баба. Да вот смотрю на заколоченное окно, и душа ушла в пятки. Живы хоть ребятишки? Да живы, чего с ними случится? Неудачно ты немножко приехала. Сейчас их нет дома. Недавно их, он, второй раз в детдом забрали. Первый раз вскоре после смерти матери, осенью по детдомам разобрали. Ну а к зиме они тут как тут припожаловали, сбежали. И в этот раз сбегут. Попомнишь меня? Шуткали родных братьёв по разным детдомам. Спрашивали мы, почему так? Говорят, воспитательная мера такая. Мол, они друг на друга плохо действуют. Но не ироды ли власти? Зиму-то мыкались ребятишки. Топить нечем, есть нечего. Жулья каждый раз полна изба. Попали под каблук взрослого хулиганья. Младше ты всю зиму с собачонкой спал под кроватью. Места ему нет. Падишь ты. А с собачкой, говорит, тепло. Вот из-за этого и не замёрз. Вон собачонка ждёт их. Подкармливаем как-никак. На крыльце действительно лежала небольшая дворняшка и внимательно глядела на людей. Катерина, стоявшая среди баб, мазутными руками вытирала слёзы и, не стесняясь, рыдала. Да вот ещё спасибо старухам-калмычкам. Помогали доглядывать их, да за домом смотрят. Сама знаешь, у нас самих детей полно, с голодухи пухнем. При упоминании о калмыках Максим, внимательно слушавший разговор, встрепенулся и высунулся из кабины. Получив момент, он спросил у женщин. А сейчас где калмычки? «Да и всегда у болота», — ответила баба. Максим не понял и внимательно смотрел на женщину. «Не понял, вижу. Вон, за огородом землянка у болота. Там они живут. Только неделю назад бойца умерла. Минга живёт, ничего, к ней ещё какие-то калмычки пришли». «Кать, извини, я сбегаю к ним». «Давай, только недолго». И Максим бегом пустился бежать вокруг огорода. «Смотри, точно по тропинке иди, а то кругом болото, утонешь!» — крикнула ему вслед женщина. Около землянки Макубен увидел небольшой костёр и над ним на палке подвешенное ведро. Вокруг никого не было. Землянка тоже была пустая. Максим растерянно озирался по сторонам. И вдруг из-за болотного кустарника донеслось. «Мендуть». «Здравствуй». «Мен-мен, Мендуть». «Да-да, здравствуй», — радостно ответил Максим. «Ты наша?» «Ваша, ваша!» Поспешила она ответить, и из-за куста топкой местности, всплёскивая студенистом шистую поверхность каким-то странными плетёнками на ногах, вышла маленькая старушка-калмычка с пучком тонких тыльниковых прутьев. Сбиваясь с русского на калмыцкий, солдат назвал себя. Менга не успевал отвечать на вопросы Макубена. «Нет, отца и мать его она не видела, а может, и видела, да не знала их. Много умерло по дороге людей, а где хранили, не знает. Вот бойца умерла, она была с его стороны, с его улуса. Она могла знать. Женщина с двумя детьми, мальчиком и девочкой была тоже прошлой весной, но её арестовали, увезли, куда не знает. Как зовут? Ой, не спросила. Такая хорошая, грамотная, всё какую-то бумажку читала. Только вот ноги подморозила, мужа искала. Может, тебя? Давай чая пить. И старуха полезла в землянку, вынесла две деревянные пиалы. Но тут затарахтел трактор. Максим торопливо хлебнул поспешно несколько глазков и, поставив пиалу на пенёк, стал кланяться, приложив руки клинышкам к лицу. «Спасибо, мать, мне пора, меня ждут!» Со слезами на глазах уходил Максим. Около трактора толпа женщин и детей увеличилась вдвое. Дошедшего Максима встретили вопросами. Ну что, он знал что-нибудь? На что он отрицательно мотнул головой. «Смотри, дорогой, Катерин, нам не обижай!» Максим с усилим улыбнулся и ответил. «Её нельзя обижать, она у вас хорошая». «Та-та!» И решительно подойдя к Катерине, сидевшей за рычагами, сказал. «Позвольте мне прокатить вас на этом рысаке». «Ох, а хоть до самых саян!» Засмеялась она и отодвинулась на пассажирское сидение. Бабы долго стояли кучкой и всё махали руками. А ребятишки, облепив сани с вонючими мазутными бочками, наслаждались поездкой, выехав за райцентр на целый почти километр. Поздно вечером, загоняя трактор в гараж, с уважением глядя на Максима, Катька сказала. «Вот всегда б так попеременно рулить, а то одна в нитку вытянешься, пока съездишь, да и смену в лесосейке не просто без помощника выдержать». «Давай, Максим, завтра в контору двигай, проси технику, соревноваться будем!» Захохотала она. «А сейчас, хе-хей, иди в кочегарку, переночуешь там». Так, после войны в Баджейском леспромхозе в селе Орешное появился первый калмык. Солдат, прошедший войну, спецлагеря и вновь определенные на поселение. Его грудь украшали ордена и медали, которых было наполовину меньше, чем тогда, когда он в первый раз вступил на сибирскую землю на станции Комарчага. Люди уважительно смотрели ему вслед. «Ишь ты, калмык, а падишь ты, столько наград!» Порторкли с промхоза вместе с участковым милиционером долго придирчиво изучали справку, направление, разъясняли права и обязанности спецперселенца, и когда очередь дошла до наград и документов к ним, Максим опередил их. «Вот, пожалуйста, документы на них в райцентре, проверено самим райвоенкоматом и начальником милиции. Половину сдал военкому на хранение, вот опись. Остальное разрешено быть при мне». «Надо же, откуда столько наград?» Сжал губы Порторк. «Ну ладно, похвально, только это вам никаких преимуществ не даёт. Вы спецперселенецы, должны это всегда помнить и не нарушать закон». Повысил голос Порторк. «Мы за вас отвечаем без разрешения села никуда. И учтите, характеристики о вашем поведении в конечном итоге даю я. А сейчас идите в отдел кадров, оформляйтесь на работу. На жильё вас определит участковый». И Порторк, хлопнув дверью, вышел. Максим стоял и чувствовал себя преступником. Непонятно за что. «Что неласково обошёлся с тобой партийный бог? Ха-ха, терпи. Ужалил ты его в самое интересное место». «Как?» — не понял Максим. «А так». Ткнул он пальцем на грудь Максима. «На твои награды, как на иконостас, молиться нужно. Ха-ха-ха, и у него за войну одна медалька». Расхохотался участковый. «Не терпит он тех, у кого наград больше, чем у него». «Вторую отдали всем участникам, а ему что-то не пришло пока». «А вас жалит это?» — поинтересовался Максим. «Нет?» — серьёзно мотнул головой милиционер. «У меня поменьше твоих, но полно. Пошли, покажу тебе, где тебе жить. Ну и заодно назначу тебя старшим над всем калмыцким войском, которое на моём участке». «А много их?» — поинтересовался Максим. «Поживёшь, узнаешь. Сам толком не знаю. Многие выбывают из строя, трудно учитывать. Вон, видишь избянку? Там твоё жильё. Я не буду заходить туда, пугать ребятишек. Живи и устраивайся. Оформься в отделе кадров на работу. Всё, будь здоров». И участковый исчез где-то за углом соседнего дома. Максим постоял, посмотрел по сторонам, запомнил дорогу к избе, где ему предстоит жить, и снова пошёл в контору оформляться на работу. Подойдя к отделу кадров, он услышал громкий разговор. Больше говорила женщина. «Мне надоело кишки надрывать. Никто не имеет права задерживать меня на этой работе. Но была война. Понимаю, некому было на технике работать. А сейчас мужиков вон сколько, хоть и покалеченных. И переселенцев навалило, хоть отбавляя. Есть и шофера, и трактористы. А вы их держите, сучка, рубами?» Мужской голос что-то бубнил в ответ. «Я вчера привезла калмыка. Он шофёр и тракторист. Практику прошёл сразу. Он от Шалинского до Орешного вёл трактор. Получше меня водит. Замену всё говорили найди. Вот я и нашла. Если время надо присмотреться, направляй его в гараж. Завгар разберётся. Со временем меня и заменит. Я не отказываюсь от работы. Вон в котельной порядка никакого нет. С одним дизелем не могут справиться. «Я справлюсь. До вашего сведения довела. Прошу учесть». «Почему громко?» «Да поглохла я на этом тракторе. Вот ору, как дура. До свидания». Из-за раскрытой двери показалась расстроенная Катерина. «Вон он, о ком я говорила?» Кнула в Катькова, пешившего Максима, и вышла из конторы. «Можно?» Несмело спросил он худощавого мужика в военной форме без погон, курившего папиросу. «Давай, заходи. Вон ты какой кавалер. Не успел приехать, за тебя уж хлопочут». «Да кавалера одной награды не хватает. Хотя на представлении была. Ладно, не о том я. Война кончилась, за что-то награждали, за что-то осуждали. Грехи трудом надо отрабатывать. Что умеешь?» Щурясь от дыма изучающий смотрел на него начальник кадров. «Что надо, то и буду делать. Вообще, я зоотехник. Работал и шофером, и трактористом. Давай документы». «В райцентрию начальство остались. Вот в описи указано, что у меня есть». «Угу», гукнул начальник. «В гараж разнорабочим пока пойдешь». «Что ж, пойду». Пожал плечами Максим. «И вот что, Цангеляев, будешь волынить, с метлой лопатой всю жизнь будешь работать». «Понятно?» «Понятно?» «Можно вопрос?» «Можно». «Как с семьей восстановиться?» «Она у меня под Канском». «Это не ко мне. Это к порторгу и участковому. Все, завтра в семь утра на наряд в гараж». И он подал ему записку. «Хорошо, буду». И он вышел. Невдалеке он увидел магазин, у которого толпился народ. Магазин был закрыт, ждали привоз хлеба, но по местным карточкам. Карточек у Максима не было. Столовая утренняя кормежка прошла, но за деньги кое-что можно было взять. Но все продукты закончились. Пожилая повариха, отскабливая от котла пригоревшую вермишель, сказала, «Погоди несколько минут, чем-нибудь накормлю». «Вы знаете, мне б с собой». Вариха долго смотрела на него, потом выдернула из картонного ящика кусок полотной бумаги и, сделав кулек, нагребла в него прям пятерней кусков подгорелой вермишели. «Вот все, что могу, и то тебе сегодня просто повезло». «Спасибо большое», — залыбался он. «А тебя-то сюда за что?» «Наверное, за то же, за что детей и стариков», — враз посерьезнел Макубен. «Ладно, все хорошо, до свидания». И он пошагал к своей избе, не зная, что там и кто. Еще на подходе к избе он увидел небольшой дымок около двух сидящих женщин в нескольких метрах от двери. Подойдя ближе, он увидел небольшой костер между камнями, на которых стояло ведро. Женщины оказались старухами, с трубками во рту. Одна из них длинной палкой помешивала что-то в ведре, подкладывала в костер маленькие ветки. Максим хищно принюхался, пытаясь определить, что же они варят. Наконец, еле заметный ветерок потянул в его сторону, и до него донесся запах варева. «Что-то мясное, щавелем? Ух ты, почти махан варят!» Со вчерашнего дня его желудок был пуст. Вещь в мешке, как слиток золота, он берег в закаменелую булку хлеба и банку тушенки. Эти продукты ему выдали на пятидневное питание в дороге при освобождении из Широковского лагеря. Но в дороге он оказался уже целую неделю, питался как придется, больше спал, а продукты берег для встречи с семьей. Не судьба. И вот только тут он ощутил страшный голод. Его замутило, затошнило, и он едва не упал, успев ухватиться за жердину изгороди. Так и стоял он, облокотившись на жердину, поспешно приходя в себя. А потом уже просто стоял и наблюдал за действием старух и изредка подбегающих к костру ребятишек. Он разглядывал ветхую избенку с прохудившейся крышей из дранки, обомшелую и, очевидно, очень старую. Покосившийся сарай из дранки, очевидно, тоже входил во владение этого подворья. Дальше Косогор спускался к речке, откуда слышался голдеж ребятишек. Очевидно, купались. День был жаркий, время было обеденное. Так и стоял Максим, не решаясь подойти к избенке, пока его не увидел калмычонок лет семи. Он оторопево уставился на него, потом подбежал к одной из старух, похлопал ее по плечу и, показав на Максима, стремглав кинулся в избу с криком «На-ран! Сюда! Смотреть! Калмыцкий воин! Сюда!» Почти сразу из избы выскочили несколько калмычат разного возраста и уставились на Максима. Впереди всех стоял малыш и, показывая на него пальцем, что-то говорил. Повернулись в его сторону и поднялись чурбаков-старухи и тоже выжидательно смотрели. Максим встряхнул вещь-мешок на плече и пошел к ним. «Здравствуйте! Я Макубен, ваш дядя!» «Ай-яй! Ой-ой-ой!» «Хорошо, хорошо!» «Дядя с войны приехал!» Радостно прыгали ребятишки. От кучки ребятишек отделился самый рослый, лет четырнадцати-пятнадцати. «Смотри, сколько у него медалей!» «Он храбрый и сильный!» Рыгнул навстречу Макубену. «Я муту!» «Я и по-русски могу говорить!» «Ну, здравствуй, молодец!» Максим обнял его. «А это наши бабушки!» «Алтма!» «Алтана!» Поклонились старухи, сложив руки лодочкой в лицо. Максим внимательно разглядывал их. Старухи, как две капли воды, были похожи друг на друга. Они рассмеялись, показывая друг на друга двумя пальцами. «Двойняшки-сестры», догадался он. «Обнимая всех ребятишек, обступивших его, он отвечал налево и направо на вопросы детишек. «А где ж ты будешь жить? А у нас спать тебе негде!» Тут же заявили пацаны. «А что у тебя в мешке? А ты нам дашь? А тебя сразу узнало, что ты наш дядя!» Заявил тот малыш, который первый увидел Максима. «Так ты девочка!» весело заметил он. «Ага, я Сюля!» Радостно прижалась к нему девчушка, остриженная нагло. Полела она сильно. «Ее и остригли», заметил старший пацан. «А я Цебек!» «А я Санан!» «А я Бацанг!» Неслось со всех сторон. «Ну а ты чего в стороне стоишь? Тебя как зовут?» «Савар», застеснялся мальчишка. «Обедать будем», захлопотали старухи, снимая ведро с костра. Старший мутул притащил широкую низенькую скамейку. «Это наш стол, я сам сделал!» гордо заявил он. «Молодец!» Видя замешательство старух, которые не разговаривали по-русски, ребятишки почему-то старались выворачивать именно русские слова. Хотя бывало и не в попад. Максим обратился к ним на калмыцком. «Мать Алтма!» «Мать Алтана!» «Говорите со мной по-калмыцки!» «Я хорошо понимаю вас!» «Хорошо, хорошо, спасибо!» закланились обрадованные старухи. Ребятишки притащили алюминиевые чашки, кружки, ложки и расселись прямо на земле у скамейки. «Садись, садись!» приглашали они Максима. Он смело уселся на землю рядом с ними и стал развязывать свой солдатский мешок. Вынутый кирпич хлеба, затвердевшего за дорогу, произвел на всех громадное впечатление. «Солдатский хлеб с войны! Самый вкусный!» перешептывались пацаны. А когда была вынута банка говяжьей тушенки, на которой была этикетка с коровой, радости не было предела. «Ну, это мы потом разделим!» И Максим вытащил два куска сахара, величиной со спичечный коробок каждый. «Ух ты!» восторгались ребятишки. «А как будем делить?» интересовались они. «А вот ножом расколем!» Поверг совсем в шоку на ребятню. В его руках был настоящий солдатский складной нож, на который, разинув рты, смотрели пацаны. Лишь единственную девочку Сюлю нож не интересовал. Она во все глаза смотрела на медали, осторожно трогая их пальчиками. Максим глянул на старуха, разливающих похлебку по чашкам и кружкам, и спросил. «Хлебу половину сейчас съедим, а остальное на вечер? Хорошо?» И отрезав полкирпича хлеба, другую половину он передал вместе с тушенкой одной из старух. Та, бережно прижав все это к груди, тотчас унесла в избу. Максим внимательно оглядел всех, пересчитал и спросил. «Все здесь?» «Все, все!» Почти хором ответили дети. Шестеро детей и две старухи следили за его действиями. Подумав, он повертел в руках полкирпичика хлеба и неспеша разрезал его на восемь равных кусочков и разложил их перед каждым сидевшим за столом. «Ханжинов! Ханжинов! Спасибо!» Все дружно принялись хлебать похлебку. Обжигаясь, Максим тоже смешно глотал варево и удивлялся. «Да чего ж вкусно! Даже с мясом почти, Махан!» «Ага!» — отозвался Мутул. Лисаваус раздавил соседскую курицу. Мы принесли ее, говорим, возьми и суп сваришь. Она увидела, что все раздавлено заплевалось и прогнала нас. Мы взяли, ощипали на костре, осмолили, и вот суп. Совсем вкусно! Хе-хе-хе!» Засмеялся пацан. «А у тебя хлеба нет!» Заявил совсем маленький цебек. И, отщипнув, кусочек положил около чашки Максима. «Да...» «Я хлеба наелся!» Поперхнулся он, поняв свою оплошность при дележке хлеба. Себя-то он не посчитал. Все молча отщипнули по кусочку и положили рядом. Максим совсем смутился. «Не надо, ребят!» Одна из старух, тыкая пальцем в каждого, в том числе и в себя, показала девять пальцев. Потом, отрицательно покачав головой, показала восемь. И, уверенно пододвинув к его чашке отщипнутые кусочки, сказала. «От есть!» «Анженар!» «Спасибо!» Залубался Максимка и стал есть похлебку уже с хлебом. Ведра похлебки, как не бывало. А ребятишки сживали и куриные косточки. Разделили вермишель из кулечка, съели ее. «А может быть мы сахар оставим на вечер с чаем?» «Нет, сейчас!» На перебой загалдели дети. «Ну что ж, давайте сейчас!» И Максим тыльной стороны ножа расколол на мелкие кусочки кусковой рафинад. Летевшие по сторонам крошечные кристаллики сахара подбирались с детьми и складывались в общую кучку. Процесс дележки оказался сложным, но все остались довольны, всунув за щеки свои кусочки и жмурились от удовольствия. «Ты от нас, дядя Макубен, не уходи, с тобой вкусно!» Заявила неожиданно маленькая селя. «Хорошо, хорошо!» Залубался Максим. «Знаете что?» «Тут крыши нет. Дождик пойдет, костер горит, чай кипит, махан варится. А мы сидим у костра, чай пьем, и нас дождик не мочит. Как вы?» «Конечно, построим!» — загалдели дети, и старухи радостно закивали головами. «Потол, ты старший, нужен топор и лопата». «Найдем! У меня даже несколько гвоздей есть!» За сараем Максим нашел несколько жердин, годившихся на столбике и старые доски из дранки на крышу. «Ничего, мы потом лучше доски найдем, а пока так побудет». Работа закипела, и к вечеру навес на четырех столбах был готов. Ребятишки гурьбой устраивались у костра, и именно под навесом, хотя дождя никакого не предполагалось. Вечером долго сидели у костра, пили чай. Пришли русские ребятишки, принесли несколько картошин, разрезая их на пластинки, жарили на горячих углях. Всех угощали. Вкусно! Весть о том, что сюда, на поселение, пришел калмык, весь в орденах и медалях, быстро разнеслась по громадному таежному селу. Уже поздно вечером, когда окрестные хозяйки загоняли скот, вернувшийся с пастбища по домам, к костру подошел старый калмык в шапочке с тощей котомкой за плечами, долго стоял в тени, никем не замеченный. Стоял и слушал разговоры у костра. Наконец, кто-то из ребятишек заметил его и радостно крикнув «Дядя Царян пришел! Ура! Жамбо пить будем!» Ребятня облепила старика, обнимая его. А он, сняв котомку, достал оттуда бутылку с молоком, заткнутую деревяшкой, и, глянув на старух, спросил «Сюда?» Те согласно кивнули головой, попыхивая трубками. Молоко забулькало в варьве трав. Коричневато-зеленая жидкость стала посветлее. Покипев, чай сняли с костра. Ребятня моментально кинулась в избу за кружками. Принесли консервные баночки и гостям. Потери, отдуваясь, все пили чай. Соленый калмыцкий чай-жамбо. Русские ребятишки оглядывались в темноту. «Чего темноты боитесь?» – спрашивал их Максим. «Не, мамка, если узнает, ругать будет!» Спешили закончить питье пацаны. «Клусный чай!» – весело скалился Максим. «Еще как!» – «Ну вот, хорошо. Приходите еще!» «А мы приходим все равно, если даже нас дома ругают!» «А? И Бадмай здесь?» И к костру подошла молодая девка в ситцевом платье с толстой кудрявой косой. И она сунула в руки одной из старух крынку с молоком. «Здесь, Катя, здесь! Вон жениха тебе хочу показать!» И ткнули пальцем на Максима. «Хе-хе-хе-хе!» – засмеялась девка. «А этого жениха, если б я не привезла, топал бы еще пешком!» «Катя, ты!» – изумился Максим. «Не узнал?» «Ха-хай! Вот и вози вас!» Захохотала девка, взяв у старухи пустую крынку, ушла в темноту. «Да как же!» – сокрушался Максим. «Катя это!» «Катя, Катя, трактористка, недалеко тут живет! Хорошая девка!» Невозмутимо швыркал чай из пиалы старик. «Дядя Цирен, кем работаешь?» «А я пастух, коров пасу!» «Совхозных, колхозных?» «Нет, людей леспромхозовских!» «На лесозаготовки не взяли, старые сказали, иди отдыхай!» «А как отдыхать? Кушать нечего, вот и пасу коров!» «А где живешь?» «А, там, в другом конце села. Там тоже наши есть!» «Дядя Цирен, я ведь тебя помню. На стойбище в племенном совхозе под Элистой ты молитвы читал в перерывах между стрижкой овец». «А ты что?» – оживился старик. «Ты за техником был?» «Так когда ж это было?» «В сороковом весной, точно!» «Ах ты, мой дорогой, вот где довелось встретиться!» «А ты, ты...» «Макубен Яценгеляев!» «Ах ты, радость какая! Помню, помню!» И Максим с Циреном крепко обнялись. Они долго разговаривали, вспоминая общих знакомых и прошлую жизнь. Ребятишки клевали носами, скоро все ушли в избу спать. Ушли и старухи. «Ну, что, мне завтра наравне с птичками вставать, коров угонять рано поутру?» Закряхтел старик, вставая. «Э, где ночуешь?» – спросил он у Максима. «Да я не знаю. Тут к этой избе прикрепил меня участковый». «Ну, вот и хорошо, вместе, значит, переночуем». «А где?» – вырвалось у Максима. «А вон стайка-сарай. Там охапка сена под крышей. Лучше постели нет летом. Ну, к зиме что-нибудь придумаешь? Вон какой герой». «Эй, дядя Царин, не для себя это. Завтра на работу пусть кто-то увидит, что и калмыки люди, что и мы способны на что-то больше. А то совсем растоптали нас». «Это ты верно говоришь, сынок. Нельзя себя давать топтать. Растоптали – хуже некогда. А у нас дети растут. Их сохранить надо. Хорошо, что ты приехал сюда. Ладно, у нас ещё много времени. Поговорим обо всём. А сейчас спать. А на работу-то куда? Да в гараж направили. Смотри, как техники, значит. Хорошо. Зачмокал языком старик. Да вот Екатерина помогла. Так я соображаю. Татька, хорошая девка, держись таких людей. Ну всё, давай за мной. И старик полез по лесенке под крышу стайки. «Тут только не кури!» – черкнул он спичкой, чтобы оглядеться Максиму дать. И загасил огонёк в ладонях. «Не курю я вообще, дядь Цирен. Да и свои фронтовые сто граммов отдавал друзьям. Не мучает меня это». «Молодец!» – уже еле внятно прошептал старик, засыпая. Глава седьмая Утро наступило внезапно, будто ночи не было. Хриплый гудок электростанции извещал о новом рабочем дне. Максима словно пружину подбросил с охапки душистого сена, и он, потирая глаза, недоумённо оглядывался вокруг. Старика уже не было. Наконец он сообразил, почему здесь находится, и, натягивая гимнастёрку с наградами, спустился вниз. Под навесом у костра уже сидели старухи, как будто и не уходили отсюда. На камне стояла исходящая паром мятая кастрюлька. «Эй!» – кнула старуха на посудину. «Спасибо. Пойду к речке умоюсь и воды заодно принесу». И, взяв ведро, он пошёл по косогору вниз. Умывшись, он вернулся и, поставив ведро у костра, стал расспрашивать старух, как им тут живётся. Те горестно олхоя, попыхивая трубками, рассказывали о голодной жизни и горестно качали головами. «Как же дети дальше жить будут? Это ваши внуки. А где же их родители?» «Нет, милый, внучка только девочка, осюля. Остальные чужие с дороги остались. Родители их погибли в пути, как ехали вместе, так и остались. Куда-то забрать их хотели, мы не дали. Сказали, что наши внуки. А теперь куда их? Они родные стали, горе какое вместе мыкаем уже три года. А у тебя?» И Максим рассказал, что где-то здесь, в Каннском районе, его жена и двое детей, дочь и сын. Тоже маленькие, лет по семь. Как раз перед войной родились близняшки, как вы. Старухи горестно переглянулись. «Жить-то здесь будешь или уйдёшь? Тут у нас трудно будет, детей много. Если можно, поживу у вас». «Можно, можно», — сразу согласились старухи. «Только спать негде, надо что-то придумать». «Придумаю, время есть. Лето, пока тепло, на сарае посплю». Отхлёбывал чай с молоком Максим. «Ну, мне на работу пора. Гараж вижу недалеко. Как короче пройти туда?» «Аван, спускайся к речке и по берегу к мосту, там рядом». Придя в гараж, Максим сразу увидел большую толпу рабочих и небольшой избёнки. Очевидно, конторы нарядной. Тут же на улице был длинный стол с лавками. Очевидно, тут и летом выписывались наряды, а больше всего это было, наверное, курилка. Хотя и на улице мохорочного дыма было полно. Почти у каждого во рту была самокрутка. Люди смеялись, балагурили. Из конторы вышел худощелый сутулый мужик средних лет с пачкой бумаг в руке и уселся за столом. Мужики сдвинулись к нему и поглядывали на подошедшего Максима. Шум заметно стих, и как-то, само собой, образовался коридор между людей к столу. Максим смешался и остановился. «Давай, сержант, докладывай генералу!» Прогудел громадный детина и дымящийся самокруткой указал на сидевшего завгара. В толпе одобрительно засмеялись. Максим моментально отбросил смущение и, вытянув руки по швам, с троевым шагом четко подошел к столу. «Сержант Ценгеляев по специальному переселенческому направлению для работы прибыл в ваше расположение и положил записку из отдела кадров». «О, дает! Это по-нашему!» Зашумела толпа. Завгар взял бумажку, повертел ее в руках и положил на стол. «Как прикажешь оформлять тебя?» «Специальности нет, наград вижу много». «Да, специальность есть, и шофер я, и тракторист, и слесарь». «А документы?» Развел руками завгар и шпикнул губами. «Документы есть?» «Да в районе забрали, вот опись взамен дали». Сволновался Максим. Завгар из подлобья глянул на него, взял опись, изучив ее, нахмурился и покачал головой. «Но помазав, нахрена лишние хлопоты создает?» «Награды что-то уж забрали, а эти что-то не понимаю». «Да вот», растерянно взлыбался Максим, показалось им, что многовато для калмыка столько наград. Вроде как на сохранение взяли, а эти я немного раньше успел спрятать сапоги. «Документы-то на них есть?» Закашлялся Завгар. «Вот здесь». Хлопнул по нагрудному карману Максим. «Хм-хм-хм, где еб в гроб?» Выругался Завгар, еще больше закашливаясь. «Да перестаньте галдеть и курить!» Вдруг разразился он. «Тут такое дело, к нам направлен на работу!» Сбился Завгар. «Покубенкир Санович Ценгеляев, вот он. Кем работать будет, увидите сами». «Хм-хм, у нас работа как на фронте. Не поможешь другу, может быть, и тебе в следующий раз каюк. Так что вот, человек, будьте людьми». «А почему о том, что он спецпереселенец, не слово?» Протиснулся сквозь толпу Порторг. «По машинам! Дежурки пришли!» Зарал кто-то, и толпа, смеясь и улюлюкая, повлекла за собой Порторга. «Отойди пока. Минут через пять подойдешь. Спецовку, проткарточки получишь, а сейчас исчезни. Порторг голову мне мыть будет». И Завгар, покашивая, зашел в контору. Максим побродил между тракторами, заглянул в ремонтный цех и издали наблюдал за конторкой, откуда вскоре выскочил Порторг и, размахивая руками, что-то втолковывал Завгару. Тот смущенно разводил руками. Порторг куда-то с кем-то ушел. Максим подошел к Завгару и молча остановился. «Так, как тебя?» «А, зовите проще, Максим». Ха-ха, Каська окрестила. Говорила она про тебя. «Ну, Максим, так Максим, вот тебе бумажка. Зайдешь в конторку, бухгалтерша выпишет спецовку и проткарточки на хлеб, талоны набета, вон там столовая. А сейчас пойдешь в ремонтный цех и, проходя мимо отрелевочного трактора КТ-12 с приплюснутой кабиной, он объяснил. Если руки не задницы растут, отремонтируешь, будет твой. Тут, видишь, работы, конечно, хватит. Кабину выправить, лебедку новым тросом заправить, лафет, видишь, покривило, гусеницы перетянешь, а мотор, мотор, слава богу, цел. Ну так, чуть подтянешь кое-что. А не выправишь, лишней техники нет. На КТ-шку уже портор глаз положил. Списать собирается на металлолом. Доложить партии и правительству о выполнении этого мероприятия. Неделя срока у тебя есть, а там утащат в райцентр. Все понял, задумчиво произнес Максим. С передовой машина, с лесосеки. А листвегом привалило, так? Максим глянул на Завгара, откуда узнал. А вот, кора лиственная на кабине. Застый. В разведке был, где воевал. Под Сталинградом и дальше назад, почти до границы. Но приказ остановил, не дал войну закончить. Хотя мне приказы комдив еще полгода все не отдавал, чтобы отправить меня на зону. Чуть погоны с него не сняли. Ладно, прошло это, тут я теперь. Вот еще бы семью найти, жить можно. Разглядывал Максим высокие лесистые горы. А не секрет, если водила этой коттеджки где? Живой? Живой, я звиво. Ругнулся Завгар. Подвел трактор под падающее дерево и сбежал. Зак бывший. Уголовник. Найдут десятку, сунут точно. Диверсии посчитают. А как мне считать, смотри, до сих пор рычаги проволокой перевязаны. Направил специально, так будешь ремонтировать. Конечно, что вы. Тогда инструмент возьмешь у бригадира. Живешь где? А вон, на избенку отсюда видно. Там, где старухи-ребятишки? Да, там. Вот знаете, замялся Максим, мне бы досок с десяток, пусть не совсем новых, и гвоздей. Ремонт кое-какой надо сделать, да и спать негде. Хм, пошли им. Вон из той кучи, выбирай любые обрезки. Для котельной привезли, все равно сгорят. Вот эта КТ-шка к вечеру в лесосек уйдет, пока свободна. Подгони ее, загрузи, на обед заодно отвезешь меня. Я вон выше живу. О, спасибо. Спасибо. Ладно, давай устраивайся. Но про ремонт трактора не забудь, если даже на день с ремонтом опоздаешь, увезут, разрежут, даже почти готовый. Все зависит от тебя. Пацана ученика я тебе дам для подмоги. Рабочая единица техники нам не лишняя. Но я пошел. Из авгара ушел в другой конец гаража. Максим зашел в конторку, выписал спецовку, карточки и в прекрасном настроении пошел на склад. Получив комбинезоны, рабочие ботинки, он тут же переоделся и, зайдя в ремонтный цех, попросил инструмента для ремонта трактора. Два домкрата мне надо. На кой? Кабину буду править. Без сварки? Без. Вытянешь? Думаю, да. И еще две лампы паяльные. Возьмешь. А сейчас вот эту ктшку до беда мне дал завгар. Знаю. Бери. Колька! Крикнул усатый бригадир, щупал парнишку. Ему помогать будешь, пока побитую ктшку ремонтировать будете. Колька стоял и хлюпал носом. Смотрел на Максима и молчал. Васильич сказал. Вот, бери инструменты, домкраты и туда. А чего, другой работы нет? Наконец выговорил пацан. Сейчас по ушам прежнюю работу надаю за то, что не сделал. Я тебе убегу купаться во время работы. А я ничего, пойду, если надо. И бурча под нос. От калмыка уже поставили. Должи. А я ведь в комсомол поступать собираюсь. Вот работу выполнишь, пойдешь, куда хочешь поступать. Вдогонку крикнул ему бригадир. Подойдя к трактору, Максим сказал парнишке. Коля, ты пока откручивай вот эти гайки. Лафет скинь ему поправим. Угу, поправишь тут. В кузне работа не в проворот, а без пол-литра туда не сунешься. А нам кузня не нужна. Мы сами с тобой выправим. Давай пока сделай, что я сказал. А я пока вон ту коттешку заведу и разогрею. Примерно через полчаса вокруг побитого трактора крутился его здоровый собрат, зацепившись крючком своей лебедки за исковерканный лафет фартук. Смеясь, искали белые зубы, Максим стащил его и поволок на ровную площадку. Потом стал наезжать своими гусеницами то на один край лафета, то на другой, то на середину. Скореженный мощный железный лист под тяжестью трактора стал выпрямляться. Пришлось несколько раз переворачивать лист, подкладывать под него бревнышко или камень, наезжать снова к гусеницами. И, наконец, лист стал почти ровным. Максим вышел, попрыгал по лафету, кое-где помахал, постукал по нему громадной кувалдой и довольный уселся на бревно. Ну что, Коля, утерли мы нос кузнецам. Восхищенный Колька, обивая течетку на лафете, звучно высморкался в сторону и зрек. Вот так, дядя Максим, утерли. Отдохнули немножко. Давай, Коля, лебедку посмотрим. Отцепи вон там рычаг, на холостой ход поставь барабан, и я потяну его трактором. Настроили, потянули, расправили затянувшиеся петли и стали укладывать ровными слоями трос снова на барабан лебедки. Палочкой поправляю, ломиком никуда не лезь. Если что, палочка сломалась, и все, безопасно. А если ломиком его закусит, он потянет тебя за собой или за одежду зацепится. Понял? Запомни. Немного лишнего времени провозились с установкой лафета фартука на место. Вот сейчас бы завел трактор, да испытал бы лебедку. Да вот загвоздка, крыша кабины, почти на рычагах управления. Да и капот не откроешь заклиненный. Ладно, не все сразу. Все, Колька, иди пока отдыхай. После обеда опять сюда. Присев на КТшку, поехал к котельной грузить доски. Накидав добрую горку разных обрезков на лафет, Максим притянул их проволокой и опять подъехал к разбитому трактору. Там уже по-хозяйски его осматривал Завгар, бригадир и стоял еще несколько рабочих. Размахивая руками, Колька что-то рассказывал им. Увидев подъехавшего Максима, Завгар деланно грубовато заявил. Что ж делаешь со своим другом? И он указал на Кольку. Если такими темпами будете работать, денег не хватит премии вам платить. Да и металлолом отдавать нечего будет. Да вот, скалился в улыбке Максим, клин клином вышибает, так у русских говорят. Так-то так, да никто до тебя не додумался. Полгода почти стоит коломага. И трос перемотали. Целый? Целый, запутан был немного. Хорошо. Ну что, на обед пора. Не знаю, как по времени. Время двенадцать. Что ж, поехали. Завгар, изредка посматривая, как Максим водит трактор, остался доволен. Показав, как подъехать к избенке Максима, он ткнул на бревно, лежащее на обочине. Отвезешь свои доски, вернись и захвати вот это бревно. Зимой на дрова сгодится. Ну давай, останови, я тут выйду. Четырем часам трактор поставь на место. Рабочий день у нас до пяти. Работать тебе там хватит. Пацана, вовремя отпускай. Подъехать к избе было невозможно из-за узкого переулка. Услышав рокот трактора, навстречу выскочили все ребятишки и, увидев в кабине Максима, радостно закричали. Ура! Дядя Макубен на тракторе! Сбросив с лафета доски, он показал ребятишкам, куда их перенести. Сам развернулся и уехал. Вскоре он приехал снова и привез огромное бревно. «На зиму дрова будут!» — закричал он и уехал. Куча досок и бревну подошли старухи и, попыхивая трубками, удовлетворенно цокали языками и вели разговор. Вот что значит мужик в хозяйстве, сразу все по-другому. А мужик, дорывавшись до свободного труда, видя к себе доверие на работе, не сидел без дела ни минуты. «Но ты себе еще, наверное, медаль хочешь заработать», шутили мужики. «Только учти, споткнешься парторга, он тебе живо укажет место». «Да что ж я такое сделал?» — изумился Максим. «А он найдет грехи, старые вспомнит». «Да ладно, ребята, работать надо», — отвечал он сквозь хриплый рев двух паяльных ламп, которыми грел до красностойки помятой кабины. «Коля, качай!» — кивал он пацану, который усердно подкачивал домкраты то один, то другой. Колька внимательно посмотрела на Максима и умело подкачивал столько, сколько надо. Пришедший сюда завгард долго наблюдал за их работой. «Вот видишь, Колька, что можно сделать при желании, да еще и при умении. А я с дядей Максимом хочу работать, он нормально все объясняет и показывает. Механиком хочу быть». «Хорошо, подумаем. Но работать надо везде и с любым, с кем бы ни поставили». «С дядей Максимом хочу работать», — гнул своя Колька. «Через день-два я вижу, вы закончите ремонт, и твоего дядю Максиму придется направить в лесосеку на вывозку леса. А пока тут поработаешь, опыту наберешься. Несовершеннолетний ты в лесосеку нельзя». «Ага, в войну и год после нее работал. Нихрена, мы...» «Можно было». По-взрослому вытягнулся пацан. «А сейчас нельзя, молодцы». «Куля, приказ такой». «А я вот с ним хочу работать». «Работать», — заорал он. «Не хочу с теми мудаками работать. Колька сбегай за водкой, стрельни закурить, да похабщину о бабах несут. Вот и все мое учение». Затрясся пацан. «А здесь, здесь все по-человечески». «Коля, не разрешат у лесосеки с ним работать». «Почему?», — завопил парнишка. «А ну вас, млянах, сволочи!» И побежал к ограде гаража, примыкавшей к лесистой горе. Завгары Максим печально смотрели ему вслед. «Ничего, пусть там успокаивается». Войной обожженный парень, четверо их в семье ребятишек. Он старший. Мать на лес повале пришибла, еле живая, парализованная лежит. Отца уж после войны из госпиталя привезли болезного. Да вишь, еще осколок у сердца затаился. Неделю назад схоронили. «Парень совсем не в себе стал». Максим заскрипел зубами и замотал головой. «Помогли, чем смогли. Уж третий месяц его держу на полной ставке слесаря, хотя числится он у нас учеником. То там ему полставки подкинут, уборку какую выдумаю. А у нас же парторг. Все вынюхивает, доцепляется. Тебе тоже будет не сладкое. Этот трактор ему поперек горла станет, посмотришь. Это еще почему?» Разделал в рот Максим. «Зэк угробил трактор. Диверсия. Я отремонтировал трактор. Выходит, тоже не очень хорошо сделал. Он, если разрежет в лом технику, поддающуюся ремонту, как его назвать?» «Вот на этом стоп». Завгар поднял палец вверх. «А вон и колька назад идет. Уйду я от греха подальше. Значит так, Максим. Я вижу, завтра уж стекла ставишь, ремонту конец. Да, до завтра разные мелочи подтяну. Вот так завтра испробуешь трактор в настоящей работе. Ты видел бревна вон там валяющиеся? Там в грязи засосаны. А это дрова. Зимой, когда все замерзнет, их не вывернуть. Сейчас все просто. Да и зимой план надо давать. Далеко в лесосеке работать будешь? Так вот, завтра сразу с утра пару бревен завезешь Николаю. Кому? Не понял Максим. Да вот, нашему Николаю. Коля, иди сюда. Значит, с утра дровами население обеспечивать. Заодно пробу трактора после ремонта. Завгар объяснил Кольке, где брать бросовые бревна и кому везти. Коля, на третьем участке там несколько семей калмыков живет. Им там прямо из речки топляки вытащите, а будете ехать туда, завезите пару бревен бабки-коваленчихи. С внуками-сиротами бедует. Ну и себе, Максим, не забудьте. Зима не за горами. Ну, а послезавтра на наряд горючки под завязку наливаю и в лесосеку. На четвертый пока участок погоните трактор. Николай покажет. Вместе пока поездите. Да, а как я... Раскрыл Росколька. Дядь Петя, да я... Да ты знаешь... Да спасибо, а... Кинулся парнишка обнимать Завгара. Но доведется встретить Порторга, мол, за разбитой лебедкой приехал в ремцех взять или пустые бочки под горючку. Понял? Понял, понял. Раскинул руки он. А восемнадцать стукнет на этот же трактор пересажу. А дядь Максим... Обеспокоился пацан. Твой дядь Максим к тому времени уж на лесоводе будет раскатывать. Вон, целых три штуки убитых стоит, а отремонтировать некому. Ладно, заговорился тут я с вами и Завгар ушел в ремцех. Перед окончанием рабочего дня он снова заглянул к ним. Максим вставлял стекла в кабину, а Колька тут же подкручивал дверцу. Так? Дядь Максим... Максим попробовал ключом гайки, потом открыл, закрыл дверку и удовлетворенно гукнул. Угу, пойдет. Теперь лезь под трактор и посмотри весь маслопровод. Подергай его легонько. Он не должен болтаться. Места креплений посмотри. Хорошо? И Колька нырнул под трактор. Максим, дай-ка сюда свою опись документов. Посмотрю, что там осталось у тебя в райцентре. На днях я буду там, на совещании. Зайду к Помазову. У нас такое правило. Если работает на технике человек, то его документы на право работы должны быть при нем. Ну, насчет орденов возврата там не обещаю. А с документами вопрос буду решать. Как же это? Человек будет управлять техникой без документов. Не пойдет такое дело. Ммм, попробуйте. Засмеялся Максим. Я уж всяк привык жить с именем и без имени, голодный и без еды. Ты отбрось, насупился Завгар. Много из-за чьих-то ошибок бывает неразберихи. Ошибки надо исправлять и закон выполнять. Ну, а пока вот так. Но Максим сказал. Опись вы с собой возьмите, а то начальник милиции разговаривать не будет. Ты в этом прав. И, сунув листок в карман, зашагал в конторку. После работы Максим наскоро зашел в столовку, отоварил карточки. Ему досталось полволки хлеба и немного крупы. Все это он принес домой, отдал старухам, а сам принялся городить в избе двухъярусные топчаны около стен. Старый настилы, из каких попало досок, через всю избу он разобрал. Уже поздно вечером он закончил достраивать места для ночлега. Радости у ребятишек не было конца. Они готовы были спать на голых досках новых кроватей. Ребятам стало больше места, самое главное. У каждого было свое определенное место, а не в повалку. Ну, а себе завтра топчан сгорожу. Да и бабушкам надо обновить. Расширить топчан. В избе пахло свежей древесиной, но было темновато. Одно окно было разбито и заколочено фанерой и картоном. Ничего, потихонечку все наладим. И так хорошо, восторгались старухи. Испытание отремонтированного трактора на следующий день прошло успешно. Коттежка леса на крутой берег, вытаскивая на лафете из речки тяжеленные деревья топляки, и буравил топку и низину гусеницами. Варевен достали и отвезли людям не с честь. На другое утро, опоздав на наряд, в гараж прибежал порторг и, заикаясь, надрывно закричал на Завгара. «Это что за благотворительность развел тут? Что за трактор развозит тут государственный лес направо-налево и по чью каске?» Завгар из-под лоби смотрел на него, потом сказал. «По моей». «А с каких это пор и кем вам дано право разбазаривать социалистическую собственность?» «То, что делалось вчера, делалось по совести, по закону и по моему приказу. За это ответственен лично я. Хочешь, встанем на весы бюро райкома и рассудим, что было справедливее и нужнее народу и партии. Мое испытание вновь отремонтированного трактора одним рабочим днем, который обеспечивал дровами и сбросывал затопленные при сплаве древесины для остро нуждающихся семей. Зимой будут никого не прося вести деловую древесину, морозы заставят и воровать, и терять рабочие дни. А вот потом рассмотрим твое. Ты этот трактор, который, не спрося тебя отремонтировали, уже похоронил и ждал завтрашнего дня, чтобы разрезать его на металлолом и сдать в счет тех недостающих двух тонн, чтобы выйти в передовике района по металлолому. Вот это видел? Оскалился завгар и рубанул одной рукой по локтю другой своей руки со сжатыми кулаками, откровенно показывая себе напах. «Этот трактор, знаешь, сколько древесины за год вывезет? Город новый построить можно, так что давай на бюро. Наконец надо выяснить твое назначение и пользу людям». «Ты что это, Петр Васильевич?» — заговорил парторг. «Что-то неправильно ты меня понимаешь. Вопрос идет о том, что партийные органы должны быть оповещены и с их разрешения должны производиться все процессы на производстве и в быту». «Ну, завел канитель!» — сморщился завгар. «Значит, в уборную, если припекло, к тебе за разрешением бежать надо. Тху ты!» «Да говоришься, Петр Васильевич, партия и правительство призывают разъяснять». «Да пошел ты!» «Ну, поставили балабола на свою голову!» Вышел из своей конторы завгар. Парторг что-то еще громко кричал вдогонку. А тем временем Максим с Колькой благополучно добрались до четвертого лесоучастка, и мастер просто показал их место работы. «Вон там идет валка леса, там же сучкорубы готовят хлысты. Ваша задача — подтянуть эти хлысты вот сюда, на тракторе, к месту погрузки на лесовозы. Все просто, пока ходят лесовозы, до тех пор и ваша работа, где костры горят. С двенадцати до часу привозят обед. Как подтопаешь, так и полопаешь». «Что-что?» Не понял Максим. «Говорю, работа сдельная. Сколько вывезешь, за столько и получишь. Так что, сучатчица, сверяй свою кубатуру привезенного леса. С ней записывай, если грамотный». На обоих склонах разлома урчали бензопилы, ракотали трактора, покрикивали возщики на лошадей. Казалось бы, полная неразбериха, но только казалось. Каждый делал свое дело, не просто кое-как, а скоро, с огоньком. Повалить деревья, освободить их от сучьев, свести их в кучу — это еще малая часть работы, хотя и трудоемкая. Доставить эти бревна до водной артерии, рассортировать, распилить в определенные размеры. Или же на центральную железную дорогу, которые и загонят их на лесозаводы. Вот основная задача лесозаготовок. Сколько было случаев, что из-за нехватки техники или ратозейства руководства, сваленный лес навечно оставался гнить в далеких лесосеках. Свалить, срезать корни дерева, а точнее угробить его, проще простого. Сумей это дерево, если уж загубил, доставить людям хотя бы на дрова. Лучшая промышленная цель заготовки древесины — это постройка из нее домов, изготовление мебели и тысячи разных принадлежностей, полезных человеку. Также из-за страшной разрушительной войны страна нуждалась остро в лесоматериалах. И работающие на лесозаготовках люди, будь это местные жители или военнослужащие, спецперселенцы, загнанные сюда не по своей воле, все понимали это. В тяжелом труде на лесозаготовках люди работали плечом к плечу, забывая о своих невзгодах. Страну нужно было поднимать из разрухи. До поздней осени Максим с Колькой работали на своем КТ-12, почти безвылазно из лесосеки. Где-то к концу недели, поздно вечером, Максиму удавалось навестить ребятишек и старух. Рано утром он снова уезжал, оставив им сэкономленной за неделю кирпич хлеба и какую-нибудь крупу. За лето и осень он уже знал все калмыцкие и леспромхозовские семьи, места их обитания в селе и на участках. Многие жили прямо в лесосеке, в наспех построенных бараках-общежитиях. Кто работал в лесосеках, хотя было и трудно, но едой и спецодеждой как-то обеспечивались. Хотя и впроглость бывало. На лесоучастке правил балом распределением мастер участка. Неграмотным и плохо говорившим по-русски калмыкам все доставалось в последнюю очередь. А когда и не доставалось. Куда идти жаловаться? Некуда. Да и на это надо время. Пойдешь с работы, прогул, тюрьма. В райцентр далеко. Без разрешения туда ни ногой. Круг замкнутый. Разрешено одно – молчать, работать, надеяться, терпеть. Поездив с Максимом месяца три, Кольку отправили на краткосрочный курс трактористов. Завгар вызвал Максима и повел в отдельный угол гаража. Вот, смотри. Трем разбитым лесовозом добавился еще один. Давай посмотрим, что можно сделать. Они долго ходили между изуродованными лесовозами. Максим ящерицей ползал под машинами, высматривая поломки. Ну что, испытывающий смотрел на него Завгар. Две машины из четырех можно собрать. Какой срок? Десять дней. Короче, до седьмого ноября могу протянуть. Идиот. Слово сдержишь, Васильич? Какое? На одну из машин сяду я. Без всяких. Кивнул Завгар. Еще местечко бы в ремцеху выделить. Все-таки там некоторые условия. Теплее, а тут уж морозы подпирают. Ну и подмога нужна. Эх, Кольку бы. Будет. Дам настоящего слесаря. Ну что, сажай тогда замену на КТшку и как-то с парторгом реши этот вопрос. Он ведь меня чуть не съел за Кольку, а теперь ремонт. А ему еще план да план да партия да правительство. Смутился Максим, глядя на Завгара. А вот тут грамотность свою не показывай. Назидательно сказал ему Завгар. Я тоже член партии. Покажи его так, смотри, разбирайся, кто есть кто и больше помалкивай. Тебе же лучше будет. Ну, а я где надо разберусь. И еще не одна расческа сломается об мою прическу. И, сняв шапку, он звучно хлопнул ладонью по своей лысине. Максим внимательно смотрел на рассерженного Завгара и вконец смешался. Извините, я все понял. Ну и хорошо. А закашлялся Завгар. Засрен, сыгроп их мать. Потом полез за пазуху и достал бумажный пакет. На, держи. Что это? Неуверенно потянулся Максим к пакету. Все твое, теперь будешь узаконенным водителем и трактористом. Вот это да! Да, вырвалось у Максима, и он долго рассматривал свои документы. Ну, а остальное это вот твои награды. Извини, пока так как есть. Да ладно, Васильич, я и с этими документами теперь человек. Спасибо большое. Да чего там. Пошли в ремцех, обмозгуем что и как. Кстати, ну, что там, живы твои калмычата? Хотя, вижу, редко, но живы. Двое еще добавилось. У одного мать умерла, другой неизвестно откуда появился. Может, из детдома сбежал. Там вот Катеринин племянник из детдома, Степаном, братом ее взят. Вот он с ним и дружит, а не признается, что он сам из детдома. Путь живет, а карточки-то на всех дают. Ай, в этом трудно разобраться, махнул рукой Максим. Вот пустые бочки из-под горючки вез сюда, завез им в требуху, голову да ноги кобыльи. В лесосеке кобылку придавило лисиной, ну, мясо да шкуру забрали. Мясо по столовкам развезли, шкуру на сдачу, а остальное добро выбросили. Отобрал ее у собак, привез домой. Старухи чистят, варят. Картошки немного заготовили с полей, после копки осталось. Где гнилая, правда, где мелкая, да пойдет. Только одного не пойму, ведь не везде успели убрать урожай. Уже ведь начинает мерзнуть картошка, турнепс. А взять нельзя. А с голоду подыхать можно. Вот взяли бы так. Не успеем убрать, помогите, мол, граждане, вот эту часть урожая государству, а эту вам за ваши труды. Ночью бы люди работали, государству польза и людям. Пропадает, но нельзя взять. Возьмешь тюрьма. А? Глянул Максим на Завгара и запнулся. Все сказал. Толкуешь, растолковываешь, ни хрена тебе не доходит. Можно жить так, как живешь, а все-таки жить можно. Повысил голос Завгар. Понял? Понял. Понуро ответил Максим. На свою задницу приключений ищешь. Найдешь мы. Пошли делом заниматься. И Завгар шагнул в ремцах. Дорогие слушатели. Слушать аудиокниги, скачивать их или смотреть эксклюзивные видео-версии аудиокниг можно совершенно бесплатно. Воспользовавшись любым из ресурсов, которые я для вас сейчас перечислю. Эти ресурсы являются официальными ресурсами, где аудиокниги выкладываю я, Костя Суханов. Удобнее всего, наверное, слушать на телефоне. Поэтому начну с Телеграма. Там можно слушать аудиокниги с выключенным экраном телефона и заниматься своими делами. Ну и, конечно, скачать их при желании. Появляются чуть-чуть попозже, чем на Ютубе, но Ютуб не вечен. Никто не знает, что с ним будет завтра. А Телеграм никуда не пропадет. Обязательно подписывайтесь. Чтобы найти канал с бесплатными аудиокнигами в Телеграм, достаточно в поиске Телеграм ввести. Аудиокниги читает Костя Суханов. Это канал. Существует также беседка в Телеграм, где 24 часа 7 дней в неделю я нахожусь на связи со слушателями. Очень теплая ламповая атмосфера присутствует. Называется чат «Беседка с актером Костей Сухановым». Добро пожаловать, хорошие люди. Найти меня и написать сообщение напрямую в Телеграм. Никаких проблем. Плюс семь. Девятьсот один. Семьсот пятнадцать. Двадцать семь. Восемьдесят восемь. Ютуб. Канал называется «Актер Костя Суханов». Ресурс «Бусти». Там зачастую аудиокниги появляются даже чуточку раньше. Этот ресурс очень немаловажен для людей, которые хотят поддержать выпуск аудиокниг, находясь за границей. Потому что донаты туда работают по всему миру. Просто в «Бусти» вбиваете «Костя Суханов». Там будет написано «Аудиокниги читает актер Костя Суханов». Черно-белая фотография с микрофоном и пальцем вверх – это мой лайк вам. Яндекс Дзен. Канал называется «Аудиокниги читает актер Костя Суханов». Рутуб. Канал «Костя Суханов». Группа в «Одноклассниках». Называется «Аудиокниги читает актер Костя Суханов». Группа ВКонтакте. Называется просто «Аудиокниги». Если не найдете, просто напишите мне в WhatsApp или Telegram. Плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь. Я пришлю ссылочки. Сайт акнига.орг. Сайт книговухи. Самые популярные специализированные сайты по аудиокнигам. Ищите исполнителя Константин Суханов. По вопросам рекламы, по вопросам эксклюзивных поздравлений для своих близких. Пишите или звоните. Номер телефона. Плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь. Также этот номер привязан к Telegram и WhatsApp. Эти мессенджеры работают, и в них я зачастую отвечаю даже чаще. Потому что во время записи голосовой помощник частенько отвечает за меня. Не стесняйтесь, оставляйте ему свои сообщения, я их услышу. Аудиокниги бесплатны только лишь потому, что именно вы поддерживаете мое творчество. Это наше с вами совместное творчество. Самый простой способ поддержать это отправить финансовую поддержку по номеру телефона. Плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь. Сбербанк, Тинькофф, Яндекс Банк, Юмани. Или же если вы за границей, то через Бусти. Про Бусти уже говорил. Аудиокниги я записываю только для вас. Каждую темную, а самое главное, тихую ночь. Всегда с любовью и уважением к слушателю. Актер Костя Суханов. Глава восьмая. Мама, пить! Мама, пить! Ну, пацаненок лет семи-восьми, тыкая с матери в колени ватных брюк. Тихо тебе, подожди. Говори по-русски. Грозным шепотом одергивала его мать, поглаживая по голове мальчонку. С другой стороны, к ней привалилась поразительно схожая, как две капли воды. Девчушка его же возраста. Она молча стояла около матери, положив голову на ее плечо. Второй рукой мать обняла ее. Грязно-серая повязка на кисти ее руки источала неприятный запах. Девочка терпела и изредка поглаживала рука в материнской фуфайке. Мам, больно? Ничего, доченька, ничего. Раскосый пацан продолжал ныть, буровя головой ее колени. Ай-яй-яй, такой большой, красивый мальчик и плаксун. Вмешалась с ней вдалеке сидящая пожилая худющая женщина. Близняшки? Поинтересовалась она. Мать молча кинула головой. Сядь, посиди. Тянула она мальчонку на рядом стоящую табуретку. Не хочу. Пить хочу. Ой, какой баловный он у вас. Опять вмешалась та же женщина. Он голодный. Вчера и сегодня ничего не ели, мои детки. Куда-то в пустоту, сказала мать. Секретарь-машинистка перестала стучать на машинки, разглядывая их, спросила. Вы не ошиблись? Здесь не Собес, а отдел районного образования. Да, я хорошо знаю русский язык. У меня высшее образование. Я учитель истории. Мне нужных за Франо, за Рудиной Вольги Михайловне. Ткнула она в табличку на двери. Люди в прихожей зашушукались. Ты бы напоила ребенка, а то он житья никому не даст. Нет воды, не знаю, где взять. А уйду, очередь потеряю. Ну, а дело такое, понеслись разговоры. Секретарша встала, подошла к ним. У вас есть кружка или стакан, из чего пить? Мать, поджав губы, покачала головой. Съехавший на сторону платок, открыл рваную запекшуюся рану на щеке. Секретарша оглядела всех и заявила. У заведующей посетитель не заходить. И вышла из приемной. Вскоре она пришла и принесла полную алюминиевую кружку воды. На, герой, пей. Протянула мальчишке. Тот резко поднял голову и глянул на мать. Бери, бери. Спасибо, скажи тетя. Спасибо, тетя. На чистейшем русском ответил мальчуган и в обе руки взял кружку. Но пей на здоровье. Засмеялась секретарша и затрещала снова печатной машинкой. Мальчуган внимательно оглядел кружку и протянул девочке. Пей, Деля. Маме сначала дай. Ответила девочка. Кружка поднялась к материнам губам. Пей, мама. Мать схлебнула маленький глоток воды и сказала. Пейте сами. Делька, пей, а то сам все выпил. Девочка жадно припала к кружке и стала пить. Все, выдохнула она. Пей сам. Мальчонка заглянул в кружку, радостно заглубался, отчего почти совсем сузились щелочки его глаз и стал медленно пить. Он пел долго и не спеша, часто заглядывая в кружку. Ты пивай. Мать опять чуть-чуть отхлебнула и отдала кружку дочери. Та поспешно опрокинула остатки его рот и уставилась на брата. Куда поставить кружку? Тот вопросительно смотрел на секретаршу. Напились? Да, спасибо. Так же чисто на русском ответила девочка. Ну, а кружку оставьте себе. Она у нас тут лишняя. Посетители снова зашушукались. Конечно, кто после них будет пить? Смотрите, как несет от них. Вертели нас сами бабы. Прошу меня извинить, это пахнет матью Вишневского от моей пораненной руки. Не обижаясь, ответила мать. Да и одежда у нас, горелое рванье. Тоже не французскими духами пахнет. Единственный выход — это пропустить нас быстрее, чтобы мы здесь не мешались вам. Видишь, напоили, а теперь пропусти, — заволновалась сутулая женщина. Секретарша молча зашла в кабинет начальницы и, выходя назад, вместе с прилизанным очкариком, объявила. Заходите, женщина. Дети пусть подождут здесь. Поднялся Галдиош среди очередников. Моя очередь. Да пусть идут, вонять не будут. Ребятишки судорожно уцепились за мать и не хотели оставаться одни среди чужих людей. Я не могу без них. Они у меня уже терялись. Мама, не оставляй нас. В проеме двери появилась стройная, мужиковатая на вид за франу. Короткая прическа, гимнастерка с орденскими колодками, подтянутая ремнем узкая юбка, блестящие сапоги. Все говорило о том, что этот человек властный, бывший военный. Что тут за галдеж? Окинула она недовольным взглядом спорящих. В раз все замолчали. Покрасневшая секретарша доложила. Вот та женщина с детьми от них пахнет. Ну, это и мазью. А дети от матери не отстают. Ну, и без очереди их не пускают. Пусть зайдут. Коротко отрезала начальница и хищ, нанюхнув воздух. Прихожая щелкнула трофейной зажигалкой, закуривая папиросу беломорканал. «Заходите, заходите, женщина!» Морщилась секретарша, не подходя близко к ним. Мать шаркая, грубо подшитыми валенками, вошла в кабинет. За нее крепко с обеих сторон держались ребятишки. Секретарша закрыла за ними дверь. Начальница стояла у своего стола и смотрела в окно. Курила. «Ну, рассказывайте!» Обернулась она к ним. Ребятишки, крепко держась за фуфайку матери, разглядывали плакаты на стенах кабинета. Я Ценгеляева Цаган Самбаевна. 1918 года рождения, уроженка Калмыкии, города Элиста. В 1939 году закончил Московский педагогический институт, исторический факультет. По окончании института была направлена в город Элисту, работала в школе учителем истории. Замужем. В 1940 году родились они. Погладила на поголовенком ребятишек. Вскоре, в 1941 же, забрали мужа на фронт. В 1943, 28 декабря, нас всех депортировали сюда, в Сибирь. С тех пор я здесь. Приписано к Шумихе, Каннского района. Работала в лесосеках. Муж с фронта был депортирован в спецлагерь Широкстрой на Урале. Связь с ним прервалась со времен моей депортации сюда. Хотя, по некоторым данным, от случайных очевидцев знаю, что он после освобождения из Широкстроя направлен был сюда, ко мне, на воссоединение с семьей. Но почему-то оказался в Манском районе, очевидно, ошибочно. Каннский, Манский, похоже, звучат. Звучат, похоже. До километров на пятьсот разделяет тайга. Первый раз вклинилась начальница. Откуда у вас такие данные о муже? Ответы на ваши запросы есть? Это же просто. Послать письмо на место его жительства и будет ответ. Нет ответов. На запрос не было ответов. Ни разу. Так, слышал от знакомых и чувствую душой. Приложил руки к груди цаган. Но душа дело темное, как и мужья. Сегодня с одной, завтра с другой. Вы что? Он у меня не такой. Скинулась калмычка. У меня тоже был не такой. Только пока я раненых на передовой таскал, он со штабной сучкой время не терял даром. Теперь я тоже одна сына воспитываю. Ладно. Это все детали, не касающиеся дела. Что вы хотели? Закуривая другую папироску, облокотилась на подоконник начальница. Работать хочу. По специальности детей учить, своих и чужих. Крышу над головой иметь. Семью восстанавливать. Не многовато ли за один раз? Усмехнулась начальница. Ольга Михайловна, все, что у меня есть, это дети. И все, что на нас, да и вот эта кружка. Секретарша ваша, спасибо ей. Напоила детей, а кружку вот назад взять побрезговала. Повезло, остались живы. Жилья никакого. Впереди зима, голодаем. Ничего нет. Ладно, давай документы. Устало махнул рукой начальница. Какие? Растерялась калмычка. Паспорт, диплом, справки какие есть. Наступила длительная тишина. Даже ребятишки перестали шушукаться за спиной матери. Калмычка и начальница растерянно смотрели друг на друга. У меня нет ничего, все сгорело, а паспорта вообще давно нет. Его сразу забрали. Вот, есть только справка от врача, что мне нужно лечение. А эту справку и отдай ему. Кому? Не поняла цаган. Кому тебя врач направил? Рявкнула начальница и хлопнула ладонью по столу. Ребятишки мгновенно юркнули за спину матери. Загремела по полу кружка, вывалившаяся из рук мальчонки. Кисад, дурак! Послышался негодующий шепот девчонки. Пацан быстро подобрал кружку. А почему мама говорит, что не знает, где папа? А нам говорит, что он герой, скоро к нам приедет, а пока лечится в госпитале. Шептал пацан сестренки. Значит, вот что, милочка, как там тебя зовут, не запомнила. Может, у тебя и есть это самое образование, и ты хочешь идти работать к детям? Мне тебе скажу, нет этого образования, есть партийное образование. И партия решила, что здесь мое место. Дети, наше будущее, их должны воспитывать люди, которые беззаветно преданы партии делу Ленина, Сталина. Учить патриотизму, любви к родине. Какому патриотизму научите их вы, вот такие, которых под штыками пригнали сюда, из-за которых и мы вот так живем? Предали родину, а теперь помогать вам? У вас, супроходимцев, ни имени, ни фамилии. Хотите липу мне вкатить, разжалобить? Стучала ладонями по столу начальница. Волосы ее растрепались, на губах выступила пена. Она закатывала глаза и молотила руками по столу, разбрасывая бумаги на пол. «Пойдемте, детки, тетя заболела!» Пятилась назад с детьми цаган. В кабинет заскочила растревоженная секретарша. Со стаканом воды в руках и каким-то пузырьком. «Шиво, убирайтесь отсюда!» Зло зашипела она. «Ольга Михайловна, Ольга Михайловна, успокойтесь!» Вливала ей в рот лекарства секретарша. Начальница мутно обвела взглядом кабинет и истерически зарыдала. Прихожей народу стало еще больше. Люди раступились перед калмычкой с детьми и им вслед неслись разные возгласы. «А теперь пойди, приема не будет из-за этих!» «Расстроили, сволочи, нерусские человека!» «Да контужная она!» «Впервые ей, что ли, так?» «Чего на людей зло срывать?» «Да какие это люди!» Слышал, что начальница кричала «Предатели, вот-вот, как там в басне Крылова?» «У сильного всегда бессильный виноват!» «Не можем жизнь научить и находим виноватых!» «Это уж политика, брось-ка!» «А то в соседнем здании быстро разберутся, что к чему!» Тихо вышедшая секретарша сказала «Ольга Михайловна сегодня больше принимать не будет!» «О, ты!» «Ну, нету ни карандаша, ни бумаги! Как учить детей? Мела простого нет!» Добавил кто-то. «Вот, не захотели мы аснюхать, до следующего вторника пальцем писать будем!» «От тебя и калмычня с высшим образованием!» «Да при чем здесь калмычня или тунгусы? Специалиста надо поставить, а тут одни партийцы у руля!» «Вон, спеца выгнали!» — кивали на бредущий цыган с детьми. «Эту дуру будут держать, пока в гроб не загонят образование!» «Но у нее ведь телепорт-билет в кармане!» «Посторонись, пройдемся-ка с нами!» И неизвестно откуда вынурнувшие два крепких молодца, взломив руки оплошавшему мужчине в очках, повели его в соседнее здание. «Говорила вам меньше болтать, так нет, договорились! Расходитесь! То и до вас в очередь дойдет!» Наглядывалась сутулая женщина. Цыган медленно шла по улице и завернула во двор двухэтажного дома. «Мама, мы куда? Мы сегодня есть будем?» С закаменевшим лицом и пустым взглядом она прислонилась к стенке дома и стала медленно оседать на землю, припорошенную кое-где снегом. «Мама, тут холодно будет! Пойдем вон туда!» Тянули ей ребятишки дальше. Вышедшая женщина в застиранном грязном бывшем некогда белом халате с помойным ведром напустилась на нее. «А чего это тут расселось? С утра уж поднабралась!» «Совесть бы поимели!» Наткнувшись взглядом на ребятишек, побежавших на место, где она выплеснула из ведра, она раскрыла рот. «Боже мой, они ж голодные!» Ребятишки подбирали картофельные очистки и пихали их в рот. «Твои?» — ткнула она в ребятишек рукой. «Мои!» — кивнула цаган. По ее щекам бежали жгучие слезы. «Эди, девка, баба, я сейчас что-нибудь соображу!» И взволнованная баба заспешила назад. Вскоре она вышла опять же с ведром и поманила цагана ребятню за собой к сараю за кучу дров. Она сняла с ведра фартук и оттуда потянула вкусным запахом. «Вот щи вчерашние, мал, правда, как знала, в кладовке припрятала. Ешьте, да не высовывайтесь, а то тут многие ходят, каждый бы хотел. А столовка аж вечером откроется, около нее болтаться нельзя, загребут сразу. Но если узнают, что я вас кормила, то она же нагреет меня. Уволят, как расхитительницу. Ешьте, ешьте!» Как знал, баночку консервную пустую не выбросила. «Да вон и ложку одну стянула. Хе-хе. У вас и кружка есть, каждому по инструменту, значит. Зовут тебя как герой. Смотрю, кружка-то у тебя ловчее всех. Херсан меня зовут. Кружку тетя из того дома подарила. Ишь ты, хорошо по-русски говоришь. В школе-то учишься? Не, мам нас учит, она учительница у нас. Все знает. Ты учительница?» Цыган кивнула головой и зарыдала. И калмычка я. Что ты, что ты, ну и что ж ты, калмычка? Успокаивала ее женщина. Это горе для меня и моего народа. Слыхал немного о вас, но чтоб так вот с вами прям не знаю, что и сказать. И она постепенно выспросила, что ж с ними произошло. Цыган уже немного успокоилась и рассказала все о себе. Ишь ты, грамотная. Я-то вот нет. Помогла бы тебе, да не знаю как, печалилась баба. Мужа бы мне найти, он где-то тоже на поселении после войны. Сколько уж запросов делал, ответов нет. Куда-то в другой район загнали его. Ох-ох-ох. Сибирь-то она вон этка, большая. Непросто разыскать человека. Скорбела баба. Нет, он тоже не все ладно. Мужик-то Кузьма мой раненый был. Аж после войны разыскала его. В госпитале на Урале валялся. На весточку все же пришла. Поехал забрала. Без руки. Хромой. Работает тут при столовке кочегаром. Ай, вот уж два дня запил сердешный. Ну, теперь пока не отопьется домой ни шаг. По друзьям боевым товарищам шастать будет. А работу, чтобы не потерять, самой пупу рвать придется. Придется дрова таскать, дотопить котел. Уборщица я тут работаю. Елизавета меня зовут. А где котельная? Спросил цыган. А я вон за сараем. Эти-то дровишки в сарай таскаем, чтобы не мокли дождями. А тут дверь прям в котельную. Хотите, мы вам поможем дрова в сарай занести? Да какие вы помощники. Рука калеченная, дребятня мала. Они у меня привычные к труду. Я и одной рукой много могу сделать. Я ж на лесозаготовках работала. Да и отблагодарить вас за пищу хотелось бы. Выручили вы нас, Лиза. Я не знаю, что бы мы делали. От голода уже падали. А домой возвертаться как будешь? Куда? Ну, в шумиху? Вех бы туда не возвращаться. Барак сгорел, где мы жили. Растолкали нас, куда попало. А везде тесно, спать негде. Многие, вон, тут же соорудили шалаши, в них жить будут. А ведь впереди зима. А уехать, уйти куда-то в другие села или районы нельзя. Обязаны жить туда, куда определили. Хоть помирай, наживи. Не помирают? Сколько угодно. Много наших умерло. Наших тоже много мрут, но хоть крыша над головой есть. Ладно, ребятишки, что же нужно сказать тете за обед? Спасибо, спасибо. Ой, какие молодцы, похвалила Лиза. Давай показывай, куда дрова таскать, Лизавета. А, вон сюда идите, здесь можно укладывать и в котельную заодно натаскаете. Ребятишки с интересом осматривали котельную. Особенно их заинтересовала лежанка в углу котельной, где на стене были наклеены разные картинки из журналов. Ой, как тут красиво и тепло. Тут даже жить можно. У нас всегда холодно, рассуждали дети. Давайте, ребятишки, таскать дрова, а то еще и на ночлег где-то надо устраиваться. Задумчиво смотрел на топчанца Ган. Так ты в шумих-то все-таки не пойдешь? Не пойду. Не хочу помирать в холоде и голоде. Пока были карточки, хоть мало было, но хлеба, продуктов давали. А сейчас все на деньги, карточки отменили. А где денег взять? Заработать надо. А где? Пока в бараке жили. Работа хоть и далеко была, да крыша над головой была. Барак сгорел, жилья не стало. Люди разошлись кто куда. В шалашах тоже недолго наживут. Или поумирают, или разбегутся. Возить отсюда в другую лесосеку перестали. Как добираться на работу? Никак. А там барак еще не построили. Мастер другую работу не дает. Пристает, паскуда. А как отказала ему, вообще зарплата никакой. Может, он и поджег барак. Лес-то там выработали. Давно приказывали оттуда выселиться. А тут на пожаре еще все сгорело. Хоть что-то было, да документы, главное, сгорели. Детей еле успела спящих вытащить. Не до документов было. Сама пообожглась она, об стекла порезалась, через окно выскакивали. — Милые, милые мои, за что ж на вас такое наказание? Горес накачала голову Лизавета. — Кабы не милиция, жиль бы вы здесь не тужили. За место Кузьмы вон котел бы топили. Ему, вижу, тяжко. А вот чужого кого не хочется. Вот ты рву пуп в столовке убирай, да посуду мою и тут топлю. — Лиза, а можно мы здесь заночуем пока? Ну, пока милиции не попадемся. Нос отсюда показывать не будем. Покажи, как здесь и сколько топить. — Все покажу, все. А вечером перед сном поесть что-нибудь принесу. Потерпите пока. — Ура! — Только мы здесь жить будем, лежать и картинки разглядывать! — радостно возвестил пацан. — Тихо, тихо, детки. Здесь кричать нельзя. — Утихомиривала его мать. — Мда, кабы не калмыцкое обличие, не бросались бы вы в глаза. — Да, калмыки мы. А так всяк увидит, доложит. Ой, господи, господи, до чего дожили. Ребятишки скоро натаскали дров в котельную. Цаган подкидывал поленья из кучи в сарай. — Если кто что спросит, скажите, я попросил вас натаскать поленья. А что здесь ночевать будете? Ни гу-гу. — Хорошо, Лизавета, не подведем. Дрова перетаскаем, закроемся в котельной. — Вот-вот. Ладно, пошла я. Буду вроде ненароком выходить, будто в уборную или помои выплеснуть. А вы лишний раз в уборную-то не шастаете. Там вон ведерко есть для золы. В него нужду справлять можно. Потемнеет в уборную выплеснуть. Лизавета ушла. Цаган подкладывала в топку дрова, а ребятишки играли на топчане. В котельной действительно было тепло, дети были без одежды. Цаган тоже разделась, была в легких штанах и кофточке. На ногах были все те же бахилы-валенки. Другой одежды не было. Она сняла платок, и тяжелый узел черных волос обнаружился на ее затылке. Многие ее сородичи-женщины из-за невозможности сохраняться от подвальных вшей стригли накратко свои волосы. Так легче было спасаться от насекомых, проще мыть голову. Детей безоговорочно стригли на волосы, зачастую девочек. Не было мыла, но когда стало появляться, было дороговато. Она знала, как варить щелок из древесной золы, и очень обрадовалась, когда увидела, что котельную в основном топят березовыми дровами. Качественный щелок получается из золы, именно из березовых дров. Кипятка здесь было вдоволь. Прислонив ведро с золой, залитый кипятком вплотную к топке котла, она вскоре увидела, что ведро кипит. Почувствовался неприятный едкий запах. Ребятишки были знакомы с изготовлением щелока. И с шелковисто-мыльным его свойством. Именно им и мыла их в последнее время цаган. Правда, летом она собирала много разных трав, которые годились и на чай, жамбу, и для купания детей, да и самой. Сейчас ничего не было, был только щелок. И то его надо было через что-то процедить от золы. В углу стояла огромная бадья, сколоченная из досок, пазы которой были проконопачены пакли. В углу дна была дырка, заткнутая круглой деревяшкой с тряпкой. При желании здесь можно даже искупаться, вымыть только ее надо. А, впрочем, она чистая. В ней, наверное, Елизавета стирает полотенца и халаты и прочее столовое тряпье. Сегодня вечер и ночь наши. Не выгонят нас отсюда. А дальше неизвестно, как получится. Философски думала рано. Сколько мы не мылись? Недели две, как не больше. Как бы в швата не завелась, потом от нее избавиться нелегко. Ой, как в прошлый раз. И она опустилась в воспоминания, как два года назад или чуть больше тайком убежала с шумихи. Вместе с детьми. Это было начало весны. Она довольно удачно за два месяца добралась до Манского районного центра. Иногда ее подвозили на лошадях, если было по пути. А большую часть она шла ночами, везя на широких санках, закутанных в тряпье детей. Шла по бездорожью, подальше от дорог, но ориентируясь на них, застывшая корка снега, наст, подтаявшего за день, была прекрасной дорогой, если бы не ручьи и речки, которых было великое множество. На них тратилось много времени, чтобы найти переход. Вот, еще пища. Ее катастрофически не хватало. Заходя в деревню, приходилось просить милостыню. А это было очень стыдно. Некоторые люди давали молча, что могли. Были такие, что прежде чем что-то дать, душу выматывали расспросами. А были такие, что просто гнали, кричали вдогонку оскорбления, угрозы. Калмычня проклятая, хлебца захотела. А мой сынок, не из-за вас ли подлых сложил голову под Сталинградом? В таких случаях цыган низко кланялась и извинялась. Простите, я не знал, что у вас такое горе, но там я не была. Я из других мест. Что она могла сказать обезумевшему от горя человеку? Ничего. И обижаться тоже не могла. Давали больше в тех деревнях, где не было калмыков. А в тех, где были калмыки, она милостыни не просила. Старался узнать о своих соплеменников. Не слышали ли они что-нибудь о мукубене Ценгеляеве? Никто ничего не слышал. И она не знала, и не знал никто, что до конца войны, снятые с фронтов воины калмыки, будут работать и погибать на стройках. На стройках широкостроя, на положении заключенных. И только в 46-47 годах некоторым счастливчикам из этих зон, освободившись, удалось соединиться с семьями. Чувствуя каким-то необъяснимым чутьем, данным не иначе, как господним провидением, цыган стремилась попасть в те места, куда после войны, год спустя, попадет ее муж. А пока, преодолевая нечеловеческие лишения и муки, она упорно идет в тот район, где его пока нет. А в это время он там, на Северном Урале, вгрызается кайлом и кувалдой в границ скалы, месяц бетон, сидит за рычагами трактора, зарабатывает прощение, неизвестно за что. И добравшись до тех мест, где он будет потом, она с обмороженными ногами свалится от усталости, держась для контроля за детей среди своих сородичей. И ее, обессиленную и сонную, погонят в комендатуру НКВД вместе с детьми. Будут кричать и топать ногами, грозить. Да как это она смеет нарушать приказ и самовольно уйти с места поселения? Да за это двадцать лет каторжных работ полагается. Они люди добрые, понимают, что у нее дети, и накажут не сильно. Днем уборка территории не такая уж тяжелая работа. Комнату даже дадут, чтобы детям было где находиться. А ночью? Ночью охранникам скучно. А ты, калмычка, славная, симпатичная. Такие предложения были и после второго побега. И тогда, не помня себя, она выхватила из рукава фуфайки небольшой, но острый кленовидный нож и приставила себе к левой части груди. Вот ответ на ваше предложение. Я это сделаю на глазах своих детей, и они всю жизнь будут проклинать вас за смерть матери. Майор просто испугался и, вытянув к ней руки из конфужина, просил. Отберите, ради бога, ну пошутил я, но вы, вон, образованная, интеллигентная женщина и достойна лучшего обращения. Только сдайте холодное оружие. Слово офицера, я вас оставлю на свободе. Но в шумиху придется вернуться. И когда она отдала нож, купившись на такое обещание, ее увели в другую комнату. Дети спали в углу в коридоре. В комнате оказалась женщина-надзиратель из тюрьмы и, не церемонясь, принялась ее обыскивать. Ничего такого не нашли, кроме карты. Восточная Сибирь, спрятанной у нее на груди. За нее она отвалила ползарплаты местному учителю географии. Подобная карта ей нужна была для бегства, для ориентировки на громадной территории Сибири. Не имея карты, она бы уже погибла. И случаев таких было немало. Взять хотя бы тот, когда она из последних сил тянула санки с детьми лунной ночью по превосходному насту. А вокруг нее то ближе, то дальше зеленели движущиеся огоньки. Если бы она не вспомнила по карте, что скоро будет очередная деревня, то наверняка бы свернула для ночевки к стогу сена, где и пришел бы ей конец от волчьей стаи. Но она чувствовала, что бежать нужно туда, в ту сторону, и отчаянно крича добежала до колхозной коровьей фермы. Выскочивший сторож с ружьем бухнул куда-то в сторону, подранив волка, чего остальные будто по команде накинулись на подранка и разорвали его в клочья, напрочь забыв о цели своего преследования. Почти неделю прожила цаган на коровнике. Доярки щедро поили ее и детей молоком, пока завхоз их не предупредил. «Ищу, девка, тебя, кто-то донес, что ты у нас в деревне». Как только стемнело, цаган молча потянула санки с детьми дальше. А тогда майор, увидев карту, внимательно посмотрел на нее и, изредка поглядывая на цаган, спросил. «Где умудрилась достать? В школе?» «Нет, из Калмыкии привезла», — выгораживала она учителя пропойцу. «А в Западной Сибири, случайно, нет?» «Была, дала тем, кого высадили там». «А где это?» «В Омске, например». «Вон как, географию знаешь». «Пришлось, вуз все-таки закончила». «А за карту знаешь, что можно пришить?» «Знаю». «Плоть до шпионской деятельности, а за это расстрел». «Верно, верно». «Что ж с тобой делать?» «А накажите за вшивость, отправьте назад», — вконец обнаглела цаган. «Что ж, слова офицера надо выполнять», — посерьезнел майор. «Дежурные, оформите сопроводиловку в Шумиху Каннского района. Вот тут в дипломе и разных справках правильно напишешь ее фамилию, а также детей». «Слушаюсь», — козырнул дежурный. «Разрешите гражданку везти с собой?» «Давай действуй». «Ну что, цаган Самбаевна, желаю здравствовать». «Это все, что я могу для вас сделать, как однокашник». «Как?» «Еще больше растерялась она». «Знаете, я тоже в 1940 году заканчивал этот же институт. Только я географ». «Потом спецнабор в НКВД». Орвал он на узкие ленты карту цаган, за которую она отвалила ползарплаты учителю проповице. «Мне жаль, что так с вами получилось, с вашим народом». И, отвернувшись от нее, он стал закуривать. «Пошли», — дернул ее за рука в файке дежурный, неся пакет с ее документами. Потом ее довезли на Черном Воронке до станции Комарчага и посадили в общий вагон. Ребятишкам поездка в Воронке понравилась, а уж о поезде и говорить не приходится. Они во все глаза глядели в окна и удивлялись всему увиденному. Сопровождал их смешливый сержант, который перемигивался с ребятишками и краснел, если ловил на себе взгляд цаган. У него был настоящий пистолет в кобуре, и кирсант с интересом посматривал на оружейную амуницию. «Нравится?» — спросил его сержант. «Ага. А кем ты хочешь быть?» «Военным». «А почему?» «Чтоб пистолет заиметь и чтоб всех застрелить, кто маму мою обижает!» «Пух-пух-пах-пах! Вот так!» — закричал пацан. «Кирса, ты дурак!» — покрутила пальчиком у виска Деля. А цаган задохнулась от изумления. «Кирсанчик, ты что?» «Пять хороший, веселый и меня не обижает!» Мальчишка вдруг уткнулся ей в колени и заплакал. Сержант вконец смешался и вышел в тамбур покурить. До самого Канска ни сержант, ни кирсант больше не перекинулись ни одним словом. Комендатуре НКВД Канска сержант сдал документы и арестован их дежурному. И, уходя, потрепал по голове мальчишку. «Молодец, защитник!» Кирсан сопел и молчал. Сержант снял со своего плеча тощий вещмешок и повесил на плечо Кирсана. «Чего там?» — живо поинтересовался пацан. «Да хлеб полболки, да сахар кусок!» «Ух ты!» — восторгался пацан! «Как у настоящего солдата!» «Вот приедет папка из госпиталя, тот и обрадуется!» «Зачем вы? Вам же на обратную дорогу нужно!» Обеспокоилась цыган. «Ему нужнее, чтоб быстрее рос защитник!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Засмеялся сержант и заторопился в обратный путь. «Пройдите сюда!» — поманил дежурный цыган, и она с ребятишками шагнула в комнату, которая оказалась совсем крошечной. Дежурный тут же закрыл за ними дверь на засов. Здесь был только короткий деревянный топчан и большое грязное ведро. Больше ничего. Почти под самым потолком было маленькое зарешоченное окно. На стене, тоже под потолком, лампочка под колпаком из толстого стекла, тоже под проволочной сеткой. Стены были серые и шершавые, грязного цвета. «Ну вот и приехали!» Оглядывалась цыган, присаживаясь на топчан. «Не хочу я здесь быть! У нас в бараке и то лучше было!» Надулся керсан. «Думаешь, я хочу, а вот сижу!» По-взрослому ответила сестренка. «Ну и сиди, если хочешь, а я не буду!» И мальчишка рванулся к двери и забрабанил по ней руками и ногами. Обитая жестью, дверь загремела, как пустая бочка. «Ты что, керсан, уймись!» Подхватила его мать, оттащил он топчан. Дверь загремела за совом и открылась. «Что такое?» Удивленно спросил дежурный. «Не хочу здесь быть! Здесь плохо и холодно!» Визжал пацаненок. «Гражданка, вы имейте своих детей, иначе мы вынуждены будем разъединить вас!» «Кстати, вас вызывает следователь!» «Ну, вот и хорошо, пойдемте сейчас к нему!» Взяла детей за руки цаган. «Вас одну вызывают, дети подождут здесь!» «Нет!» Заревела цаган. «Я одна не пойду!» И сгребла детей в охапку, забилась в угол. «Пусть следователь идет сюда или вызывает нас всех вместе!» Дежурный молча постоял и захлопнул дверь. А цаган, трясясь и заглядывая в глаза своим детям, попросил их вести себя тише. «Помните, вы еще совсем маленькие были, и перед концом войны мы также убежали искать папу. Помните? Тогда я обморозила ноги, нас поймали, меня положили в больницу, а вас отправили в детдомы, причем в разные. Сколько прошла я унижений и издевательств, пока разыскала вас! «Помним, мама, помним!» Плакали вместе с ней ребятишки. Они так и сидели в углу на полу, когда вновь открылась дверь, и на пороге вырос красномордый детина с портфелем в руках. Дежурный поставил ему табуретку. Сев на табуретку, он поставил на колени портфель и достал оттуда пачку бумаг и пакет с ее документами. Начал разглядывать их. Поигрывая карандашом, он весело глядел на сбившихся в углу мать с детьми и сказал. «Старые знакомые?» А подросли, волчата, подросли. «Ну что будем делать, госпожа?» «Хм...» «Тогда скостили наказание из-за болезни, сейчас друг просит не наказывать, а отправить на прежнее место жительство. Везет тебе. Или ты все-таки вкусная? Ха-ха-ха, дружок распровол, а?» Засмеялся он краснею еще больше. «А меня обмануло, кричало, что венерическая не далась. Обмануло, обмануло, уже злее мотал головой он. А ведь могло тогда быть все по-другому, осталось бы в Манском районе и снова бежать не надо было бы. Видишь, ему уже нашла бы». Цаган встрепенулась. «А вы ничего не знаете про моего мужа?» «А, милочка, без этого у меня работ хватает тебя отловить, разыскивать и тебе подавных. Нам уж найдется, если живое сейчас. Куда бежала, в орешное? А где взяли тебя с выводком?» «На киянских полях. От волков ушла, жива осталась. Люди сначала помогли, а потом выдали. Ваши догнали перед тюлюпом. Пришлось вот на дорогу выйти, другого выхода не было. Горы, уманы сильно крутые оказались. «Позавидуешь твоей настырности. Ну да ладно, теперь о деле. Как быть с тобой? Ты понимаешь, что тебе полагается за побег? Самое малое лет пять тюрьмы или десяток лет в зоне? Без детей, разумеется». Цаган склонила голову, встала на колени. «Наказывайте как хотите, только не разъединяйтесь с детьми». «Чем ты купила замятина, что он хлопочет о тебе?» «Учились мы вместе в одном институте». «То-то вижу грамотно. Значит так, берешь бумагу и пишешь о том, что имея право на воссоединение семьи, ты искала мужа в Манском районе с целью вернуться с ним в Шумиху Каннского района на место своего спецпоселения. Данные о месте нахождения мужа в Манском районе оказались ложными, и ты добросовестно, добровольно вернулась в Шумиху с детьми. «Предь, обязуешься не покидать место, определенное на поселение без разрешения властей?» «Дежурный, дай ей бумагу и чернила». «Можно вопрос?» «Можно». «Я учитель истории, хотел бы работать в школе. Можно мне обратиться в РАНО по поводу работы?» «Следователь задумался». «Нет, думаю, бесполезно». «Значит, пишешь, что я сказал. День тебе на сборы, день добраться до Шумихи». «Через два дня, если ты не заявишься к своему участку, пеняй на себя». «Собственно, сегодняшний день пропал, дел к вечеру. Переночуешь здесь, в КПЗ, хоть как-то накормят здесь твоих волчат». «Раз не отпускаете, значит, посадят меня», — потускнел от Саган. «Куда я на ночь в мороз выгоняя тебя?» «Пока напишешь объясниловку, совсем потемнеет. Вон, к гарантии того, что отпущу завтра с утра, возвращаю твои документы. Распишись в получении». «Спасибо вам». «Не, мне спасибо, замятина спасибо». «Он меня выручал, выручай теперь я его». «Ладно, живи». «Дежурный!» «Вот, ордер на освобождение гражданки Ценгеляевой с детьми с завтрашнего утра. Ночь ночует в КПЗ, накормишь. А утром?» «Чё утром?» «Кормить?» «Хм, накормишь, накормишь». «Как не положено после освобождения. Не жадничай, коморин!» «Слушаюсь». Следователь тягуче поглядел на Цаган, который, стоя на коленях, прислонилась к Топчану и писал объяснение. «Напишет, отнесёшь ко мне, а их до утра запри». «Слушаюсь». «Сновато тут трохи, ночевать можно в другую камеру их». «Разберутся, не ларды». И следователь ушёл. На утро их действительно выпустили. Сопровождающий сержант разыскал на базаре мужика, который возвращался в шумиху после распродажи картошки. Мужик долго спорил, упирался и никак не хотел брать их в сани. Он уповал на плохую погоду, которая ещё не восстановилась. «Снегу лишь мало, грязь в сани разворачивает». Хитрый, веслоусый сержант согласился найти кого-нибудь другого. И мужик от радости протянул ему кисет с махворкой. «Закуривай служивый». Попыхивая самокрутками, они разговаривались и оказались земляками из соседних деревень. «Как нынче врожай!» — затягивался дымком сержант. «А нынче, слава богу, вон картохи накопали больше ста мяшков. Не знам, куда девать, бум. Налог-то сдали». «Так чё сдавать-то? Смех один. За мной три сотки значатся у дома». «А где ж ты столько картошки накопал?» «В колхозе украл». «Ой, милый бог, в тайге бывший ссадин, земли сколь хошь. Вот шесть мяшков отвяз, дорога никудышная, ещё не определились. Но снежонку он навалит, положу сюда и ток-дай, на расхват берут». Захлёбывался от радости мужик. «Лошадка-то своя или в колхозе выпросил?» «Своя, милая, своя. Тишком содержу в таёжной заимке». «Ну, знают. Налог за лошадь большой». «А кто?» «Я, к примеру». «Разрешение на продажу картошки есть?» «Нет». «Налог за огород платишь обманной?» «Два». Загибал пальцы сержант. «Лошадь содержишь без разрешения, не платишь налог за неё». «Три». «А может, она вообще ворона. Четыре. Её конфискует, а ты за решётку загремел. Вот так». Радостно разгладился сержант. «Да земляк, как же ты это всё?» «Ну какой я земляк? Тётке в деревне туда иногда езжу». «Слышь, милая, не губи, а? Кого доставить куда надо? С милой душой. Вот гуся обменял на картошку. Возьми, дорогой, вот с душой даю». «Взятка?» — посуровил сержант. «Какая взятка? Твоя тётка на мед не передавала, совсем запамятовал». «А, ну тогда, конечно, давай». Разъехался в улыбке сержант. «Значит, доведёшь до шумихи. Сдашь участкового, мол, вот красавица с детьми». «У них вес-то и одного мешка картошки нет, а ты сюда шесть вёз». «Всё, понял?» «Да понял, понял. Да везу сдам. Ну а счастливым? Не вздумай высадить их где, головой отвечаешь. Сам позвоню участковому, проверю». Нюхал сержант тушку гуся в мешке. «Да свежая, не сумлевайся!» — постерёл лицо мужик. «Ну, садись, аристократия!» — пригласил мужик цыган с детьми в сани. «Детей вон, эдак так, на соломку да пустыми мешками прикрой, укутай. Ну а сама уж как выйдет». Расселись по местам, и мужик, трогая с места, попросил. «И уж, служивый, коль чё, запомни меня, картоху возить буду в мешок и тебе закину. Или уж не возить. Гниёт ведь!» — заскорбел мужик. «Вози, вози! Помогу я с чё, земляки ведь!» — захохотал сержант и, сунув гуся под мышку, пошёл у своей оси. «Что ты подавился!» — сверкнул глазами мужик. «Но, милая!» — хлестал он лошадёнку. «Ответь, вас тут поднесло, черти косоглазые! По-русски не бельмеса, а туды же за компанией с милицией!» «Извините нас, ради бог, я понимаю, что из-за нас вам пришлось отдать гуся, и зря вы лишнего про себя ему рассказали», — ответил цыган. «У мужика отвисла челюсть, и он, как рыба, похватал ртом в воздух, наконец только и смог сказать». «У-у-у!» — натягиваю вожжа. «Да ты всё понимаешь. По-русски я вон как говоришь. Обличье вроде как не русское». «Калмайки мои, это детки мои. Вернули нас в шумиху назад. А барак-то где мы жили в лесосеке номер пять, знаете?» «А где ж не знать. Этот участок направо по гремучей разлоге. Я, вон, живу на другой стороне села, по левую руку, и заимка у меня по другую сторону, в зелёной разлоге. Знаешь где?» «Нет», — покачал головой цыган. «Да, заимка, название одно. Землянка в гору врытая. Раньше тоже там лесоучасток был. Лес вырубили, теперь там известь жгут и картошку сажу. «А вот как без лошадёнки-то, а?» «Ни как, мать, и вон туды ограбил!» — разразился гневу мужик, вспомнив сержанта. Так и ехали, разговаривая о том, о сём. Кирсон всё посматривал, как правит вожжами Ефим, так звали мужика, и, поглядывая из-под лоби на него, вдруг выпалил. «Дядя Ефим, а может, я лошади и покомандую?» «Ух ты, остроглазый! На-ка, одну вожжину вот тебе дам!» Кирсон уселся рядом с ним на колени и, подражая ему, подёргивал и почмокивал на лошадь. Лошадёнка была резвая, бежала легко, дорога ближе к шумихе была более ровная. «Ты вон чё, девка! К участковому, хошь-не хошь, тебя доставить придётся. Мне-то ответ держать придётся перед усатым. Ежели чё не так, ходу мне на базар не будет». «Да не печальтесь, конечно, доставляйте». Участкового на месте не оказалось. «К вечеру будет», — сказала уборщица, убирающая контору. «Поехали-ка ко мне домой пока». Проезжая по селу, попадавшиеся навстречу знакомой Ефима шутили. «Чё, Ефим, молодух с приданным везёшь?» «Ха-ха!» — скалился незлобливо он. «На картоху в город был обменял». «Но тебе, Полин, тусы, пощипат!» «Ничего, выйдю же!» Подъехав к старенькой избёнке, Ефим велел сидеть им в санях, а сам зашёл во двор и в избу. Через некоторое время он вышел, неся что-то в мешке. «Вот вам, на первый случай, полмешка картохи, краю хлеба досал кусок. Больше ничего нет». «Да бабы вон дома и нет. Может, чё ещё бы сообразило». «Ой, да вы что! Может, и этого не надо было?» — засмущался цаган. «Другое время, может, и не надо было бы. А сейчас он сгодится. Поехали, смеркаться уж. Должен быть страж закону». Подъехали к конторе как раз вовремя. Нескорослый лейтенант куда-то спешил. «А, беглецы!» — остановился он. «А я уж думал, вас где-то посадили. Вон, опять вы своясь и вернулись». «Вернулись!» — хмуро ответил цаган, подавая ему сопроводительную бумагу. Он бегло осмотрел её, почитал и сказал. «Отвези их домой, Ефим, в барак, в гримучку. На днях там буду разберусь. И носа не показывать оттуда. Нарушишь ещё раз, посажу». «И надолго! Что-то вот очень тебе везёт, Цангеляева!» Цаган молчал. «Давай, Ефим, у меня ЧП!» — побежал я. «Поехали!» — кивнул Ефим и задёргал вожжами. Цаган всё так же молча села в сани. Дорога в гримучий лог была отвратительная. По ней ходили трактора, вывозя брошенные хлысты и брёвна на дрова. «Вы как доехали! Большое спасибо вам! Хотя век бы сюда не возвращаться!» Барак был старый, неухоженный. «Ой, вот, занесу! Уж больше вёз!» — поднял мешок Ефим на протест от цаган. «Показывай, куда и!» «Да, вот, вот, в дальний угол!» В бараке было шумно, грязно, дымно. Кое-где виднелись подобие комнат, отгороженных и то не до потолка, а из неструганных досок. Плакали дети, слышались пьяные голоса. Была какая-то особенная вонь от скучности людей. Цаган нерешительно остановился у крайнего топчана, на котором в обнимку лежали мужик и растрёпанная баба. «Вот моё место, а здесь оно было раньше, загорожено было, а эти, наверное, доски пропили или сожгли в печке». «Эй, квартиранты, освобождай место хозяевам!» Бесцеремонно расталкивал спящую парочку Ефим. «А, чё? Место, говорю, освобождай!» Наседал Ефим. Мужик неохотно поднялся и потащил за собой бабу к середине барака. «Вот тут мы и живём», — грустно заключил цаган. «Да, бардаку больше бараку», — вымолвил Ефим. «Много чё видел, а такое?» — закачал он головой. «Ну что ж, живи как-то, деток сберегай, пойду я». «Спасибо, спасибо он, дядя!» — кланялись ему след ребятишки. А через неделю случился в бараке среди ночи пожар. Дверь была одна, и около неё бушевало огромное пламя. Что-то очень дымно горело, то ли бочка с отработанным мазутом для растопки печки, то ли автомобильные шины, на которых были настелены доски для постели. Кто мог, тот выскочил через разбитые два окна. Пьяные, угоревшие от дыма, старые и немощные сгорели сонными. Цаган сумел, уже теряя сознание, схватить детей в охапку и с ними выскочить через окно. Не заметила, как об осколке стёкол, торчащих из разбитого окна, сильно порезала и обожгла руки и щёку. На ней дымилась одежда, и, выскочив наружу, потеряла сознание. Проснувшиеся ребятишки ничего не понимали, в страхе отбежали в сторону от окна, через которое продолжали выскакивать люди, и через него же выбрасывался разный домашний скарб. Цаган лежала среди кучи всякого хлама, по ней топтались выбегавшие из барака люди, с крыши уже начали падать горевшие головёшки. «Ой, эжой, эжой, мама, мама!» – вопила Деля. «По-русски кричи!» – набросился на Ньюкер Сан. И подбежал к мужику, который только что выскочил за окна и подбирал какие-то вещи. «Дядя, зачем мою маму перешагнул и не поднял её?» Закрываясь от огня, кинулся мальчишка к матери и стал тянуть её за руку. Селёнки не хватало, цаган продолжал лежать среди всяких обломков. Опешивший мужик стоял и ошарашенно смотрел на эту картину. «Помоги маму вытащить!» – завизжал Аделя и замолотил ручонками по спине мужика. «Дык, я чё? Знам дел подмогну!» И мужик в два прыжка подскочил к цагану, схватив её в охапку, кинулся бежать от бушующего уже огнём окна. «Бежи, малец, за мной! Сгоришь!» И только он опустил её на снег, как крыша барака, выгибаясь и постреливая от громадного пламени, вдруг разломилась пополам, и одной половинкой сползла куда? Как раз туда, где лежал ранее цаган. «Господи, спаси и помилуй!» – крестился мужик, шлёпая в страхе губами. «Ну, малец, долго жить будешь, коль мамку свою из огня спас!» Акерсан сидел рядом с матерью, горько плакал и всё твердил. «Мама, открой глазки! На дядю посмотри, это он тебя вытащил!» «Смотри, вон, там, где ты лежал, уже большой пожар!» «Ну почему я маленький, не сильный, не смог сам тебя вытащить?» Сокрушался пацан, а Дэви хлопотала вокруг матери, вытирала лицо комочками снега и всё повторяла. «Мама, проснись, нам нельзя без тебя!» И словно на просьбу дочки, цаган вдруг открыла глаза, закашлялась. Мутно поведя глазами, она с трудом села и, сжав руками виски, так сидела некоторое время. Потом, взяв поигрышню снега, вытерла лицо и, прижав к себе детей, долго сидела, так низко опустив голову и что-то шепча. «Ох, Мукубен, Мукубен, как нам плохо, где же ты?» И она закачалась в обнимку с детьми в тихом плаче. «О, живой! Вон туда, под навес идите, где чурочку пилили!» Оповещал какой-то старик с закопчённым лицом в каких-то лохмотьях вместо фуфайки. Мало кто среагировал на предложение старика, а все так и стояли или сидели пооды, или в оцепенении смотрели на пожарище. Потом стали сходиться в кучки, ведя разные разговоры. Надо было ожидать этого. Барак-то списанный, лесосека выработанных. Кому мы нужны, старики да каляки? Вот и избавились. Антониха где? Догорает. Она уж неделю не поднималась с топчана. Эти, полуслепой калмык со старухой, там же сгорели. Постой, постой, а это бабонька молодая калмычка с двумя близняшками? Цыганка? Ну-ну. Вон сидит, отдыхается. С ребятками сумел выскочить, а спиридон-то спотсобил, сказал, из огня вытащил. Это спирь, как калмычню, спас. Запетушился низкорослый мужичок в драной рубашке. Эш, ядре его в корень, он давно к ней клинье подбивал, да она его вся отшивала. Ну, теперь, и чё поди, отплачивать будет. Тьфу, кабелины проклятые, всё одно у вас на уме. Тут думать надо, как жить дальше будем, а вы всё про гульбу. Да душ-то сколько загублено! Где энти, которые вчера всё пили, да в карты играли? Человек восемь их было. Да, где? На месте, где улеглись в повалку, там и догорает. А ты чё? Ей, крест, к полуночанию уж угомонились, напились, наигрались, подрались. Сам видел, проходил мимо, на улицу отлить выходил. Всё тихо было, и печь почти не топилась. Ещё дров хотел подкинуть, поленился. Да и поспал-то я, может, час какой после выхода, так очумел. И тут я сразу полыхнула. Не, это поджог. Со всех сторон солярочкой окропили. Калмычкин вон угол, он завсегда холодный, а там тоже заполыхало. Тут такое ещё. Чтоб топчаны не строить, старые шины стали тащить, да на них доски класть. Вот тебе и быстрая постель. А в дырке шин сено стали натаскивать, для тепла вроде. А кто шины к бараку подвёз? Их ведь никогда здесь не было. То-то неизвестно. А кто надоумил их вместо топчанов использовать? А Лёнька, хромоногий, но этот, комендант. А где он? Наверное, у себя в комнате был. Вот в том-то и дел, что нет. Ещё днём рябой этот, но его подручный, чё-то выносил из его комнаты. Запер её и оглядывался. А Лёньки-то самого и не было целый день. Вещи, вон, стал быть, сохранял от пожара. Точно! А бочка с мазутом. Вроде как для растопки печки. Зачем? Вот то-то и оно. Может, и сгорели они? Кто? Ну, это, комендант-то рябой. Хм, да они уж в другом леспромходе, другого района, в тёпленькой комнатёнке налаживаются докладывать, что там да и как в следующем бараке. Понял! Иди ты! Уж точно! Несколько человек подошли к цагану. Слышь, молодуха, поднимайся с мёрзлой земли, закчинеешь. Цаган медленно поднялась, к ней прижались ребятишки. Нащупывала себя и сокрушённо качала головой. Ничего не осталось. Документы и те сгорели. Как же мы теперь? Эй, не печалься, девка. У нас уж давно ничего нет. Живём. Вон ещё один пожар пережили. Люди крутили носами, отплёвывались, несло мясной гарью. Горелый человечный. Пока горели различные части барака, мазут, шины, бушущий столб огня с дымом уносил все запахи его с неба. Когда огонь стих, и всё, что могло быстро сгореть, сгорело, стались догорающие брёвна стен, мерцая огромными головёшками. И вот тут-то тошнотворно запахло горелым мясом. Горели трупы людей. Как ни странно, две кошки, жившие в бараке на общих основаниях, остались живы и невредимы, и ходили между людей, хищно принюхиваясь. — Тузико жалко! — захлёбывалась слезами полоумная девка, сидя на пне и вытирая ладошками опухшее лицо. — Да ладно тебе! — утешала её мать-старуха. — Вчера сёбёг твой Тузик в шумиху, сама видела. — Не ври, мамка, он со мной спал, потом со страху под топчан забился, сгорел. — Экая печаль за собаку, тут люди сгорели. — Да, я пусть, мне их не жалко, они меня дразнят и сильничают. — Тузика жалко! Люди ходили вокруг пожарища, выискивая что-нибудь пригодное для жизни. Не обошлось и безруга, ни драк. Кто-то в самотохе схватил чужую подушку и теперь, подремывая на ней, по-хозяйски посижил. А высокая сутолая баба всё ходила кругами вокруг пожарища и бормотала. Ведь помню, далеко швырнула из окна подушку, должна ж где-то быть. — Хе-хе, Нюрка, поди любовник в обнимку с твоей подушкой сгорел. — Не-не-не, выдернул я из-под него подушку. Он ещё башкой от доски топчана стукнулся. А потом за ним сунулся, а там уж полыхает вовсю, так и не проснулся. Вчера с дочертиков нажрался. — Эх, лёгкую принял смерть. — Да хоть бить мне, а теперь не будет, собака. — Ну-ка, ты вон на чём сидишь? Сунула она своё лицо, чуть не под подол толстой бабе. — Хоть отсерь! — Бабы! Эта стерва мою подушку слямзила! Нюрка толкала в сторону бабу, но та сидела прочно. Схватив за угол подушку, она потянула её на себя. Захвачатся подушки ещё плотнее, прилепилась задом к другой её стороне и оттолкнула Нюрку. Так, остылявая рукой, крепко ухватив угол подушки, ссунулась назад, вырвав с треском кусок обветшалой ткани. Вокруг взметнулись перья. А так! Взревела толстуха и, откатившись от подушки, схватила её и запустила в хозяйку. Зметнулось облако перьев, пуха, пыли. Нюрка горестно запричитала. — Мамочка моя родная, пропало твоё преданное! Погорельцы, забыв о своём горе, сгрудившись вокруг дерущихся баб, хохотали и подзуживали их. Тот ходил в чужой шапке и готовился к очередной разборке. — Моё это понял? — Твоё там сгорело! А кто-то, выскочивший в одной драной рубахе, уговаривал совестью его соседа. — Я ж тебе помогал! Думал, возвернуть за своим успею. Не успел. Дай хоть какую-то тряпку на плечи. — Пожарище-то жарко! А к утру погаснет, замёрзну, до шумихи не доберусь. — А чё, шумиха, кто там нас ждёт? — Ну всё-таки люди, власть там. Чё-нибудь придумают по горельцам. — Ага, щас, раскошелятся! — Давай, пока не замёрзли, да светло от пожара, хоть шалаш какой-нибудь построим. Вон, где чурочку пилили, к навесу пристроим. К утру измученных людей стал морить сон. Двигаясь ближе к угасающему пожарищу, цыган наломала веток и кинув их на растаявшую землю, села сама и положила голову детей себе на колени. — Спите, детки, пока тепло. Ничего бояться не надо. Мы вместе. — Только папа и деда, — сонно заключил Кирсан. — Всё будет хорошо, спите. Так и застал их утренний рассвет. Многие люди точно так же дремали у пожарища. Уже на рассвете к пожарищу приехал чёрный воронок. Четверо НКВДшников молча вышли из него и обошли вокруг пожарища. Приглядывались к спящим и сидевшим кучами людям. В строившем шалаши даже не подошли. — Ну что, у костерка решили погреться. Становился у самой большой кучки людей высокий чин. Люди молчали. — Поймали мы тут двоих, кто петуха красного вам подпустил. — Да, о, говорили, что это Лёнька и Рябай подожгли. Наперебой загалдела толпа. — Да я тоже, вон, знал, что это они. Да помалкивал. Говорю же, двери специально горючкой облили, да подожгли. Военные внимательно слушали и посматривали на ораторов. — Хлеба-то хоть кусок, да какую крышу нам дадут теперь? Как жить? — Дадут, дадут, — отвечал главный. Потом он пошептался со своими, указывая глазами то на одного, то на другого погорельца. Подчиненные согласно кивали головами. Погорельцы друг перед другом выказывали свои подозрения и свое неудовольствие, что их совсем забыли власти. — Ну вот мы приехали, чтоб помочь вам. Четверо свидетелей поехали с нами для опознания поджигателей. Я поеду. — Ну и я. — Кто еще двоем? Ехать больше никто не хотел. — Да, может, и я поеду, — засомневался мужик в рваной рубахе. — Холодно, я раздетый. — Ничего, ничего, там тепло, — кивнул на воронок начальник. — Ну и вот вы, — кивнул он на спирьку. — Да не, я не поеду. — Ну вы ж говорили. — Да мало ли че говорил. — Ну за свои слова отвечать надо. — Да пошли вы, тут душа чуть не сгорела, — взъярепенился спирька. — Ах он как. — Проводить-ка его в машину. Двое военных подошли к нему. — Пройдемте. — Лучше в огонь прыгну, — отступил он. — К угасающему пожарищу. — А с вами, Ироды, не пойду. — Пойдешь. — Кинулся ему в ноги НКВДшник, и опрокинул Надим. Голова спирьки угодила в начало пожарища, в тлеющие угли. Запахло палеными волосами. Пока возились с ним заламывая руки, лицо и шея спирьки оказались в волдырях от ожогов. — Ну вот, перед вами настоящий поджигатель. Криво засмеялся высокий чин. Орущего и сопротивляющегося спиридона затолкали воронок. Туда же последовал мужик в рваной рубахе. Косматый мужик, вставший ночь на отлив, пытался ускользнуть, тихонько понес ветки к строившимся шалашам. — Брась, иди с нами, — приказал начальник. Мужик пустился бежать. Начальник нецелес выстрелил ему вдогонку. Попал в ногу. — А вот вам еще один поджигатель! Мужик корчился и охал. Его подхватили под руки военные, затолкали в воронок. — Сколько человек сгорело! Погибли люди! Люди молчали. — Значит, все живые. Хорошо, — повеселил начальник. — Сузика жалко! — скривилась полоумная девка. Мать тут же закрыла ей рот ладошкой. — Чего-чего? — повернулся к ним начальник. — Собачонка! Собачонка у нас убежала в шумиху! — закивала бабка. — Она вам убогая, с кошками да с собачками спит. — А кто четвертый? — подошел к начальнику солдат. — Пожалуй, троих хватит. Махнул он рукой. — Поехали! Военные залезли в воронок, и он тронулся. Люди долго провожали его взглядами. Молчали. — Вот чё, товарищ погорельцы! — поднялся одноглазый старик с закопченным лицом. — Не хотите помирать? Расходитесь от серь. Сгибнем здесь все мы. Жить негде раз, жрать неча два. Идить надо, или в шумиху, или в другую лесосеху, кто работать может. Кучками по несколько человек люди двинулись прочь от пожарища. Куда? Никто не знал. Саган посидел еще немного, ожидая, чтобы подольше поспали дети, и стал будить их. Хорошо, ребятишки были некапризными, и после первых же слов засобирались в путь. — Мам, а может, мы в шалаш себе построим? — оглядывался на пожарища Керсан. — Нет, сыночек, замерзнем мы в шалаше. — Да и есть что-то надо, а у нас ничего нет. Может, тетя Киштя нас примет? У них с дядей Манджи землянка у самого конного двора. Помните, мы к ним заходили? Они нас жареным овсом угощали. — Ага, помню, помню. Вкусный жареный овес. Так, переговариваясь, они шли к шумихе, большому селу-леспромхозу. У цагана очень сильно распухла левая рука от ожога. В нескольких местах кожа лопнула, висела лоскутами. Цаган скатывал оконки снега и прикладывал их к руке. Боль немного утихла. Навстречу ехала грузовая машина. Остановилась. Из нее вышли портор к леспромхозу и молодой участковой. — Куда прете? Вернитесь назад. Переписать всех надо. — Да для чего? Чтоб кутузку посадить. Дураков нет. Хлеба дай. Фуфайки, валенки нужны. Видишь, голодные раздеты мы. Я не собес и не магазин. А люди все подходили, подходили к машине, кричали, требовали, угрожали. Пол барака людей сгорело. Помогать оставшимся в живых надо, а ты переписывать. Вон, воронок приехал. Троих изуродовали, забрали. Вот и вся помощь. А барак-то по вашей команде подожгли. Сволочи, душегубы. — А ну, трогай на пожарище! — зашипел шофер и порторг. И они успешно заскочили в кабину. Вслед им полетели комья грязи со снегом. Цаган с детьми молча стоял в стороне. Не было сил ни ругаться, ни идти. Уже после обеда она с трудом добралась до знакомых калмыков. Навстречу к ним вышла заплаканная пожилая калмычка. И, увидев цаган и детей с закопчеными лицами, завела их в крошечную землянку. В углу топилась железная печурка. Напротив стоял топчаный ящик вместо стола. Больше ничего не было, да и что-то поставить было просто негде. Слышал о вашей беде, что сгорел ваш барак. Да вы, слава богу, хоть живы. А мой манджи умер. Три дня назад как схоронили. На речке ребятишки катались. Лед тонкий еще проломился. Мальчишка пошел под лед. Манджи увидел, нырял за ним. Мальчишку достал, откачали. Его увезли в больницу. Уже опять бегает. А манджи захворал. Пока домой мокрый добрел. Заболел. Неделю с высокой температурой на работу ходил. Мастер не отпускал. Умер ночью. Запрочитала женщина. Ой-ой-ой-ой-ой, что я, что я? Накормить ведь надо вас. И она вытащила из-под топчана чугунок с картошкой. Ешьте пока картошку. Вот и хлеба понемножку даже есть. И высыпав вареную картошку на ящик, она вышла на улицу и в чугунке принесла воды. Чай сейчас пить будем. Настоящий. Вода быстро закипит. Вы не смотрите, что у меня тесно. Места всем хватит. Спасибо, тетя Киштя. Идти нам просто больше некуда. Ну и поживите, пока у меня картошка есть. Мешка два будет. Листьев капустных насобирал после уборки. Не умрем. Спасибо, тетя Киштя. Мы долго здесь не задержимся. Все, ищешь макубена? Ищу. Ищи, деточка, ищи. Отец нужен детям. Ох, а у меня вон как получилось. Дети в дороге умерли, а здесь их отец. Теперь моя очередь. Жить надо, тетя Киштя. Жить. Живу, живу. Хотя уже и не хочу. И может быть не нужно. Так вот, чай заваришь. Ешьте, пейте. А я пока светло схожу на конный двор. Сеномешок принесу. Ребятишек уложим на топчан, а сами на мешках с сеном переспим. Ребятишки повеселели, забрались на топчан, пожевывая картошку. Несколько дней прожила здесь цаган. Даже к ветеринару конного двора сходила. Перевязала руку, и он ей написал рецепт-справку, какое лекарство ей нужно и что она нуждается в лечении. И побрела опять прямиком к Каннску. Ее долго провожала заплаканная Киштя, пихая в карман ребятишек вареные картофели на куски хлеба. «Дай бог тебе удачи!» Склонилась она в поклонни и долго стояла, шепча молитвы. Дошла за два дня цаган с ребятишками до города. И странно, их ни разу не остановила милиция за несколько дней этого пути. Потом неудачный поход в Рано, истерика заведующей, собственный голодный обморок, и вот она и ее дети в тепле. Под защитой простой русской бабы, которая и сама-то тут висит на волоске. Поди ж ты! И накормила, и обогрела. Дожить бы здесь до весны, а весной никто меня не удержит. Я пойду искать Мукубена, я знаю, в какой он стороне. А сейчас мыться, выкупать детей, выспаться. А там поживем увидим. И цаган, процедив щелок через тряпку, залила его теплой водой до половины громадного корыта. В котельной было тепло, даже жарко. Посадив в корыта обоих ребятишек сразу, она плескала их, целовала по голеньким задницам, весело смеялась. Ложив их спать, вымылась сама и долго сушила волосы у котла. Пришла Лизавета, принесла ужин, ребятишки спали. Ничего, завтра поедят. Молодец, что додумалась выкупаться. Спите, я подежурю. Глава девятая После военной годы особой нитью прошили добрый десяток лет каждого жителя этого таежного села. Разрушенные войной города и села восстанавливались. Огромная необходимость в лесоматериалах, на стройках, насыщалась неимоверным трудом на лесоповалах, вот в таких таежных селах. Навевала радость все то, что осталось в живых и пусть даже покалеченным. Необыкновенно быстрый рост народного хозяйства не сразу отразился на столах, обедневших и поредевших за войну семей. На душевный подъем был. Была вера в лучшую жизнь. Были настоящие люди, жертвовавшие собой в тяжелом труде, как и на войне среди коммунистов и беспартийных. Много было патриотов, много и врагов. И разобраться в этом было очень сложно. Первым, кто быстро оттаивал от ледяных ужасов войны и голодной жизни, были дети. Ребятишки как-то мало раздумывали о свалившемся на страну несчастье и также продолжали свои игры в войну. А в этой игре обязательно должны быть две страны, наши и немцы. Дело доходило до настоящих драк. Местные пацаны, естественно, наши, русские. Любыми методами создавали вторую сторону, немцев и спецпереселенцев. Будь то греки, литовцы, финны, эстонцы, калмыкии, те же немцы или другой национальности. Село Орешное было настолько интернациональным, что редко какой национальности из народов СССР здесь не было. Сначала к ним относились как к предателям Родины, поскольку так объяснялось людям партийцами и НКВДшниками. Постепенно люди обжились, обвыклись, показали свои деловые качества. Кончилась война, злое презрение к этим людям притупилось. Постепенно люди разобрались, кто есть кто и за что попал в Сибирь. А ведь понять великую неразбериху было непросто. Чрезмерная бдительность и подозрительность власть придержащих, имеющих под рукой тупых исполнителей, которым в каждом человеке мерещился враг народа, топтали в грязь недоверия миллионы людей. Врываясь ночами с неожиданными обысками, они переворачивали в доме все вверх тормашками, вспарывали штыками перины и подушки, опрокидывали бадьи с соленьями, запасенными впрок, выискивали неизвестно что, и, отойдя от шока, хозяин с хозяйкой кидались защищать свое добро, вызывая к совести ворвавшихся. — Что ж вы делаете, ироды? — Да фашисты у нас так не издевались. — Ага, фашисты, значит, лучше. — Ну вот, наконец, раскрылось ваше вражье нутро. И горе этим людям, высказавшим свой справедливый гнев. Они без суда и следствия исчезали. Были, конечно, и настоящие предатели, из-за которых страдали тысячи и миллионы людей. В лучшем случае они выселялись в Сибирь, в необжитые места Азии, крайний север. Многие были расстреляны. Еще большее количество пополняли бесчисленные лагерные зоны. Люди, определенные на поселение, в глухие леспромхозы, безропотно работали на лесоповалах, сплавляли лес по рекам, работали на лесозаводах. Давали стройматериалы, поднимающиеся из руин стране. Их силами и здоровьем строились секретные заводы, прокладывались авто и железнодорожные магистрали через топи и непроходимую тайгу. Они безыменно гибли, зарабатывая себе прощение неизвестно за что перед неприкасаемой личностью Сталина и КПСС. Им никогда не узнать, что это все уйдет в небытие, и что после этих идолов непререкаемости останутся заброшенные полусожженные пустые бараки с редкими остатками колючей проволоки, до полуобвалившиеся могилы с кривостоящими столбиками с номерами. И на многие годы после Великой Отечественной тоже была война, только идеологическая, тайная, без названия, но с одним и тем же результатом — гибелью. Ребятишки, несмотря на ужасные условия жизни, на то клеймение враги народа, покосившись друг на друга через некоторое время, становились друзьями, отчаянно дрались, зарабатывая себе право на жизнь и на место в ней. А жизнь, возможно, в отместку за несправедливость к их отцам и дедам, опрокинула всемогущую империю, обещавшую вечную эпоху коммунизма. Того самого, которого так многие и не увидели. Кроме тех идолов, придумавших этот мираж, народ ждал с нетерпением прихода весны. Многолетние неурожаи подтягивали животы к хребту, и первая зелень на болотных кочках лесных проталинах срывалась под самый корешок и аппетитно съедалась. В рог напихивались холщовые сумки. Это была черемша, дивный гибрид лука с чесноком, самая ранняя зелень Сибири. Та самая, первая зелень после суровых зим, спасающая миллионы людей Сибири и Севера, даже до сих пор. А в те кошмарные годы для зэков и спецпереселенцев это было основное лекарство от безвитаминья, от голодной слабости. Известно, что, боготворя какое-то растение, которое дает большую пользу людям, на гербах и эмблемах некоторых стран и городов есть кокосовые пальмы, чайные и кофейные кустарники, кедры и так далее. У нас же никто не догадался занести черемшу, как картошку. Не в один герб, а напрасно. И ничего, что чесночно-луковый острый запах весной постоянно сопровождал человека. А при скоплениях народа хоть топор вешай, увисит в воздухе, так заговаривали в народе. Но зато это была надежная защита от цинги и инфекционных заболеваний. А если еще мелко нарезанную черемшу приправить сметаной или растительным маслом, лучшего салата и быть не может, стебель толщиной в карандаш и такой же примерно длины с раздвоенными на верхнем конце листьями, похожими на листья ландыша, знает в Сибири каждый малец почти с рождения. Даже присказка по поводу черемши имела серьезное значение. Коль на кочках лезет черемша, значит, кончилась зима, ребята, ша. А дальше чуть зазеленели травой поляны, как стремительно опережая в росте любую траву, на полметровую высоту лезли сочные стебли саранки. И выбросив на макушке стебля сочные бледно-розовые цветы, которые были крахмалисты и съедобны, всем было известно, что готовы и ее приплюснуты округлые корнеплоды. Из них можно было печь лепешки. Следом наступает череда кислицы. Так здесь называют красную смородину, которую поедают и в зеленом виде сразу же после цветения. Дурманищи терпкие кусты черемухи, выбросив кисти белых цветов, к концу цветения устилают землю осыпающимися своими крохотными лепестками. И неискушенному человеку покажется, что выпал снова снег. И твердят матери своим заневестившимся дочкам, им вторят умудренной жизненным опытом старой девы. Ох, девки, не ходите с парнями в черемуховые кусты при ее цветении. А дурманит, захмелит голову, зацелуют парни до греха. Не верят девки. И бегут на свидания в черемушнике, подогретые рассказами обожженных любовью старших подруг. А, будь что будет, сами-то миловались, а мы че? И жадно вдыхая пьянящий аромат черемухи, идут на роковые свидания, а через неделю-другую чуть побуревшие недозрелые каменные плотности черемуховые ягоды уже хрумкаются вездесущими пацанами. Сначала они популяют их через трубочки, срезанные из бурьянов девчонок, на индейский манер. Все рты ребятишек запачканы терпким, вяжущим месивом из разжеванных вместе с косточками ягод. Нахрумкаются этих незрелых ягод так, что рта закрыт невозможно. Десной язык обрастают вяжущим налетом, так что разговаривать трудно. Зубы покрываются коричнево-черным налетом. Немного неудобно, но вкусно, и голодуха утоляется. Не отстают от них и взрослые, а черемуха вообще полезная ягода. От расстройства желудка самое первое вяжущее средство, и на азиму насушить впрок можно. Свяжет расстройный живот, что хоть палочкой выковыривай. Наевшись до отвала черемухи, у ребятишек возникает в отхожих местах существенная проблема. Не могут быстро порожнить животы. И сидят на корчиках друзья-товарищи, задумчиво покряхтывая и перекликаясь. А че, Мишка, ты уже... Не-е-е, давай-ка посидим еще, только недолго, а то вон пацаны купаться пошли. Следом пойдет пора жимолости пьяницы. А потом черная смородина, черника, брусника, а к осени замшелые болотисты низины кровенятся калиуквой. И на протяжении всего лета среди бурьяна кудрявятся темно-зеленые пучки разновидности дикой петрушки. Только здесь ствол толще и выше. И главное не прозевать, когда ствол сочный. Хрумкой себе длинную сочную дудку. А уж пища. К концу лета ребятишкам не до баловства. Надо заготавливать ягоды и грибы на зиму. С ведрами, корзинами, собираясь по несколько человек, они идут на промысел. Девчонки ловчей собирают ягоды, но одни боятся ходить в лес далеко. Мальчишки больше знают ягодных мест, но пока подурачатся. Пора и домой к вечеру, а в ведрах ягод на донышке. Ну и давай девчонок пугать, что не выведут, мол, из леса заблудятся. Те сообща предлагают помочь им собрать ягод. А тут еще на почтительном расстоянии идет толпа калмычат, которые тоже хотят нарвать ягод. Как их не отгоняют, как не пугают, как не прячутся от них, все равно идут. И когда их обнаружат, и хоть они идут вроде по ободранным уже ягодникам, у них ягод оказывается не меньше. Смотри, их глаза у них узкие, а поди ж ты все видят, негодуют пацаны. А кто их сюда привел? За нами знамо пришли, ведерко ягод придется у них за нашу доброту забрать. И на поставленный вопрос калмычата, пошушуковшись между собой безо всяких, выставляют в ведро ягод. «Нет, ты нам тут мозги не выравнивай!» Обиженно отнекивался атаман русской стороны. «Ты сам отдаешь!» Калмачонок посмотрел на своих, помотал головой. «Ну, так, значит, сам и высыпай своего ведра. Ему вот, 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 да, сюда!» Калмачонок деловитто производил дележку. «О, ты хорошо!» Смеялись пацаны. «А теперь своему очирке подсыпьте понемножку каждый, и у всех будет одинаково!» Калмачата внимательно делились со своим товарищем. А назад все шли веселой гурьбой на равных основаниях. А со временем и в лес уже шли вместе. Дети быстрее привыкают к равенству. Конец августа — начало созревания кедровых шишек. Ядро ореха еще молочное, но вкусное. Кедровый орех — тоже большое подспорье к пище. Тайга, вырубленная вокруг села за многие годы существования леспромхоза, отодвинулась дальше в горы. Ложбийным и пологим разлогом провели узкоколейку, малогабаритную железную дорогу. Извилистая узкая железка, как ее называли, где по насыпям, положенным бульдозером, где по бревенчатым настилам, крест-накрест накиданным по оврагам и топям, работала день и ночь безо всяких светофоров. Была всего одна колея, кое-где разъездные тупики, а, поди ж ты, бежали по ней громыхая порожняки вглубь тайги, а назад коричневой змеей натужно ползли, груженые длиннющими хлыстами, пыхтели паровозы. Точнее, это были малогабаритные паровозики, кукушки, работающие на дровах. За паровозом вплотную примыкал тендер дров, который постоянно кидал в топку к чегар. А машинист, зная себе, вертел головой по сторонам, как бы на рельсы не вышли коровы или встречные не прозевать, ну и, само собой, вовремя пугнуть свистком и выпущенным паром в атаку пацанов, всегда охочих подъехать, прокатиться. Скорость игрушечных составов была небольшая, прямых и длинных участков было мало, линия виляла, подобно убегающей змее, и машинист часто не видит даже середины своего поезда. Пацаны народ ушлый, не распоротый за своей дерзости, и поэтому, хорошо зная географию местности, ее спуски и подъемы, и все повороты, терпеливо сидели в кустах и ждали груженого поезда. Подцепиться тайком в хвосте поезда за бревна и поехать как можно дальше считалось большим шиком. Главное, чтобы не заметил машинист, который, бывало, останавливал состав, и уж тогда подзатыльников не миновать. Были случаи аварий поездов, при которых падали и затаившиеся ребятишки, ломали руки и ноги. И вот в ягодно-ореховый сезон охотников подъехать зайцем было полно. Рано утром для развоза рабочих по лесосекам была и специальная дрезина, на которой можно было поехать наравне со всеми, бесплатно. Но это было рано утром, ребятишки, как правило, еще спали. Но кто и ехал из них рано утром, то стремились набрать кедровых шишек с угрозой для своего здоровья. Взрослые, отвечая за недосмотр. Так что потом и здесь стали гонять пацанов. Девчонок брали, они были послушнее. А все дело оказалось в том, что за шишкой надо было лазить на громадные кедры. А вот недоспевшая шишка сбивалась тяжело. В подвалку леса шли деревья. Сосна, ель, листвяк, пихта, кедр. Несравненно проще собирать шишки с поваленной кедрины, нежели лазить на нее. Но сбор шишек с поваленной кедрины был сопряжен с большой опасностью. Рабочим некогда было разглядывать, куда валить дерево. Нужно было давать план, зарабатывать деньги. Поэтому за каждый кустик, где мог затаиться пацан, никто не заглядывал. В лесосеке стоял шум и треск от бензопил, от падающих деревьев, от работы тракторов, от криков погонщиков, лошадей, работающих по вывозке леса. На безопасных участках рабочие разрешали собирать шишки. Но пацаны есть пацаны. И рискуя жизнью, они пробирались на опасные места. Считалось геройством насобирать полмешка шишек под лежащей кедрины, когда они вдалеке падали, сотрясая землю под пиленные деревья. Да еще, чтобы не заметили вальщики. Бывали, конечно, и ушибы у пацанов. То сучок отлетит далеко, то, убегая от опасности, шибанется бедола голбом в дерево или напорится на сук. Но особо трагический случай произошел с колмычонком Улюмкой. Его имя было длинное. Улюмджин. Или как-то так. Но когда его спрашивали, как его зовут, он, смеясь, отвечал с короговоркой. Улюм. Остальную часть имени проглатывал в смехе. Это был симпатичный, худенький колмычонок лет десяти одиннадцати. А главное — веселый и нежадный. Всегда делился тем, что у него было. Среди пацанов — это главное. Он был шустрый пацан и, как все ребятишки того времени, всегда хотел есть. Из него, наверное, бы получился хороший гимнаст или циркач. Он стоял на голове без рук, умел кувыркаться, как никто не мог. И все это — или за кусочек хлеба, или просто так. Он всегда ходил следом за местными пацанами, и его не прогоняли. Сначала он жил где-то на третьем поселке села, в землянке с матерью еще кем-то. Потом мать его умерла, и он, потыкавшись там-сям, пришел к холодам, босой и оборванный, к избе, где квартировал и Максим. Он уже знал его, так как приходил сюда посмотреть на него, когда он только что пришел в Орешное. Несколько дней ходил в наградах. Он тогда сразу сказал матери, что надо переселиться ближе к центру села, туда, где новый калмык построил хорошие нары для сна. Теперь мальчишки, живущие там, спят, как в гнездышках на хорошем свежем сене. Да и вообще матери надо было бы посмотреть на дядю Мукубена. Может, он наш, его у Люнджина отец. Мать застеснялась, замахала руками и закрыла лицо руками и долго так сидела. А оказалось, что под ладонями она прятала слезы. Потом ее придавило в лесосеке. Она еле зашла домой, а дня через три умерла. Взрослые калмыки, живущие с ними, ругали какого-то мастера. Он должен был ее отвезти в больницу, но он сказал, что в больнице нет места и привез ее на лесовозе домой. Так Улюнка оказался на новом месте жительства, где ему нашлось место как поспать, так и поесть. Старухи ворчали иногда на Улюнку, что он должен принести себе продовольственную карточку, чтобы хоть получать хлеб. Уже была зима. Улюнка сидел дома, на улицу ему выходить было не в чем. Мутул, как старший, ходил два раза на прежнее место обиталища Улюнки, но там была нищета еще хуже, чем у них. Ему сказали, что карточки похоронили вместе с матерью и, смеясь, предлагали. — Иди поройся в могиле, может, найдешь? — Ишь, че захотел хлеба! Единственное, что он принес Улюнке, это материную ложку и ее старые валенки. Да и то ему тайком их вынесла женщина, которая молча сидела у печки и не вступала в разговор. Кость живет у вас, если можно. Его место уже заняли какие-то бродяги. Постепенно Улюнки нашли кое-какую одежду или носили ее по переменке. Материны валенки оказались ценной обувью, и пацан стал уважаемым членом семьи. Они были большого размера, крепко подшитые прорезиненной ленточкой и стали дежурной обувью. На них можно было покататься с ледяной горки и постоять в очереди за хлебом у магазина. Так и прожил Улюнка зиму и лето в этой семье и стал равноправным ее членом. Он гордился, что живет здесь, и что главным здесь является дядя Мукубиен. На войне он, наверное, был самым главным, раз у него столько медалей. Да и лесовоз, на котором уже больше года ездил Максим, был самый лучший, утверждали ребятишки. Кто еще мог посадить в машину всех своих калмачат и прокатить? Да никто. Наступила осенняя пора и вновь привлекла охотников до ягод и кедровых шишек. Да и как не заняться промыслом природных даров, если голодный и холодный 1947 год напрочь подтянул животы к рептам? Дождливое лето, неурожай на полях и огородах вовсе обессилили людей. Даже в лесах ягодники были скуднее прошлых лет, шишки на кедрах тоже было мало. Ребятишки часто ходили в лес, то за ягодами, то за грибами. В ближайших лесах оставшиеся кедрины мальчишки знали наперечет. Оставалась надежда на лесосеки, но оттуда они милосердно гоняли пацанов во избежание несчастных случаев. Но пацаны все равно проникали туда, где уезжали утром, где цеплялись за порожняки и где подвозили их возвращающиеся за лесом лесовозы. И вот однажды с ватагой местных пацанов за шишками ввязался и Улюмка. Пацаны ему объясняли, смотри, попадешься, мало того, что уши надерут, еще и за тебя выгонят всех нас. Улюмка серьезно выслушивал их и отвечал, ничего, прятаться будем, не найдут. И хитро улыбался. Ребятишки незаметно подошли поближе к валявшимся деревьям и терпеливо ждали, когда же они спилят громадный кедр, усыпанный шишками. Везде кедры стояли почти без шишек, а этот был увешан, на всех хватит. Наконец громадное дерево закачалось и рухнуло вниз по косогору, совсем не в ту сторону, куда хотели пацаны. Пока пацаны соображали, что да как, Улюмка с мешком под мышкой, пригибаясь, успел незаметно для мужиков убежать вниз, и за большими ветками лежащей кедрины его совсем не было видно. Сидевшие в засаде пацаны зло перешептывались друг с другом чуть не до драки. От калмычанок нагребят сейчас шишек, а вы, дурачья, сидите. Отчета, сдрефил, не побежал, струсил? Я тебе струшу. Вот за этой перепалкой и обнаружили их вальщики. Ну марш отсюда, пока задницы не надрали. Пацаны нехотя отходили дальше, сделали крюк и тайно подошли опять на видимое расстояние кедрины. Вальщики опиливали деревья вокруг. И вдруг одно спиленное дерево, как-то кособока падая, наскочило своим торцом на соседний пень и, изменив в воздухе свое направление в падении, ухнуло крест-накрест на ту кедрину, куда убежал улюнка. Вместе с шумом падающего дерева раздался детский пронзительный крик, который четко обозначился на секунду-две больше, нежели у тех шум падающего дерева. Рабочие вытянули шеи, пытаясь сообразить, откуда же был крик. Вот мать твою, пацаненка где-то зашибли! Прислушивались двое вальщиков, вытягивали шеи. Может, не здесь кричал? Переглядывались. Да здесь, здесь! Уже не таясь, бежали из укрытия ребятишки. — Калмычанка нашего кедриной накрыла! — Ах, растуды ваши задницы! Рабочие подбежали туда. Первая могучая кедрина опиралась на землю своими толстыми поломанными сучьями. Да так, что ее ствол не лежал на земле, а был над землей, примерно в метре. Сверху на нее свалилось меньшее дерево, переломившись почти пополам. Там, где-то под сбитой ударом хвоей и мелкими ветками, в обнимку с мешком, в котором было насобрано почти полмешка шишек, лежал у люмка. Без признаков жизни. — Ё-моё, вот это да! Побелели мужики. — Загубили, пацаненка! А все нельзя, нельзя! Отчитывали их пацаны. Дали бы нам пять минут, мы бы набрали шишек и ушли. А теперь вот. — Улюмка, улюмка, ты наш друг, ну открой глаза! Пацаны хлопали глазами, разгребая с него мелкие ветки и хвою. Улюмка судорожно дышал и, наконец, открыл глаза. Болезненно улыбнулся. — Шивай, живай! Радостно загалдели дети. — Давай, вставай, пойдем отсюда, мы твои шишки понесем. Нам ничего не надо! Улюмка попытался подняться и, задержавшись, упал. Из носа и ушей у него пошла кровь. Псатый сучкару пощупал все его тело и заключил. Переломов нет. Это контузия у парня. Вон волной накрыло, чуть ветками шабануло. Дерево спасло, что на земле лежит, а так бы каюк. Да, но контузия тоже не подарок. Вон Андрюха Шабалина с войны до сих пор по сторонам швыряет. — В больницу парня надо, точно вам говорю, на фронте я санитаром был. — Так мы же на работе, как же! — раскрыли рты вальщики. — Мастера находите, сообщите ему. — Там мы сами его увезем, только помогите его донести до железки. — Щас, ребята, милые, щас! Да и вон мешок его унесем, а вы тут пока шишки пособирайте. Мы вот только бензопилу до топоры определим, а то растащат. И вальщики кинулись вверх к своим инструментам. — Вы завсегда приходите к нам, лебезили они, только прятаться не надо. — Так, мол, и так, да, мы чё ж не люди! И осторожно взяв на руки Улюмку, который как-то закатил глаза под лоб и странно улыбался, по очереди понесли его кускоколейки. Пацаны шли следом, несли в мешках шишки, кто сколько успел собрать. И обсуждали этот случай, подбадривали его. — Нынче, Улюмка, я тебе молока принесу, сразу выздоровеешь. — А я у мамки сопру варенье, тоже принесу. — Картохи насобираем с ведро. У них нынче есть вроде урожай, только охраняют вроде пока на подсобном. — А чё, даже если и поймают, скажем так, мол, и так, человек, мол, в аварию попал, кормить его хорошо надо. Неужели не дадут? — Дадут! — Вот так, уверенно утверждали пацаны. Наконец, почти бегом добежали до узкоколейки. Ещё пару минут — и опоздали бы. Жди до вечера. — Чего там? — поинтересовался машинист. — Куда вас столько? Всё вон, забито пустыми ящиками, флягами, тару со столовок везу. — Ты это, вон чё, возьми-ка, пацанёнка, маленько зашибл его, а это тебе на пол-литра. Довези. Умасливали его вальщики. — Да чё я? — сразу стал сговорчивее машинист до резины. И, сдвинув поплотнее ящики, пригласил пацанов. — Давай, давай, в тесноте да не в обиде. Во-во! Торопились вальщики, усаживая полулёжа у люмку между ними. — Отвишь-то, с калмычонком возиться приходится. А вы, ребята, в лесосеки не ходите. Смерт на это дело. Мастер-то не разрешает. Уже на ходу движущейся дрезины досказуляни. — Эх, вы ж сами говорили, завсегда можно, только чтоб не прятаться. — Эх, братан, что было, то сплыло. Живой ваш друг, а мы тут ни при чём. — От гады, свиньи! Орали на них пацаны и кидали ещё почти свинцовыми шишками. Мужики уклонялись, потом у зверев стали махать им кулаками и кричать. — Задницы хворостинами напорим, только ещё раз появитесь! Приехав в село, пацаны с трудом дотащили у люмку и его мешок с шишками до избы, где он жил. Старшего мутула, который сносно говорил по-русски, дома не было. Пацаны кое-как рассказали старухам, курившим трубки, что случилось с у люмкой. Старухи очень удивились. Как-то у люмка падал с дерева и успел насобирать полмешка шишек. — Ловкий он у нас, ничего, вылечим. Обнадёжили они пацанов. — Зачем больница? Вон больница! Тыкали они друг на друга. — Вилюнг придёт, бадмай молитву читать будет. Всё пройдёт. Жамба попьёт, сильный будет. — И вы, Жамба, пейте, тоже сильными будете. Пацаны уже не брезговали и всылать пили калмыцкий чай. Вкусно! А старухи всё посылали самого маленького калмычонка в избу. Тот прибегал и, ничего не произнося, закрывал глаза и подкидывал к уху ладонь. Все понимали, что у люмка спит. Первое время пацаны дружно приходили к у люмке и приносили ему что-нибудь из еды. Но ничего не хотел он есть и только слабо улыбался, думая о чём-то своём. Одной рукой он постоянно махал перед своим лицом. — Глянь, ребя, он комаров или мух гоняет, а их-то нет! Смеялись пацаны. У люмка лежал и не вставал. Старухи постоянно его чем-то натирали, поили каким-то отварами, и скоро он смог сидеть. К первому снегу у люмка вылез из избы, замотавшись в какое-то тряпьё, и стоял и качался на своих слабых ногах, держась за столбик навеса над костром. Ребятишки приходили к нему и играли, бегая тут же по двору, катались по крутому склону их огорода. У люмка восстанавливался. Всё крепче и крепче двигался на ногах. Вскоре его можно было видеть в любой кучке пацанов. Он тащился сзади за ними, куда бы они ни шли. Только одна странность была заметна за ним. Его неожиданно начинало швырять по сторонам. Пацаны сначала думали, что он просто дурачится, но потом, когда он вдруг начинал падать и дёргаться, не реагируя ни на что, все поняли — это припадки. После этого он мог часами лежать на снегу и смотреть в небо. После припадка пацаны не бросали его, тащили домой, говорили об этом старухам. Те участливо кивали головами и, сложив руки клинышком у лица, говорили. «Будда, молиться будем, Будда!» Узнал об этом и Максим. Но он приезжал домой редко и поздно вечером, когда ребятишки уже спали. Горестно разводя руками, говорил старухам. «Лечить надо парня, хотя бы в районную больницу повезти. А кто меня отпустит? Да и возьмут ли его?» И дикая боль безысходности терзала его душу, окутывая воспоминаниями о своей семье, о своих детях. Не счет на раз он спрашивал парторга и участкового о розыске и воссоединении со своей семьей. Каждый раз получал односложные ответы. «Дали запрос, ждем ответа!» Несколько раз он сам писал и в районную прокуратуру, и в военкомат, в Манский райцентр по спецперепискам. Ни одного ответа он не получил. Письма или изымались, или где-то терялись. Акцию по высылке народов с их исконных земель за подлые поступки кучки негодяев, иначе как местью и садизмом не назовешь. Им было заранее известно, на какие муки они обрекают народы, удовлетворяя свою власть, придержащую прихоть. Такие мысли путались в голове у Максима. Ярость распирала его грудь. Сидя на чурбаке у печурки, он весисто хлопал себя по голове, скрипел с зубами, но здоровый рассудок брал верх на отборе чувств, постепенно успокаивая и гася их. Жить! Жить! Пережить унижение! Не сломиться! Жить! Ведь придет же время справедливости! И на завтра ранний утренний гудок вспарвал тяжелую морозную тишину. Звал продолжать жить. Гнал в тайгу тысячи людей зарабатывать себе кусок хлеба. И результатом тяжелых лесоразработок в окрестностях села на берегах небольшой речушки Баджейки скапливалось все больше и больше готовой стандартной древесины. Шестиметровые бревна без сучьев, со здоровой древесиной, вывезенные из леса участков, свозились лесовозами и разгружались на так называемых плотбищах-складах на берегах реки. Тут они маркировались, дополнительно обрабатывались и рядом укладывались в огромные штабеля, высотой в двухэтажный дом. Потом весной в большие паводки эту армаду бревен постепенно скатят в воду и она донесет их до нужных мест. А пока зима, все заковано морозом и даже из топких мест возможно вывести лес. Вот и происходит накопление бревен, чтобы весной расстаться с ними. Окончательная обработка бревен до стандарта оканчивалась тем, что на плотбищах накапливались большие кучи сучьев и древесной коры, которые осложняли дальнейшие работы. Эти отходы приходилось сгребать в большие кучи и сжигать. Они круглосуточно горели, теплились буграми горящие золы даже в лютые морозы. Ребятишки любили ходить сюда и погреться, пожарить картошку и просто побыть среди громадных штабелей бревен, источающих смоленистые запахи. Лучших мест для игр в прятки и войну, чем здесь, не было. Да и наковырять с лиственного бревна смолы и серы, которую если перетопить, то лучшей по вкусу и полезности жвачки не было. Есть нечего, жуй жвачку. Запаха изо рта приятнее нет на свете. Да и поменять на что-то неплохо. Ходовой товар одним словом, а главное дармовой. И вот однажды, в конце зимы, когда солнце в зените нагревало до тепла шершавый бокобревен, а снег начинал мягчеть, подтаивать, ибо не сегодня-завтра по календарю весна, латага пацанов пришла на плотбище. Основная масса ребятишек училась, многие переросли свои годы и отлынивали от учебы. Все проклятая война. В 1947-м Сталин издал указ всех посадить за парты. Не хочешь учиться, иди работай. Садили учиться, заставляли работать, отправляли в колонии. Да куда там. Сразу выполнить приказ оказалось невозможным. Колонии были переполнены. Малолетний бандитизм и беспризорность гуляли по стране. И вот на сей раз вот такая ватага пацанов с всех уровней сословий привалила на плотбище. Разумеется, сзади горланищей на все лады пацан вытащился улюмка. Выгры его уже не принимали, но и не прогоняли. Он стал какой-то блаженный. Часто задумывался, то плакал, то смеялся. А в народе к блаженным относятся с пониманием. Понимали это и пацаны. Если было у них что-то съестное, делились с ним, но не обижали. Рабочие из плотбища тоже пацанов прогоняли, так как, играя на таких громадных штабелях бревен, сорваться с них было проще простого. А иногда и штабеля бревен с грохотом рассыпались из-за плохо подставленных подпорок, что тоже могло привести к беде. Но как бы их не гоняли, пацаны все равно продолжали быть там, где опасно. Интересно там. И опровергать эту точку невозможно. Разделившись на две половины, одна часть ушла жмуриться, другая прятаться. Прятавшаяся сторона старалась не попасться на глаза искавшей, и поэтому залезала в самые невероятные щели между бревен и штабелей. Вдруг рыжий Валька Сидоркин из команды искавших заорал, что есть силы. «Гля, ребя, улюмка чего вытворят? Так и загнуться может! Пацаны, кончай игру! Гляди, гляди!» Тревожные крики Вальки подействовали на спрятавшихся пацанов, и они осторожно стали выглядывать со своих мест. Улюмка плясал какой-то непонятный танец и что-то выкрикивал на калмыцком языке. Он подбегал к огненным кучам и возвращался назад, словно выискивая место, куда же прыгнуть. Наконец, покружившись на месте, он вдруг быстро побежал и врезался в край чуть дымящейся огромной мерцающей кучи, вздыбил пепел и золу, поднявшийся вверх. Из-под пепла и золы полоснул красным полотнищем огонь, таившийся в середине, и брызнул во все стороны пучками искр. «Лови его! Лови!» Забежали бабы-маркировщицы и кинулись к тому месту, где катался человеческий комочек, объятый пламенем по краю огненной кучи. Но поймать его никак не удавалось. Наконец, один мужик, бежавший с уже снятой фуфайкой, накинул ее на улюмку, сгреб его в охапку и, отбежав на несколько метров от костров, завалился вместе с ним в кучу грязного снега на обочине дороги. Задыхаясь и кашляя от дымящейся одежды, все стали закидывать их снегом. Наконец мужик встал, приоткрыл фуфайку, побросал под ней еще снега и совсем стащил ее с улюмки. Толмычонок лежал на снегу с обугленным лицом в прогоревшей одежде и не подавал признаков жизни. Скрюченные обгорелые руки и видневшиеся тощие черные колени сквозь прожженные штанишки дополняли страшную картину. И вдруг скрюченное тельце мальчишки задергалось. «Живой, живой!» засуетились все вокруг. «В больницу его надо!» завопили бабы. «На фуфайке его нести надо, а то кожа полопается!» Мужики переложили тщедушное тельце на обгорелую фуфайку и осторожно понесли его к селу. До больницы было далеко. Все пацаны гурьбой сопровождали процессию. Бабы плакали, сморкаясь в рукава, проклинали жизнь. На плодбище, как на грех, не было ни одной машины, ни тракторы, ни лошади. Все были в разъезде. Надо было как-то родных его оповестить. «А чей он? Где живет?» «Ребятишки, где его родня? Где он живет?» Допытывались бабы. «А вон, где этот калмык, что шиферит? Там он живет!» — ответил кто-то из пацанов. «Так это, выходит, Максима Ценгеляева, сынок, или что?» «Не знаем. Они все его Бажаму Кубин зовут. Может, по-ихнему папа? Не знам». «Поди ж ты!» — дивились бабы. «Максим рядом со своими детьми чужих кормит?» «А сколько ж у него своих?» «Не знаем». «А жена, то есть мать-то у детей есть?» «Не знаем». «Старухи там только какие-то». «Ребятишки, вы бы быстрее побежали бы в гараж. Может, там кто из водителей есть? Довез бы до больницы побыстрей». Пацаны быстро убежали. Вскоре они вернулись назад, крича издалека. «Там как раз дядя Ценгеляев разгружается! Сейчас подъедет!» И действительно, через несколько минут показался пустой лесовоз, из которого обеспокоенно выглядывал сорокалетний скуластый калмык. Остановившись перед толпой, он внимательно смотрел на лежащего на фуфайке мальчонку. «Максим, горе-то какое!» — обгорел парнишка. «В больницу его надо!» — хлюпали бабы. «Тво это?» — заглядывали они ему в глаза. «Мой, мой!» — печально кивал головой. «Все орешенские калмыки мои!» И нагнувшись над мальчонкой, он еще внимательней стал смотреть на него. «Положите его на дорогу!» — сказал он. «Можь, в кабину его сразу!» «Да в больницу быстрей!» — подсказал мужик. «Никуда его уже не надо!» «Его уже нет здесь!» «Да ты чё, Максим!» — опешил мужик. «Да, тела его здесь, а души нет!» «Там уже, на небе!» И Максим медленно поднял глаза кверху. Мужики положили фуфайку на раскатанную дорогу, в недоумении переглядывались и поглядывали на небо. А Максим встал на колени, потрогал шею и голову улюнки, поклонился, соединив руки у своего лица, сказал несколько слов по-калмыцки и поднялся на ноги. «Пусть полежит, пока на земле, дождётся, пока душа долетит до неба. Тогда уже и повезу его. А сгореть ему надо было там, дома, чтоб не мучился здесь. Не сгорел бы, так пристрелили бы». «Да ты что, Максим, Бог с тобой!» Зажали себе рты бабы. Шалило глядели они на него. «Бог, говоришь?» Косопоглядывая спросил одну, «Ты где родилась?» Неожиданно спросил он, «Я-то здесь?» Растерялась баба, «Вот-вот, у тебя Бог есть, дом у тебя есть, не везли тебя сюда как скотину, да ещё под автоматами, а его и меня везли. Их, слабых и невинных, отдельно от нас везли, а нас, здоровых и сильных, с фронта снимали и в лагеря под автоматами заталкивали. Это вместо того, чтобы фашисты били, нас в лагеря. Это мне повезло. Меня долго мой генерал не отдавал. За столько языков, сколько я в разведке, будучи приволок, он меня на героя представлял. Всё твердил, терпится, Нгеляев, это враньё и ошибка с твоим народом. Разыщем твою жену и детей». Когда всё-таки скрутили, замолчал мой генерал. «Ну вот и заработал я себе прощение, трудом, в лагерях, свободен. Но раз приехал воссоединиться с семьёй, значит, я тоже предатель и спецпереселенец, как мои малолетние дети и жена. А где они? Кто мне скажет? Да ты чё, Максим, здесь нет твоих детей и жены, а мы думали, что это всё твои дети». «Да, вот так». Растерянно развёл он руками. «Моих родных здесь никого нет, хотя за всех орешенских калмыков вроде как отвечаю». «Ну ладно, давайте-ка моего малыша поеду похороню его». «Максим, да ты чё, надо бы его в больницу или к участковому на освидетельствование». «Да что вы, какое освидетельствование? Сколько наших здесь померло, как собак зарыли, и за него отвечать никто не будет». И он осторожно поднял на фуфайке скрюченного мальчишку. Потом снял с себя засаленную фуфайку, оставшись в одной гимнастёрке, и протянул мужику, устоявшему в рубахе. «Надень, а то простынешь». «Да ты чё, Максим?» – заупрямился мужик. «Одевай, одевай. У меня в машине ещё старенька есть». «Мужик нехотя надел фуфайку». «И спасибо вам всем». «Да за что? Мальчишку-то не спасли». «За человечность спасибо». И захлопнув дверку кабины, он пошёл обходить машину к дверке со своей стороны. «И идите на свои рабочие места, а то вон уже начальство шагает сюда». Взревев мотором, он медленно развернулся и уехал. «На десятом у них кладбище, наверное, туда повёз. А копать могилу, как сейчас, всё же заморожено». «Ах, маломальскую ямку выдолбят, да и ладно, а весной камнями да дёрном накроют. Придут, попоют на могилах, пожалкуют, вот тебе и жизни конец». «Люди ведь тоже, а за что на них такие мучения?» «Пошли-ка вон, скорее на рабочее место, а то вон Порторк коршуном летит». А Порторк всё-таки догнал кучку рабочих, и первые его слова были. «Почему не на рабочих местах? Ой, а то кто-нибудь брёвна растащит или молоко скиснет», сказал кто-то. «Лесная промышленность — предаток оборонной промышленности нашей социалистической родины», — важно заявил Порторк. «И как учит коммунистическая партия?» «Но поехала старуха за дровами», — не дали закончить Порторгу нравоучение. «Ты спрашивал, почему не на рабочих местах?» «Отвечаем. Это дорога и плодбище — это всё наше рабочее место. А сейчас помогали спасать мальчонку, да не спасли!» Зло выкрикнула одна баба. «Что за мальчонка? Что с ним случилось? Кто он? Из местных или из этих спецпереселенцев? Предателей?» «Так как у тебя язык поворачивается ребёнка называть предателем?» — окрысилась баба. «Я разъясняю вам, гражданка Ливанова, что партия и правительство постоянно призывают. Но коль тебя призывают, то ты иди и пусть тебе партия и правительство объясняют, как из-за скотских условий жизни погибают дети, а потом их хоронят как собак. «Товарищ Ливанова!» — начальнически прикрикнул Порторк. «Я тебе не товарищ, я беспартийная!» И баба грузно зашагала их штабелям брёвен. Порторк принялся выспрашивать у пацанов. Но пацаны — народ смекалистый. Не раз порытые их задницы напоминали им, что от властей лучше быть подальше. Дружно ответив «Мы ничего не знаем, ничего не видели», пацаны отправились в село. День был испорчен. По чьей вине была загублена ещё одна душа, да ещё и детская. Знал один лишь бог. Но разговор о боге в те времена надо было вести с оглядкой. Уважаемые слушатели, дорогие друзья, подошёл к концу первый том этой увлекательной книги. Очень хочется верить, что у героев всё будет хорошо в дальнейшем. Как можно будет послушать продолжение и где, я сейчас расскажу. Ни в коем случае не волнуйтесь, это будет точно так же абсолютно бесплатно. Потому что эту книгу нам дарит Циренов Дава Исаевич. И посвящает её своим дорогим родителям, своему дорогому народу. Его родители также пострадали во время депортации калмыцкого народа. Очень печальная страница нашей истории. Но как мы видим, и тогда люди, простые люди, помогали друг другу, понимали друг друга и видели, кто чего стоит. Так и сейчас. Калмыки, русские, да все народы России очень дружны. И на уровне простых людей есть абсолютное взаимопонимание. Это здорово. А также, если вы начали прослушивание с этой книги, вы ничего не потеряли, но наоборот приобрели. Потому что есть возможность послушать и другую книгу автора, которая в этой серии выходит. А точнее вышла уже год назад. Называется она «Я калмык». История чуть другая, но смысл тот же. Какой вы видите в этом во всем смысл? Я думаю, вы обязательно напишите в комментариях. Оцените мою работу заодно. А я с удовольствием отвечу каждому лично. Но только на официальных площадках. Всего их 10. Выбирайте любую удобную для себя и слушайте эту и другие книги, которые читает Костя Суханов. Итак, книги выходят абсолютно бесплатно на таких площадках, как YouTube, Telegram. Канал называется «Аудиокниги читает Костя Суханов». Сайты «Акнига» и «Книговухи». Если книга не очень большая, то и на «Яндекс.Дзен», в группах, в «Одноклассниках», в группе, в «Контакте». И, конечно же, на «Бусти». Там, кстати, поддержать мое творчество может абсолютно любой человек из любой точки мира, несмотря ни на какие санкции. Если вы слушаете книгу на официальном ресурсе, то все ссылки будут внизу. Поддержать из России очень легко. Перевод по номеру телефона. Плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь. На Сбербанк, Тинькофф, Яндекс.Банк или Юмани. Обязательно напишите комментарий. Я отвечу лично. Можем пообщаться, обсудить. Также этот номер, плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь. Это мой личный номер телефона, а также ватсап и телеграм. Я прямо сейчас начинаю работу над вторым томом. Остается только добавить, что, как всегда, с любовью и уважением к слушателю. Читал актер Костя Суханов. Продолжение следует. Продолжение следует.